Глава 21. Особенности национальной охоты на Бьякуган. Прошлую ночь нельзя было назвать тихой. Хотя и казалось, что воссоединившиеся Синджу уже должны были угомониться, однако новая волна слухов пришла в квартал Хьюга-Курато самым тихом и неприметном члене буйного семейства. Наследник клана Учхо убивает последнего потомка рода Синджу мужского пола. Звучало, как начало нового витка гонений на уже раз заигравшихся с огнем Учхо. Клан Хьюга всегда был мудрее. Может, они не выпячивали грудь так, как сцепившиеся меж собой бараны простите, великие кланы Синджу и Учхо, но куда их это завело? Одни официально вымирают, другие влачат существование столь жалкое, что уж лучше бы они находились на той зыбкой грани, за которой редкая кровь, совершенный геном растворялся в среде обычных шиноби. Клан Учхо опозорил себя. В глазах Хиаши и Хьюга это было хуже смерти. Коли уж задумали восстание, то будьте любезны реально рассчитывать силой. Даже он с численностью клана, теперь превышающую Учхо, а также с отсутствием даже крохотной возможности для предательства изнутри, не решился бы на такое. Его клан нужен был деревне, но и Канаха была им нужна. Слишком уж лакомым казалось их дадьются для представителей других скрытых деревень. Да и надеяться перебить всю Канаху, вобравшую в себя ни один, ни два, а несколько десятков кланов с редкими кикеги-кай это глупость высочайшего уровня. Давно прошла эпоха враждующих кланов, а ведь и тогда заключались альянсы. Сейчас Ману деревни были обречены. Клан Узумаки тому яркое подтверждение. Клан Хьюго всегда стоял в стороне. Будто и часть Канахи, а в то же время нечто незаверимое, словно стекло или стены отчуждения всегда ощущалось между ними и кем-то другим. Хьюго были везде и в разведке, и в госпитале, а теперь и в полиции. И в совете Хиаши едва заметно вздрогнул, вспомнив отступные Минато после похищения Химоты. У каждого клана свои особенности, или, как-то интерпретировал бы Шикаку на розаморочке. У Хьюго их было особенно много. Более строгой иерархии нет, а полный запрет на смешивание крови с Шиноби и других кланов. Наука да и горький опыт твердили одно – вариться в собственном котле вечно, значит, однажды выродиться. Близкородственные связи никогда не приводили ни к чему хорошему. Порой в их котел следовало делать вливание извне. В качестве исключения, образующего правила. У побочной ветви в этом плане было даже больше свободы. Чему главный. Браки с них Хьюго никогда не пооширялись, но и открыто не запрещались. Генетика штука тонкая. За детьми, в чьих живых текла кровь их клана, следили до третьего колена. Ген, отвечающий за их фамильные дадюцу, той же доминантностью, что ген и учиха не отличался. В трех поколений было достаточно, чтобы исключить подобного рода сюрпризы. Хотя небольшая вероятность ребенка с Бьякуганом и существовала. Те полухьюга, кто сумел пробудить Бьякуган, награждались печатями и становились полноценной частью клана. То есть вступали в цикл при внесении свежей крови сначала в побочную ветвь, а затем после четырех витков селективного отбора и в главную. Случалось ли так, что в паре с двумя, казалось бы, полноценными членами клана Хьюга рождались дети, не пробудившие Бьякуган? Случалось, и в главной семье случалось, но не столь часто, чтобы нивелировать пользу от обновления крови. К тому же порой с нею в клан утекало и нечто весьма полезное, как, например, нетипично для Хьюга стихия. Они жили в стране огня, однако исконной для них являлась вода. Тихия, как гладь небольшого озерца и прозрачные, как самые чистые воды – это было их сутью. И все же из-за кровосмешения все чаще рождались Хьюга с характерной для их страной стихией огня, чуть реже встречалась молния. И все же существовал ряд запретов. Никаких узумок и они сумасшедшие, никаких учиха по той же причине, только в еще более запущенной форме. Да и не брался никто из старейшин его клана предсказать, как поведут себя при скрещивании Бьякуган и Шаринган. Может, и вовсе включится защитный механизм, не дающий явить этому миру подлинного монстра, и совместного потомства у Хьюга и Учиха не будет. Или же они создадут нечто за гранью. А вот совершенство ли или же убогости, когда лучший Бьякуган мешает с хорошим Шаринган, совсем не обязательно, что на выходе всех будет ждать хоть что-то значимое. Портить породу Хиоши не собирался. Не только объемы чакры и мощность дадьются были важны для клана. Ментальность никто не отменял. Вздорность и горячность могли стоить Хьюга того же, что и в конечном счете случилось с Узумаки, Синджу регулярно смешивавшихся с Узумаки, и вот-вот случится с Учиха, когда те передавят ту последнюю грань терпения жителей Канохи. Этим последним камешком на весы колеблющегося туманного будущего клана Учиха вполне могло стать нападение Саски Учиха на Хару Синджу. Однако последний, поистине мистическим образом уцелел, хотя шпионы докладывали Хиоши о явном попадании техники в жизненно важные органы, а также о весьма красноречивой реакции бесклановой протеже Цунади описали о появлении предателей семьи клана Итачи, таинственно ослепшего на второй глаз Акурат после чудесного исцеления Синджу. У каждого свои заморочки Шикаку как всегда прав. Почему-то среди всех Учиха именно во всех отношениях недостойны называться этой фамилией Итачи вызывал наибольший отклик столь редкого у Хиоши приступа уважения к сопернику. Клан Учиха потерял честь, как и сам его неудавшийся наследник, но они не стали частью истории и имели шанс реабилитироваться. Однако не было похоже, что они жаждали им пользоваться, а Итачи потерял последний глаз. Хиоши имел все шансы увидеть закаты едва ли не всех остальных кланов, претендующих на приставку великих. Узумаки вспыхнули последней яркой вспышкой, осыпавшись пеплом Акурат к ногам обезумевшего Намикадзе. Говорили, где-то по свету еще можно было отыскать разрозненных представителей красноволосых дьяволов. Где-то, но точно не в Канухе. И несмотря на то, что положение дел клана Хьюга оказалось самым выигрышным на фоне остальных, беда не минула и его дом. Когда 17 лет назад у его брата родился сын, а спустя год ему самому жена подарила дочь, Хиоши не дрогнул. Хотя это было досадно, но случалось и такое. Прецеденты, когда женщина успешно возглавляла их клан были. И женщина-глава вовсе не была подпоркой у специально отобранного супруга. Нет, к будущему главе клана предъявлялись одинаковые требования, что для женщины, что для мужчины. Впрочем, женщине в силу некоторых особенностей соответствовать им было сложнее. Однако не было ничего недостижимого. Едва оторвав Химуту о груди матери, Хиоши приступил к тренировкам. Научить сражаться раньше, чем ходить. Вот концепции всех долбадя хороших отцов и глав клана. И если тренировки шли относительно неплохо, и Химута по меркам клана рано пробудила Бьякуган. То в остальном девочке недоставало характера. Точнее тот у нее был, но вот беда совершенно непригодна для главы их клана. Химута жалела едва ли не каждую тварь. Если другие дети развлекались, отрывая бабочкам крылья, то его дочь едва не падала в обморок от этого зрелища. Она часто ходила, опустив глаза в пол, словно опасаясь задавить кого-то крайне маленького и столь незначительного, что кроме нее до этих букашек не было дела никому. Химута боялась отвечать на его удары. Сносила боль и унижение, сжавшись, совсем не гордо, а как маленький облезлый ничтожный котенок. У нее были явные проблемы с самооценкой. И дело тут было не столько в особенностях кланового воспитания, которое усугубило водные данные. Хиаши думал, что, истязая ее на тренировках, добьется в конце концов закалки характера. Увы, проверить выльются ли его усилия хоть во что-то стоящее не удалось. В день, когда предчувствующая какую-то гадость от новоявленных союзников Хакаги созвал собрание всех глав клана, его дочь выкрали из собственного дома. И никто ничего не видел. Это в квартале, где стены — это скорее фикция для создания иллюзии приватности, но и сохранения тепла. Случившееся плотно встряхнуло Хиаши, вскрыв сразу несколько нарывов. Первый из которых заключался в том, что кто бы и с какими целями не похитил Хина, то у них были сообщники в клане. Второй произрастал из первого. Не все так гладко, как кажется, и даже проклятые печати не могут застраховать от сети тонких интриг или же банального желания досадить ему личный и главный ветер клана, что давляет над остальной, куда более многочисленной частью клана. От открытого восстания Хьюга были застрахованы, но вот от подковерных игр с расшатыванием авторитета нет. Ведь если он оказался не в силах защитить дочь и наследницу, то что можно сказать об остальных? Тревога и проблески недоверия — вот что видел Хиаши теперь. И хотя с официальной точки зрения им и Хакаги было сделано все, что было допустимо, некоторые все равно считали, что он мог больше. Однако клан Хьюга не мог поставить свои интересы и сохранение редкого генома выше мира между скрытыми деревнями. Даже назначение Хиаши в совет не могло сгладить брошенного камня в кристально чистое, зеркальное озеро. Круги расходились по воде, и с этим необходимо было что-то делать. Клану нужна была стабильность. И сильная рука. Глядя на жену, что после пропажи дочери выглядела так, словно вот-вот покинет этот мир, Хиаши принял непростое для себя решение. В данный момент его положение в клане пошатнулось. Он был скомпрометирован. Лучший же способ упрочить положение главной ветви и смклану, что он владеет ситуацией — это назначить наследником наиболее способного ребенка. Эноджи, как сын его однояйцевого близнеца, более чем годился для этой роли. Он забрал ребенка из семьи брата, разбил печать и ввел в свою. Несмотря на то, что отец был против. Однажды, носивший оковы, навсегда останется их рабом и не сможет возглавить клан, жалея свои родичи из побочной ветви. И хотя Эноджи и был мал, и Хиаши постарался свести его контакты с родителями к минимуму, прислушаться к словам отца стоило. Вот только был ли у него другой выбор? Его супруга не выглядела способной произвести еще потомство, разорвать же брак значит, окончательно покрыть себя позором. К тому же у Эноджи было явное преимущество. Его не так-то просто было незаметно похитить. Уже сейчас его успехи были очевидны, да и мальчик догадался бы поднять шум в то время, как Хината, скорее всего, пищала, как жалкий полуутопленный котенок. Только вот судьба любит шутить. Потому как вскоре после того, как жизнь в кланьях Юга постепенно вошла в привычную калию, жена снова родила ему дочь. И вопреки традициям и здравому смыслу Хиаши с того самого момента, как взял малютку на руки, уже знал, что ни за что не позволит заклеймить Ханаби. Выходом оказалось объявление о том, что его дочь станет женой Эноджи. Только вот идти на это в самом деле он не собирался и может, он и привязался к мальчику, может, втайне и гордился им, но он не был его родной плотью и кровью. И отдавать дочь за практически сводного брата, ведь он с Хиаши были почти идентичными близнецами он не был намерен. Потому вопреки традициям наследник клана продолжал службу в одном из передовых отрядов Канохи. Там, где его запросто могли убить. Ханаби же воспитывали не как Химоту. Обжегшись раз и теперь каждый раз видя в тренировочном зале ее сжавшуюся сгорбленную фигурку, Хиаши не был столь строг с младшей дочерью. Ведь в самом плохом варианте клан мог остаться под началом Эноджи. Однако та сама тянулась к знаниям. Просила ее тренировать. У Ханаби было то, чего недоставало ее сестре. Воля и стремление к лидерству. Глядя на нее, глаза Хиаши волей-неволей наполнялись гордостью. И все же проходя мимо второй комнаты Хиноты, он всегда опускал глаза. Неприлично для главы кланы, однако в самый раз для дремного отца. Его жена умерла, подарив ему все же это нечаянное чудо в лице Ханаби. Его старшая дочь вряд ли задержалась на этом свете. В лучшем случае ее просто сразу убили и забрали глаза. В худшем Хинота стала инкубатором для полу Хьюга. Его люди прочесали все известные черные рынки. Хакаги лично следил за тем, чтобы из их клана никто и близко не подступал к облаку, что заставлял Хиаши лишь сильнее сжимать челюсти и с пугающим наслаждением представлять, как он медленно и совсем не Хьюговским изящным методом выдавливает глаза из черепной коробки Мината. В нем все крепли подозрения, что Хакаги чересчур хорошо заборотался с облаком и что его скользкому другу Арачимару срочно потребовался новый материал для исследований. И сегодня он наконец получил тому, если не первое подтверждение, то хотя бы тоненькую зацепку. Во всем том водовороте невыносимого шума, что производили полумертвые кланы Синджу и Учхо совершенно затерялся тот факт, что вот уже как полдня деревни наводнили невесть откуда взявшиеся родственники Хакаги. Причем слухи разнились так же сильно, как скачет настроение у Цунади Синджу. Сначала кто-то сообщил, что наводнившая деревню теневые клоны – это дело рук младшего брата четвертого, который, судя по резервам его чакры, был как минимум в родстве либо с Синджу, либо с Узумаки и раз у него не было отличительно алого цвета волос, а для Узумаки это был как-никак доминантный признак, от которого с грехом пополам удалось избавиться лишь Цунади и ее брата Наваки. Теория из Синджу выглядела убедительнее, хотя и не объяснял такого засилия, сопоставимого с легендарным уровнем самого создателя техники Табирамы Синджу. Так вот этот брат Хакаги с дочерью якобы находился на сверхдолгой миссии за пределами деревни, а сейчас возвратился вместе с Джирайей. Только вот Хьюго дежурили у главных ворот и с одним сыном вошли туда одни. Шпионы Хиаши вообще не видели никого входящего через главные ворота и подходящих под описание молвы. Абсурд в эту историю прибавлял совершенно нелепый слух, что дочь того самого брата Хакаги была наполовину Хьюго. Хиаши совершенно точно был в здравом уме, и он бы запомнил, если бы кто-то из его клана заключил брач на сау с родственником Хакаги. Ну или хоть с кем-то, кто имел столь отталкивающий цвет волос. Однако слухи крепли, обрастая столь мохнатыми подробностями, что вскоре у Хиаши начал дергаться глаз, а также чесаться руки. Ему очень не нравилось, когда имя его клана оказывалось замешано в подобной бульварщине, однако он решил подождать и не рубить плеча. Это было мудро. А визит к четвертому мог подождать до завтра. Только вот разбудивший его практически среди ночи племянник в картину только лишь слухов не вязался. Тем более что Ниджи был на миссии и только-только возвращался домой, потому в курсе слухов не был, а следовательно не должен быть предвзят. Однако и будить его просто так выходя с племянником в сад, Хиаши почти ощущал присутствие тех кошек, что начинали скрести в его душе. Хиаши сама, простите, что побеспокоил вас в столь поздний час, но информация, полученная мной, может быть крайне важна для клана, чуть сбившееся дыхание выдавал волнение Ниджи. Что до самого построения ту витиеватые фразы вот еще одна особенность их клана. Большая часть заслуги в том, что стена отчуждений между Хьюго и остальным миром принадлежала именно этой черте. Или вернее будет сказать клановой вышкаленности. Ну и лишенные зрачков глаза также вносили свою лепту. Тех же Учхо не отличить было от других Шиноби, пока те не активировали Шаринган. Ну и если бы те не носили на спине свой герб, потому как аксиома, что Учхо исключительно это темные, почти черные волосы и такие же глаза гибло под давлением примешанной крови. Блондина Учхо еще не рождалась, но каштановый оттенок присутствовал, как и более светлый цвет глаз. «Здесь можно говорить открыто», — произнес Хьюго, наконец отыскав нужное место. А именно относительно слепую зону, из которых их разговор с помощью Бьякугана прочитать было бы невозможно. Да-да, чтение по губам еще одна особенность клана. Я возвращался с миссией и почти вышел к нашему кварталу, когда увидел посреди улицы маленькую девочку. Одну посреди безлюдной улицы, совершенно спокойно рисующей на земле. Клянусь, Хьяши сама, до нашего квартала было рукой подать и я было решил, что кто-то не уследил за ребенком. Дети клана Хьюго по ночам спят, они рисуют посреди улицы, где их могут Хьяши. Идва заметно скривился, будто у него резко заболели все зубы разом. Похитить. Конечно, Хьяши сама, виновата кивнул Маджи. Я быстро осознал свою ошибку, потому что когда она развернулась, то я увидел обыкновенные синие глаза. Но девочка повела себя странно, она, словно узнала меня. И смотрела так, словно но не зная меня здесь быть не должно. А ведь уверен, что никогда ее не видел. Маджи, ближе к делу, иначе я решу, что ты зря вырву меня из постели. Недовольно поморщился Хьяши. Мало кто знал, но брошенные маленькие девочки — это едва ли не единственный пунктик, способный вывести его из душевного равновесия. Простите, вновь потупил Синеджи, но сделал это с явной неохотой. Естественно, Хьюго или нет, но я как Шина Белеста не должен был оставить ребенка в потенциальной опасности. Но на мое щедрое и благородное предложение, ближе к делу. Чуть повысив голос, потребовал Хьяши. Он не понимал, к чему ведет его любящий растягивать драматургию на пустом месте племянник. Девочка отказалась идти на контакт, заявила, что не потерялась, а ждет кого-то. Вела себя, как минимум наглая и вызывающая, а затем уклонилась от моей попытки захвата, а ведь я не церемонился с ней и в поддавки не играл. Не успел я исправить положение и теперь точно схватить ее, как появился четвертый Хакаги. Она назвала этого дедушкой, и Хакаги не возразил. Он велел мне молчать и исчез вместе с ней, едва ли не скороговоркой выпалил племянник. А почему ты решил, что семейные дела Хакаги так важны для нашего клана? Хьяши и правда желал знать, почему? Потому как известий нет, Минато мог быть таким же дедушкой, как и он сам. То есть это было практически невозможно, если, конечно, малоизвестный рот на Микадзе не был известен зачатием детей во времена Зеленого Генинства. А так как подобного Заминато не водилось, то было странно. И почему-то вспоминал из Тадич, иначе даже цивилизованных Хьяши, выразиться не мог о той дочери брата Хакаги, у которой мама Хьюга. Я успел активировать Бьякуган до того, как они переместились. И решил, что вам нужно знать, что внучка Хакаги обладает системой каналов чакры, схожей с нашей, одним подтвердил его опасения Миджи. У Хакаги есть дети. Ну и если есть внучка. И она похожа на наш клан. Присутствие Ханаби они заметили две минуты назад, но виду не подали, ведь в конечном итоге та тоже должна была вникать в дела клана. Однако эта детская непосредственность дочери Хьяши вздохнул. Ход его мысли плавно огибал всевозможные варианты, отсея и невозможные. Полагаю, что ты столкнулся плодом гены инженерия Арчимару, наконец подытожил он. Но откуда у них наш геном? Нахмурился Миджи. За последние годы лишь один член клана был объявлен безвестно пропавшим. Взгляд Хьяши посуровил настолько, что в нем можно было заморозить кого угодно. Но только не Ханаби. Его девочка решительно приблизилась к нему. Но почему-то звала его дедушкой. И да его дочь задавала правильные вопросы. Хакаги ведь совсем не старый. Хьяши молчал. Мозаика не складывалась. Кирпички понемногу ускользали. Саваться завтрак Хакаги и сразу бросаться обвинениями было нельзя. Как и проигнорировать все это? Однако он не был уверен, что сумеет выдержать тот разговор, а не ударит их Хакаги так, как давно мечтал, выбивая дух и парализуя течение чакры, чтобы тот оказался пред ним беспомощной куклой. Хакаги, которая не сможет солгать, но были Анбу, был клан, который он больше не мог подвести. Я с этим разберусь. И он повернулся, чтобы уйти, когда оброненная вскользь фраза племяненника пригвоздила его к дорожке. Да, у нее обыкновенные синие глаза, почти как у нашего Хакаги, да еще две странные полоски усики на щеках такие увидишь не спутаешь. Волосы нет, не как у Хакаги. Темно-синие, я бы сказал даже слишком синие Хьяши сама. Темно-синие волосы вовсе не были столь редким оттенком для Канохи, как пшеничный ужас на голове Четвертого, потому как это блондин, порой, казалось, что на всю страну огняц такой один. Однако именно таким оттенком обладала его покойная жена и старшая дочь. Цвет не то, чтобы совсем уж редкий для клана Хьюга, но проявлявшийся не слишком часто. Однако это было еще одним камнем в теории заговора Хакаги и Арачимару, в человечность последнего он не верил никогда. Минато же, казалось, только носит маску человека, в то время, как внутри него, быть может, давно сидит то же чудовище, что и у его приятеля. После нападения Кьюби они оставили у власти сломанного человека, и теперь его клан будет за это платить. Кто знает, что еще те успели наворотить с помощью генов Хинуты. И может ли быть, что скоро клан Хьюга станет не нужен Канохе? Он едва дождался утра, а теперь еще и пережидал старуху Кахару. Его шпионы молчали. Следы подозрительной девочки и фанатов второго Хакаги терялись в доме Синджу. Аккурат там, куда опасались соваться даже самые матерые разведчики из клана Хьюга. Внешне Хиаши никак не отражал бушующий внутри него ураган. Бессонная ночь не прошла для него даром за это время он успел прокрутить в голове сотни вариантов своего разговора с Хакаги, но так и не нашел приемлемого. Тем не менее, он был в приемной. Смотрел свысока на царящее там оживление. Просителей у четвертого было немало сегодня, только вряд ли он их примет. Наконец, старуха покинула кабинет наградив Хиаши долгим испытывающим взглядом, от которого у того едва не началась икота. Все же эта женщина всех их могла удивить. И она, наверняка, была в курсе ситуации, знала, зачем он пришел. Хиаши-сан, советница Кахару особо не церемонилась. Может, потому что считала себя слишком старой и одинокой, чтобы хоть что-то потерять. И все же отвлекаться с ней на разговор хоть и было неприятно, но необходимо. Как и никак, это была мудрая женщина раз дожила до своих сидин. Да, Кахару-сан, подчеркивая их равное положение, отозвался он. Только от такой пронырливой ста пожилой леди можно было ожидать, что его главу кланах Юга засунут в какой-то пыльный чуланчик для метил. Вот теперь поговорим. Кахару решительно задвинула дверь чуланчика, отрезая их от последнего источника света и заставляя его прижаться к ее дряхлому телу. Хиаши нервно сглотнул. Если их кто-то увидит в этом компрометирующем положении, на всякий случай он активировал Бьякуган. Вижу, ты на нервах. И не зря о том, что девочка на половину Хьюга я слышала из надежного источника. И каков твой надежный источник? Ему и, правда, было интересно, как ее осведомители оказались на шаг впереди его. Мой источник оттого и надежен, что о нем никто не знает, справедливо заметила Кахару. Не спеши рубить плеча, потому как здесь все куда серьезнее обычных шалостей Рычимару. Что ты имеешь в виду? Хиаши решительно не понимал, к чему эта пересоветница клонит. Полагаю, ты уже навел справки о том, что эти двое родственников Хакаги появились из ниоткуда. Прорыва периметра не было, через главные ворота они не проходили, как и какие-либо еще известные лазы в нашу деревню. Хакаги владеет техникой перемещения, потому это не проблема, справедливо отметил он. Верно, однако нашлись свидетели, кто видел, как они поодиночке выпали из воронки уж точно не похожи на техники четвертого. И что же ты полагаешь? Хрипло осведомился Хиаши не потому, что в горле оседала поднятая пыль. Какое-то время предполагаемый брат Минато носился по канахе с плащом, на котором было ясно выведено седьмой Хакаги. И я не думаю, что плащ был фальшивым. Повисло неуютное молчание. Каждый думал о своем. Техника перемещения во времени? Наконец, словно сам не верив произносимое им слово, произнес он. Возможно, а может и нет. В любом случае активно вмешиваться не стоит. «Дадим Минато шанс самому разобраться, пристально наблюдая со стороны. Мне бы понадобились твои глаза, Хиаши-сан. Мне необходимо это обдумать, так же ровно и чинно, словно они были, как минимум на приеме удаемя», — ответил он. Действительно, рубить плеча он и ранее не собирался, но и просто наблюдать, как того хочет наполовину выжившая из ума старуха еще и в таком союзе нет. Он сам во всем разберется. И решительно, а может даже и чересчур он направился в кабинет Хакаги. Судя по состоянию развороченных бумаг на столе, там явно бушевалось тихие ветра, либо же их правитель что-то самозабвенно искал. И то, и другое было любопытно, но отвлекало от сути. Однако начать непростой разговор Хиаши не дала оранжевая вспышка, от которой немного заслезились глаза, и которая в тот же момент превратилась в, действительно, похожего на намекадзе Шиноби. Только вот он был не один, а девочка, от которой было столько проблем, смотрела на Хиаши с непреоткрытой радостью, которую он и от Ханоби то никогда не рассчитывал да и не требовал дождаться. Хиаши вмиг стал неуютно, но еще глупее он себя почувствовал, когда, развернувшись к Хакаги и устроенному им бедламу, девочка страшным образом преобразилась. «Дедуля, ты испортил всю мою уборку!» С обидой шипела та, а ее короткие синие волосы повздымались и шевелились аккурат так, как вздымались только у одной женщины. Призрак кровавый Хабанера невольно встал перед глазами всех присутствовавших. Пленник, а маг о Саске, корень и правда оказался змеей. Потому как иначе шея бы так не зудела, а собственное тело не казалось чужим. Раньше его уже травили, спасибо профилактическим дротикам от Синси и Шицуни. Так Саске стал ловче и приобрел некоторый иммунитет, потому, наверное, физически ему сейчас было не так уж и паршиво. Чего уж точно нельзя сказать о его душевном равновесии. Он черти знает где лежит с плотной повязкой на глазах, которые хоть и ощущаются целыми, но мало ли, практически беспомощный вскоре после того, как убил своего единственного друга. А потом наткнулся на его родителей парочку сумасшедших санинов, которым он особо то и претензий не имел, ну так один обучил клятого четвертого Хакаги, но в остальном бежал Саске скорее от стыда, чем реально от страха. Только вот встреча с Мадарой или кто он там на самом деле. Накрылась нет, не медным тазом, скорее отвратительно бряцнувшими костями, когда он наткнулся на ту змею к слову, санинов всегда было трое. Саске застонал. Кажется, он начал осознавать глупь той необъятной жопы, в которую он залез. О, да. Звучит просто замечательно, чтоб вам всем гореть и долго. Сам он, похоже, такой роскоши лишён. Поскольку, очнулся, Саске-кун. Раздался притворный радостный голосок, от которого Учиху едва не повело. Арачимару. И как четвертый умудрился с ним связаться. Или психов тянет к себе подобным. И это кун, если Джирайя был просто извращенцем, то оттона Арачимару Учиху утянулась блевнуть. Ну-ну, дорогуша, не дергайся, понимаю, ты сейчас взвинчен, но расслабься. Голос змей звучал почти успокаивающе, но Саске от этого лишь сильнее забился в своих путах. Все, что ты мог похерить, ты уже похерил. Да-да. Жуткого сынина тянула философию. Не то, чтобы бы мне не хватало материалов для исследований. Тут я не жалуюсь. Саске на этом моменте ясно представил это темное подземелье с банками, в которых в спирту плавали выдранные с нервами шаринга на его собратьев, тех самых которых предал Итачи. Но ты, дорогуша, заинтересовал меня своими необычными глазками. Змей мерзко хихикнул. Такий ведь дефицит штучный товар в наше время, которого у Итачи уже не осталось, а у Шису лишь два. Что значит не осталось? Хмуро спросил Итачи, которого, кроме собственной конченной судьбы, также не могла не занимать судьба горячо ненавидимого брата. То и значит, Саске-кун, голос змеи прошелестел у него над самой головой. Итачи теперь слеп, словно котенок. Ну и как все еще хочешь его убить? Покарать за предательство? Хорош будет бой, не спорю. Калека против мальчика, который живет, чтобы отомстить. Казалось, Арчимару был почти счастлив от сложившейся ситуации. А вот Саске, ты лжешь. От прилива чувств Шаринган не просто чесался Жокси. Но не могло в его жизни быть такой подставы, чтобы одной целью раз и стало меньше. Причем Итачи всегда был главный, в то время, как Хакаги Саске предпочитал оставить на закуску. Вовсе нет один глаз он отдал за друга, но ты, наверное, знаешь ту чудную историю с вернувшимся едва ли не с того света Шисуя. Так вот, дорогуша, он и в самом деле там побывал, но недолго. Кто-то ведь должен был держать в узде расшалившихся очах. Тот, у кого репутация не такая потопленная, ку-ку, как у твоего братца. Ну, а второй, что второй? Арчимару вновь выпрямился и начал расхаживать по комнате, которая, как зябко надеялся Саске, не была лабораторией. Может, сам догадаешься. Одно скажу на кланучихо после твоей выходки с последним Синджу, никто не бежит с вилами да копьями, Хару жив. Саске даже прекратил ерзать и стараться расслабить путы. Пять баллов за неполное отставие мозгов. Арчимару картинно похлопал. Так что думаю, вопрос почему это числе подпал сам собой старший братец прибрал за тобой. И не только, Санин гнусно захихикал. Саске терпеть не мог хихиканье. Он и смех то с трудом переваривал, но даже все те звуки, которые издавали стайки гиен простить и его сверстниц не сравнились с тем мерзотным чувством, которое вызывал у него же манный змей. Хочешь знать, почему я с тобой еще разговариваю, а не разобрал на запчасти, а Саске-кун? Играл с ним Арчимару. Никому ведь ты не нужен ни клану, который считает тебя опасным сопляком, не стоящим и тени отца, ни деревни, которая смотрела лишь на твоя смазливая личка и мечтала поиметь. Причем не только женская половина, дорогуша, змею снова захихикал. Господина Хакаги ты откровенно достал, своим же выпадом в сторону уважаемого клана и побегом ты только что профукал свои без того призрачные шансы занять место главы клана. А еще развязал Хакаги руки сам ведь накосячил, сам избежал. Шису и дабы замять сей инцидент с радостью дал бы твою тушку мне на благо науки. Но не пугайся так, Саске-кун, Хакаги наш бывает сентиментальным вот и сейчас послушал твоего полудохлого братца да запретил портить твою шкурку. Так что, ку-ку, дорогуша, поделись каково это ощущать себя обязанным тем, кого столь лето презираешь? Да иди ты, едва не подчернел от злости учха. Его распирало от гнева, но втотолку Синси, готовый обучать его был далеко, а сам он унижен и раздавлен да еще и фактически лишен самой зыбкой надежды отомстить. Но так хотя бы Синджу живой. Утешение слабое. Крайнее. Я-то как раз никуда не пойду, и ты, дорогуша, тоже. Эксперименты ведь можно проводить по-разному, можно препарировать мозг в прямом смысле, а можно и безо всякого скальпеля и препаратов вылепять нечто новое. Этим-то мы и будем с тобой заниматься, Саски-кун, попробуем сделать из тебя, тут Арачимару многозначительно цокнул своим жутким раздвоенным как у змеи языком. Человека. Не выдержав всего этого сюра, мозг у чихи окончательно моргнул и выключился, оставив тело трястись в истерическом смехе. Ну-ну, дорогуша, ты ведь хотел, чтобы тебя учили? А кто как не самый хитрый и изворотливый сынен тебя этому научит? Потому мне нет нужды ни в веревках, ни в повязке ты сам останешься здесь, по своей воле. С этими словами повязка и путай, удерживающие его мгновенно пропали. Саске не нужно было много времени, чтобы привыкнуть к яркому свету, отойти от смеха и покалывания в затекших конечностях он точно знал свою цель. Глаза змея. Активировав сначала Шаринган, затем, теперь он знал это точно, его более продвинутую форму, Учхо впился взглядом в словно нарочно недвижно застывшего Арчимару, чьи животные зрачки были повернуты вертикально. Каково же было его изумление, когда Саске со всей дури вмазался в глухую стену вместо привычного мира Гензюцу. Кажется, его удивление отобразилось у него на лице, потому как Арчимару счастливо рассмеялся. Ну-ну, Саске-кун, а ты горячий парень. Как и весь твой клан, верно? Любите вы играть с Аганьком, только вот не весь он вам по зубам. Старайся, не старайся, а этот блок на разум мне сам Шинигами ставил, доверительно шепнул он обалдевшим Учхо. Как Шинигами? От всех его стараний с глаз у Саски потекла кровь не сильно, а я двое-двое все же. Еще спроси зачем Шинигами? Почему Шинигами? Почти добродушно фыркнул змей. В ходе научных изысканий кого только не встретишь о Боге, сам понимаешь, не любят, когда их тревожат всякие любопытные смертные. Но как и всякие разумные существа, мы сумели договориться. Я запрятал все маски, а также свитки-узумаки, которыми я призывал с Шинигами так далеко, что никто и никогда их не сыщет. А если и сыщет, то будет иметь дело с бессмертным мною неплохая такая плата за то, чтобы побыть сторожем. Потому, Саски-кун, ничего ты со мной не сделаешь, ни моих секретов не узнаешь, не убежишь, потому что единственными знаниями, с которыми я могу с тобой поделиться, ты овладеешь лишь став моим учеником, а ты скучно здесь стала. Тсуна сейчас долго ко мне носу не покажет, ее благоверно вернулся. А жаль, Арачимару прицокнул языком. Но ты же составишь мне компанию, дорогуша. И змея полтоядно ухмыльнулся, на что Саски лишь нервно вздрогнул и возвел глаза к потолку с немой молитвой, «Мадара, кем бы ты на самом деле ни был, найди и забери меня отсюда». Сходить с ума было абсолютно невесело. И вредно. Не столько для себя, сколько для здоровья окружающих. А Арачимару, и вправду, был безумен шенигами, бессмертие, выдает придурок. Но и при том дьявольский селен. Мадара должен был его отыскать. Просто обязан. А пока можно было и разучить пару техник этого безумца. Главное, не думать об иточии черт. Мадара не явился за ним ни через неделю, ни через две. Он уже начинал думать, что его, Саски учиху, вокруг которого по идее должен был вращаться этот клятый мир, забыли. Новостей из внешнего мира не было. И хотя логово, простите, комплекс подземных лабораторий Арачимару располагался около и внутри канализации Канохи, но выйти наружу он не мог. Конечно, такая мелочь, как то, что он по идее должен был быть объявлен там беглым преступником, Саски никогда бы не остановила. Зато останавливалась следящая за ним змейка-браслет, что настолько плотно вцепилась ему в ногу, что отодрать ее можно было только отхреначив ногу. Становиться шинобекалекой, чтобы затем устроиться и точить почти честную дуаль века слепой против хромого, Саски не хотел. А поэтому сцеплял зубы и тащился следом за своим придурковатым сенсеем. Арачимару в самом деле учил его полезным вещам. Так, к примеру, мотивчик, Глея, я маленький курносый чайник привязался к нему и не желал покидать голову даже после того, как Саски всерьез пытался самого себя отгинзюцать, глядя в зеркало помогло бы только как следует разбежаться и размазать мозги по стене, но Учиха не был сторонником подобного варварства. Потому, Глея Саски ходил за Арачимару хвостом, но как только пытался заговорить с кем-то из его помощников, коих в комплексе было немало, змейка тут же кусала его за ногу и следующие полчаса Учиха проводил, ловя просто сказочные глюки. И вот, когда Учиха с удивлением открыл для себя, что оказывается изнувает по обычному такому человеческому общению, Арачимару, светящийся так, как светится свежий фингл, набухающий на чует рожи, заявил, что нашел для него подходящую компанию. Саски тут же насторожился он и представить не мог, какую там подходящую компанию подобрал ему этот конченый псих. Однако реальность превзошла все ожидания. В комнате, куда пихнул его Синси, а затем провернул ключ, обнаружился некто до жути похожий на этого ублюдочного четвертого Хакаги, потому как не видел еще Саски в стране огня блондинов с столь отвратительным оттенком волос. Да и вообще нигде. Сюрприз, определенно, удался. Преданный, амакобытачий, есть разные определения понятий «преданный». Если в первом значении предполагалась возможность быть преданным не только условно, КХМ, одушевленному объекту, но и чему-то куда более абстрактному. Например, идеям. Во втором же значении этот числ оба представлял, как предать могут совокупность чьих-то взглядов и верований. Впрочем, в них можно было разочароваться и усомниться, дабы в конечном итоге предать их самому. Предать можно было и самого себя, или даже какую-то часть своего «я», отличающуюся от остальных слоев сознания несколько иным или кардинально иным представлением о жизни. Так, например, Итачи слишком рано познал эту дилемму. Идущая война окунала его в реальный мир полный противоречий и борьбы, когда шиноби разных деревень убивали друг друга независимо от росы, пола и цвета кожи. Важным был лишь маленький кусочек металлозащитный хитай, на котором были выгравирован лист или облако или другой символ совершенно незнакомый друг с другом. Люди, лично никак до сего момента не пересекавшиеся бились насмерть из-за маленького кусочка дешевого металла на их повязках. Естественно, Итачи было любопытно. Так, расспрашивая взрослых, он узнал о кровавой цене всех этих символов и о философии жизни, что стояло за ними. Раньше его предки точно так же проливали свою кровь и кровь клана Синджу, тогда символами служили гербы их кланов. История же стоявшая за ними оказалась куда более глубокой. И сложной, но маленькой Муитачи она всегда казалась довольно вдохновляющей. Настолько, что порой он позволял себе мечтать о том, что однажды Эканаха с другими скрытыми деревнями зароют кунной войны. Позже он узнает, что Синджу почти не осталось, а далеко не все в деревне настроены к его клану дружелюбную. Более того, вскоре Итачи осознает, что его соклановцы сами подливают масло в огонь разгорающегося недоверия Кучха. Их кровь. Их клан. Все это было древней Канохи. И многие продолжали жить по клановым обычаям, намеренно, а порой демонстративно игнорируя общепринятую норму поведений, противопоставляя себя остальным кланам, принявшим правила игры ради общего блага. Они не такие, как мы. Это Итачи слышал часто. От отца и не только. Учха. 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 И еще раз Учха. Чего у их клана точно было не занимать так это гордости, которую до сих пор уязвлял тот факт, что Мадара нет, а предал Канохуни вела социальный образ жизни. Больше всего его клан уязвляло то, что тот проиграл Хаширами Синджу, своему заклятому врагу и, как тихо шептались, другу. Синджу стал первым Хакаги, Мадара сначала добровольным изгнанником, а затем мертвецом. Неплохая деградация из основателя деревни, тень последних деяний которого несмываемым пятном легла на весь их род. О взглядах на жизнь клана Учха Итачи знал слишком хорошо, однако также он знал, что ему необходимо понять и дух Канохи, в целом, если, как будущий глава клана он хочет изменить настороженные отношения остальной деревни к клану и мнение клана, касаемо всех, кто не Учха. Потому, став Чиуниным, он не пошел в полицию Канохи, как все остальные. Итачи никогда не был обычным. Гений так его называли не только в клане, но и по всей Канохе. Пожалуй, в мнение о нем сходились даже те неявно противоборствующие силы. Впрочем, все тайное становится явным. И если раньше Итачи лишь подозревал, то вскоре был уверен. Жители Канохи были не в восторге от предыдущего нападения Девятихвостова, а также от упорно распространявшегося слуха, что нападением деревни сновь была обязана клан Учха. Точнее его отдельному, стыдливо спрятавшемуся из-за маску представителю, но факт оставался фактом. Благодаря тому, что источником слухов, несомненно, послужил сам четвертый Хакаги, у них было столько сторонников. Ну и спасибо Мадаре. Итачи знал, что в клане было проведено расследование. И хотя таинственного Шинобе, испортившего им и без того не самую радужную репутацию, не нашли Итачи знал, что даже его отец не мог поручиться, что виновный не скрывался среди них. Узнать правду оказалось невозможным. Что не мешало крепнуть стене отчуждений между Учха и остальным миром. Он рано повзрослел. Когда его сверстники только-только отырали сопли и становились генинами, Итачи уже служил в Анбу. Хакаги возлагал на него большие надежды. И отец с кланом тоже. Они все желали от него одного преданности. И Итачи был предан. И клану с семьей, и деревне с Хакаги. Несмотря на откровенную паранойю и уверенность в личности нападавшего, четвертый вызывал у него уважение. Четвертый Хакаги не принадлежал к какому-то влиятельному клану. Он был плодом той политики, при которой гражданским давали шансы пробиться в элиту мира Шинаби. Он был талантом. Еще в юные годы он дополнил и развил технику второго. Без всяких мам, пап и поколений, что собрали багаж наработанных и тщательно хранимых кланом техник. В детстве Хакаги казался ему лучом света. Его появление, и правда, сложно было не заметить на поле боя. Хотя тот никогда и не выпячивал открыто свою ю. Поразительно, но для Хакаги четвертый, в самом деле, был слишком скромен. Зато Итачи надолго запомнил его мягкую, ободряющую улыбку и жест, которые в клане Учиха вряд ли сочли быть допустимым, когда он, заторможенный и не вполне отдающий себе отчет, медленно брел между трупами Шинаби своих и чужих. Когда Итачи казалось, что реальность ускользает куда-то между пальцами, словно песок или вода, когда он внезапно осознал, что ему не хочется жить в таком мире, внезапно рядом возник он. Тогда еще не Хакаги. Просто Шинаби в жилетке Чиунина. Обычный парень с необычными способностями оказываться как раз там, где нужно. Он взъерошил ему волосы и спросил, не потерялся ли он Итачи, выглядел как ребенок, но ощущал себя стариком. Это был его первый бой, и он и в самом деле ощущал себя потерянным. Минато-сан, как представился Шинаби, в котором Итачи сразу с облегчением определил союзника, а не врага, не только с помощью своей техники подбросил его до ставки его клана, но и сказал, «Эта война скоро закончится». Почему вы так решили? После увиденного у Чихи казалось, что та вечно. Рано или поздно Шинаби надоест сражаться, просто ответил Минато-сан. Или у крестьян закончатся запасы еды и Шинаби придется прекратить, чтобы восстановить силы и дать миру отдохнуть. Но рано или поздно война все равно начнется снова. Итачи закусил губу. Вся история выглядела, как нескончаемое описание битвы с редкими пустыми периодами мира и восстановления. Возможно, но в наших силах попытаться этого не допустить. Его собеседник виноват и почесал в затылке. А как это сделать? Итачи и в самом деле хотел знать. Боюсь, волшебной пилюли универсального рецепта не существует, хотя мой сенсей пытается найти ответ на этот вопрос, подмигнул ему Минато-сан. Я тоже буду пытаться, чуть улыбнулся Итачи. Ведь если он будет пытаться не один, то что-нибудь да получится. Будем надеяться, вновь растрепал ему волосы этот странный Шинаби, а Итачи никоим образом не выказал своего неудовольствия. Позже, когда Минато отведет его к отцу, Итачи уяснит, что те знакомые, что немаловажно, уважают друг друга. Шинаби же, к которому отец так относился, был достоин внимания. Именно поэтому вскоре Итачи стал намеренно искать встреч с Джоуниным Минато-саномикази. Получалось этого не сказать, что хорошо желтая молния Канохи был неуловим. Или казался таковым. Благодаря той случайной встрече Итачи хорошо прокачал свои навыки поиска и слежки, пока не понял, что чаще всего Минато-саномикази обретается около иностранной комнаты Чекушины Узумуки. Последний он и был однажды обнаружен. Итачи не было всыпано по первое число лишь от того, что к ним подоспел сам Минато-сан, который и оттащил от него свою жену. Или девушку. Итачи не был уверен, но что-то между этими двумя было. Когда потом он решился и спросил мать об отношениях между мужчиной и женщиной к отцу, с подобным он соваться не рискнул и упомянул об одной импульсивной иностранной Куна-ичи, то мама, к его удивлению, счастливо улыбнулась и посоветовала больше не лезть к Кушине-сан и вообще поменьше наблюдать за взрослыми. Позже, проследив уже за матерью, Итачи выяснил, что та дружит с Кушиной-сан. Не так, как его отец, порой позволявший себе пропустить Саки с Минато-саном, а по-женски. Но там, по магазинам сходить, всех недавно родившихся, умерших и женившихся обсудить правда, это не мешало Кушине-сан в его глазах остаться весьма опасной Куна-ичи, каким-то образом всегда улавливающей его присутствие. Видимо, у Зума-ки, и правда, хорошие сенсоры. Были в окружении Минато-намикази и другие интересные шиноби. Например, его ученик Какаши-хатаки, который служил в Анбу, но о котором Итачи был весьма наслышан. Еще бы! Ведь тот был единственным Нючхо, носившим Шаринган и притом спокойно разгуливавшим по Канохе. Этим фактом были весьма недовольны в его клане, однако Какаши не трогали и Итачи сомневался, что это оттого, что тот был Анбу. Пожалуй, в этом была заслуга Минато-сана, как-то убедившим его отца. У Шарингана-хатаки вряд ли было криминальное происхождение. Хотя Итачи и сложно было представить, чтобы кто-то из его клана принес свой глаз в качестве подарка, а именно такую формулировку использовал Минато-сан. Позже он узнал, что в команде «Желтой молнии» был один из его родственников Абита, который отдал свой уцелевший глаз товарищу перед смертью. Итачи не осуждал тех, кто говорил, что Дадью Цучхо должно оставаться только в их клане, но и не имел ничего против Какаши. Ведь тот использовал свой подарок на благо Канохи, как и хотел Абита, о котором говорили, как о дурачке, мечтавшем стать Хакаги. Итачи же об этом никогда не мечтал, но, как и Абита, чувствовал, что любит не только клан, но и деревню. И он надеялся, что однажды ему не придется выбирать между двумя половинками своей преданности. Когда Минато-сан стал Хакаги, то в клаве это известие встретили без особого энтузиазма. Здесь бы все предпочли, чтобы отец Итачи возглавил не только клан, но и деревню. Некоторые говорились об этом в открытую. Сам Фугаку эти разговоры не поддерживал, но и не запрещал Итачи этого не понимал. Ведь ему казалось, что отец и четвертый Хакаги друзья, и это должно быть хорошо и для клана, и для деревни. Он думал, что это укрепит начавшую рушиться связь. Но он ошибался. Скорее это становление Минато-сан на Хакаги-сан и положило начало трещине их с отцом дружбы. Что, впрочем, не слишком влияло на отношения Кушины-сан и маму. Мама готовилась подарить ему братика или сестренку в то время, как Кушина-сан ждала их с Хакаги первенца. Правда, о связи четвертого с ней нигде особо не афишировалось. Итачи долго не мог понять причину, пока не случился девятихвостый лис. Кушина Узумаки оказалась джинчурики, как и когда-то до нее была жена первого Хакаги Мита Узумаки. Из того, что Итачи удалось нарыть на биджу и на их носителей, выходило, что печать во время родов становилась нестабильной, чем и воспользовался некий недоброжелатель в маске, похитив лиса и устроив всей конохи жуткую встряску. Итачи никогда не стремился стать Хакаги, но он не понимал, почему, зная об этих особенностях, главы Кану Хилиса, по-прежнему, запечатывали в женщин. Неужели нельзя было выписать Узумаки мужского пола до того, как деревни водоворотов канет в лету? И как затем запечатывать самого сильного биджу, если только Узумаки хватало чакры их сдерживать? Ведь те были вымирающим кланом. Как Синджу, которым тоже могли их сдерживать. Однако он не был Хакаги, он был лишь мальчиком, рано повзрослевшим и пробудившим Шаринган, рано научившимся убивать, чтобы не быть убитым, которому затем надлежало возглавить клан Учиха. В ту ночь он прижимал к себе маленького братишку и беззвучно молился, чтобы Минато-сан справился с этим чудовищем. Ничего другого Итачи сделать не мог. Его задачей была защита Саски, пока большая часть его клана защищала деревню. Он уже был на порядок умелее многих из них, но переказ отца был ясен. Да и если враг порвется в их квартал Итачи, был нужен братику и клану. Задача же Хакаги защита деревни. Минато-сан ее провалил. Нападавший вырубил, но не убил четвертого. Эту странность Итачи также занес себе в заметки. Может, враг хотел тем самым опозорить Хакаги или заставить страдать, показав, что случилось с деревней, которую тот не мог защитить. Это имело смысл. Как и похищение ребенка, из рождения которого и стало возможно похищение лиса. Вопрос лишь в том, чем же Минато-сан так насолил нападавшему. В том, что это было что-то личное Итачи почти не сомневался. Кушана-сан была мертва. Она сумела выжить после извлечения Девятихвостого, но пожертвовала собой, чтобы избавиться от демона раз и навсегда. Канаха была спасена. Только вот позже Итачи узнает, что Биджу было необходимо, что у других скрытых деревнях есть хвостатые звери, подобные лису. Общество в Канахе лихорадило. Одни откровенно призывали к отстранению не справившегося с ситуацией Хакаги, другие не спешили с выводами. Ведь не справился с Девятихвостым не только четвертый. Погибли третий Хакаги и советник Хамура неслабый Шинобе, несмотря на почтенный возраст. Четвертый же был еще молод и то был первый его промах, молодому Хакаги еще было куда расти. В то время, как раскачивающий лодку Данзо был стар и явно проигрывал Минато-сену по уровню эмпатии и привлекательности, что для основной массы жителей Канахи, также было важным. Неизвестно откуда, но в деревню утекли слухи о Кушане-сан, о том, кем она была и что сделала. Хакаги жалели. Не лучшая основа для отвоевывания и уважения. О его пропавшем сыне говорили, что тот полудемон, раз рожден от Джинчаурики, и что враг неспроста украл ребенка. Итачи не понимал их. Казалось, все забыли, что и дети первого Хакаги были такими же. Итачи не пускали к Минато-сану, но он все равно проник в больницу. После он решит, что лучше было ему тогда послушаться и оставить попытки. В палате глазами Хакаги на него посмотрела бездна. Физически четвертый был в порядке, но в остальном Итачи не забудет этот пустой взгляд. Позже он узнает, что в тот день четвертый, сокрытый под маской Анбу, вернулся с безрезультатных поисков нападавшего. И что искал он его не только за пределами деревни, но и в квартале Учха. Человек в маске растворился, словно был призраком. Собаки не смогли взять след все в конохе, было пропитано чикрой девятихвостого. Он не носил хитая. Его фигура была обычной и таких как он миллионы. И только почудившийся Хакаги Шарингон в прорези маски был единственной ниточкой. Это мог быть почти кто угодно из клан Учха, кроме детей. Но куда он делся на Хакаги? Ревущего младенца живьем не утаишь, а мертвым его вероятнее подкинули бы четвертому в назидание. Это было странно. Хакаги потребовалось три дню, когда он действовал в закуле сьех, незамеченном ускользая из больницы. На четвертый он выступил перед жителями. Это был уже не тот Минатан и Микази, с которым когда-то познакомился Итачи, но он поклялся найти виновного и сделать все, что в его силах для защиты деревни. И ему поверили. Потому что теперь четвертый Хакаги выглядел, как тот, у кого ничего не осталось, кроме деревни. Вряд ли бы он пережил свою отставку. Но до этого не дошло. Несмотря на накалившуюся обстановку, дайми и главы кланов не пошли против неожиданно выступивших единым фронтом в защиту Мината сына троицы сынинов. Даже Арачимару, который и сам хотел быть в Хакаги. Отца особенно тревожило последние обстоятельства. О Синине, заключившем договор о призыве с могущественнейшими змеями, называя вещи своими именами, самому напоминавшему ону, ходили разные слухи. И хотя Арачимару никогда не верил в людоедство Арачимару, в особенности, в его увлечении пожиранием маленьких, непослушных генинов, засекреченные эксперименты Синина вызывали сомнения. Теперь же хобби Арачимару приобрело легальный статус. А Синин возглавил секретную исследовательскую лабораторию, на которую выделялось финансирование, а тайны разработок охранялись Анбу. Возможно, отчасти его желание приоткрыть эту завесу и сподвигло Итачи стремиться на службу именно в это элитное подразделение. Минато-Сан изменился. Политика деревни как внутренние, так и внешние стали жещие. Мир между скрытыми деревнями напоминал состояние скрытой войны. За заказы, за клиентов, за техники, за редкие геномы тут-тут, то там на карте очерчивался очередной кружок локального конфликта. Итачи мечтал о мире для всех Шиноби, по факту же даже его кланы Киноха находились в подобном состоянии. И несмотря ни на что, фигура четвертого Хакаги продолжала манить его. Он не идеализировал ни отца, ни Минато-Сана. Они оба в чем-то заблуждались, а в чем-то нет. Когда Итачи вступил в Анбу, отец непрозрачно намекнул ему о роли шпиона. Когда Хакаги вызвал его к себе, то озвучил схожую просьбу, прозвучавшую как приказ. Минато-Сан был при Маринене, сказал, что примет, если Итачи откажется, но тогда ему придется забыть о действительно важных интересных задании, тех на которых его потенциал раскрылся бы наилучшим образом. Итачи не отказался, дозированно сообщая информацию двум главным ориентирам в своей жизни. Его наставником в Анбу стал Хатаки Какаши. Какаши был единственным, кто под маской Анбу носил еще одну маску. И у Хатаки было одно явное сходство со своим псин-синь. Если хорошо вглядеться, то можно было увидеть растущую в них пустоту. Глядя на то, как Какаши выполнял миссии точно, быстро и безо всяких сожалений, кто другой бы решил, что вот он идеальный образец Шиноби и пример для подражания, но не Итачи. Хатаки в эти моменты напоминал бездушную машину для убийств. И это было бы не так плохо, не будь он таким почти все время. Только рядом с Минато сыном Какаши становился другим, больше похожим на человека. То же можно было сказать и о Хакаге. Но этого было недостаточно. Итачи это видел. Видели и другие. Те, кто близко знал прежнего четвертого. Джирайя, тот сынин, что искал путь к достижению мира, все чаще ругался со своим учеником, а в глазах его постепенно исчезала теплота, вытесняемая сожалением. Порой Итачи сомневался сбегает ли тот, как вошутили злые языки, от своей жены на миссии по разведке, или же делает это, чтобы оказаться подальше от ученика, который вместо того, чтобы строить мир, готовился к войне. Итачи много наблюдал и еще больше думал о судьбах клана, деревне мира. Радовало, что не его одного волновало это. Учиха часто называли гордыми и эгоистичными, однако Шисой разбивал это предположение. Он стал его другом. Даже ближе. Братом. Саски пока был слишком мал и глуп, и ужасно обидчив. Ведь со всеми своими обязанностями от отношения к деревне и клану, Итачи уделял ему совсем мало своего времени. Мог бы уделять больше, но беседы с Шисой о будущем стали его воздухом. Они понимали друг друга и положение, в которое постепенно загоняли себя Хакаги и клан Учиха. И то какую роль во всем этом играет командир формально подразделения Анбу Итачи были большие сомнения по поводу наличия реальной власти Хакаги над корнем советник Данза. Создавалось весьма нехорошее впечатление, что целью последнего было ослабить или избавиться от клана Учиха, а также дискредитировать Хакаги, чтобы занять его место. Итачи всегда прорабатывал именно худший вариант, в то время, как Шисой он покачал головой. У его друга был один очень весомый даже не недостаток, а особенность. Шисой был добр. Пожалуй, даже слишком. Не доставало ему и решимости. Они обсуждали вариант, в котором Шисой с помощью своих удивительных способностей наложит гендюцу на весь их клан. Та странная более продвинутая форма Шарингана, которую Итачи сначала узрел у Кукаши, а затем и у друга, могла это обеспечить. Однако Шисой тянул. До тех пор, пока не стало слишком поздно. Данза каким-то образом узнал о силе его глаз. И что было дальше, Итачи не любит вспоминать. Но теперь Мангекё Шаринган пробудился у него, а глаз Шисой сжег ладонь, но был почти бесполезен. В ближайшие лет восемь верный ворон должен был сохранить его. От бескровного плана приходилось отказаться, если только не выковырить из глазницы Данза украденное. Только вот близок к последнему Итачи не был. Что он, что Кукашиан бы четвертого, не корни. И неизвестно было, кто вперед решится действовать, его отец Эля Данза, получивший столь мощный козырь. Клан Учиха считал себя притесненным не то, что у них не было на то оснований, но и избранный метод был самоубийством. Так считал Итачи и он, надеялся, что отец думал так же, но отступить последнему мешала честь. И как же это глупо честь, которую, и по мнению Мадары, весь их клан запятнал. Велика честь погибнуть самим и утащить на тот свет шинобе деревни, которые присягали, частью которой являлись. Ослабить Канаху, сделать уязвимой для других скрытых деревень. Какой бы выбор Итачи не сделал, он бы предал часть себя. И любое его решение было бы ужасным, но в одном его клан мог сохранить шанс на жизнь, а деревня остаться целой, а в другом в котором Итачи проигнорировал бы известную ему информацию и оставил бы все эти своим чередом, да и он, и клан сохранили бы честь, хотя Итачи бы не сохранил. Он ведь он бы, преданный в первую очередь Хакаги и деревне. Жертв было бы больше. Но его отец не покончил бы с собой. Итачи видел тело. Любой бы, кто увидел характер раны, понял, но четвертый предпочел сокрыть правду. Итачи не был на похоронах, в клане он теперь был хуже, чем никем, но не своя загубленная честь и жизнь волновали его. Он оказался ужасным сыном. Братом. И наследником клана. Та часть его души, что была предана клану, горела в муках и сегодня. Но, будь у него снова тот же выбор, Итачи все повторил бы. Он никогда не забудет, как заплетающимся языком повидал правду Хакаги, как тот сжал его плечо и коротко посмотрел в глаза, на секунду став похожим на себя прежнего. Минатэ-сан поверил ему. Безоговорочно. Поверил. А отец не стал отпираться, как и драться. Итачи последовал за Хакаги. Он вошел в тот момент, когда все уже было кончено. Когда четвертый склонился над телом его отца, а на лице его была написана странная смесь эмоций от удивления и ужаса до легкой обиды. Итачи его понимал. Ведь отец умер, а они остались. Разгребать все это. Клану нужен был лидер, а также то, что сможет остановить дальнейшее кровопролитие. Его мать была не способна на это, а Саски слишком мал. Итачи знал лишь одного чеху, кто мог бы с этим справиться, но Шису был мертв с другой стороны. В том же старом свитке была техника, не даром ставшая запретной, но Итачи применил ее. Шису вернулся к жизни и получил свой отданный на хранение глаз. Итачи ослеп на один глаз и ни о чем не жалел. Хакаги пообещал разобраться с Донзой и вернуть второй глаз Шису, в котором, как они надеялись, сохранилась возможность для наложения гендюцу на весь клан. В ту ночь Итачи узрел всю отвратительность и подлость приемов Рачимару. Именно к нему обратился за помощью четвертый, пообещав катакумбе корни он не был там, но Минат и сам вернул им глаз, несмотря на то, с каким сожалением на него смотрел змейный Санин. Благодаря Рачимару, на следующее утро вся Кинаха узнала о том, что все пропавшие в Канохе это дело рук Данза, что тот оставил опыты над жителями собственной деревни. Обошли деревню и фотографии, много фото. При том самого Итачи не оставляло чувства, что часть образцов Рачимару приволок и разложилась своих запасов. Просто потому что большая часть тайных убежищ корней была заминирована, чтобы проникнуть туда нужно было много больше времени, хотя он не отрицал, что подобное там вполне могло обнаружиться, но Рачимару казался ему омерзительным, что не было поводом нападать на него, пока тот не пока тот играл на их стороне. Пожалуй, сделки с совестью это то, к чему Итачи так боится привыкнуть. Данза был дискредитирован и мертв. Его сторонники по большей части тоже те, же кому удалось уйти их было немного, но они были. В квартале у Чихо все же произошла чистка. Погибли почти все активисты восстания и самые дальновидные затаились. Но их осталось мало, они были разобщены и лишены должности в полиции Канохе. Итачи понравилась идея о том, что в полицию теперь принимают всех. И клановых, и бесклановых, так у его клана, тех что остался, не будет иного выбора, кроме как плотно работать с другими шиноби либо на службе у деревни, либо в полиции. Именно так, и не иначе можно преодолеть бездну между Учихо и остальным миром. Еще бы знать, как вернуть веру в его клан у остальной Канохи, если бы она не гласная политика на сближении, проявлявшаяся в реформировании полиции и в поощрении в переселении из квартала кланов в центр деревни, все это могло помочь. Как и проведенный Шису и сеанс Гиндюцу, под который не стали подставлять детей, дабы сил и действий хватило на остальных они ошиблись. Саски тоже должен был быть там. Его брат глупый, глупый младший брат. Теперь он ненавидел Итачи так же горячо, как до этого боготворил. Это было больно, но закономерно. Куда важнее то, что эта ненависть не заканчивалась одним Итачи, в круг ненависти Саски входил и Хакаги, и вся деревня, в целом. Для того, кто должен был возглавить клан, его брат подходил меньше всего. Изменить это Итачи не мог. Саски искал его. А он всегда чувствовал его приближение и бежал. Не потому что боялся обвинений, справедливых, тут Итачи не спорил, а потому что не хотел силеней распалять эту ненависть. Хотя и надеяться, что Саски забудет его, было глупо. Прятаться за маску Анбу было удобно, за ней не видно эмоций с ней он мог не переживать за то, что драгнет главное, было в совершенстве держать язык тела. В его клане были те, кто умел читать. Например, Изуми. Его невеста. Теперь уже бывшая. Хотя Изуми одна из немногих, кто потом нашел его, но не с тем, чтобы обвинить в предательстве, наорать или напасть нет, она просто пришла и долго на него смотрела. Итачи был пригвожден ее взглядом к месту. Он просто стоял и ждал, когда та хоть что-то скажет или сделает. Но Изуми просто повернулась и, не сказав ни слова, ушла. Уж лучше бы она кричала и пыталась его побить. Ее ударом он бы не сопротивлялся. Больше Изуми он не видел, словно та избегала его. Как избегала его мать. Он видел ее за эти годы лишь мельком. Итачи оставалось лишь гадать, что в действительности Танем думает, что Иоанна и Саски были живы. И это было главное. И сам Итачи еще мог послужить, как деревне, так и клану. Пусть клан об этом и не знает. Прошло время доверительных бесед с Шисуи не только от того, что у них обоих слишком плотный график или им нельзя, чтобы их видели вместе. Нет, просто Шисуи и Шисуи тоже изменил к Итачи свое отношение. Нет, он никогда не говорил ему прямо, но Итачи знал, что их дружба умерла в тот же день, что и его кузен шагнул с обрыва. Осталось дело. Общее дело спасения клана и реанимации его отношений с Конахой. А еще Саски. Саски был их общей проблемой, увы, неразрешимой. Запас терпения Хакаги не был безграничным. Выходки Саски носили все более пугающий и вызывающий характер. В деревне над ним смеялись и одновременно боялись, в клане его также серьезно не воспринимали. Саски застыл в своем состоянии обиженного ребенка. Причем обиженного на весь свет. Они постарались подобрать ему команду. Девочку-тайную воздыхательницу, потому как все лучше презрения или страха. Последнего Синджу на удивление здравомыслящего. Глядя на разумность ребенка двух взбалмошных снинов, у Итачи Шисуя рождалась робкая надежда, что Хару сумеет, если не воздействовать к лучшему на Саски, то хотя бы сдержать его. Хакаги был с ними согласен. Ведь кто знает все начиналось с противостояния Учиха и Синджу и быть может закончиться их дружбой. Все и едва не закончилось. Саски и вправду подружился с Хару, потому как иначе не обрел бы Мангикю, но это не удержало его от ненависти, пожравшей душу и застелившей разум. Его брат был нет, и Итачи не хотел верить, что совсем пропащим. Не хотел, но, жертвуя оставшимся глазом, чтобы исправить содеянное им, ловил себя на мысли, что делает это больше ради мира между Учихой и деревней, нарушить зыбкое состояние которого могло убийство последнего Синджу. Потеряв на век возможность видеть этот опостылевший ему свет, он не стал посылать за братом погоню. Это было ни к чему. В деревне того ждет разозленная Цунадия лишняя шумиха. Для всех будет лучше, если Саски на время исчезнет. И как бы Итачи не любил Арчимару, но тот с его сетью шпионов не выпустит столь ценный кадр, как Учиху, пробудившего Мангикю. Саски будет в безопасности, под присмотром, пока глаз Шису не перезарядится. Арчимару не посмеет тронуть Саски. Тот в безопасности, пусть и в запертии. Пусть осознает свое поведение. Может, это поможет, раз более мягкие методы оказались безрезультатные. За секреты клана Учиха переживать не было смысла, он догадывался, почему большую часть восставших хоронили в закрытых гробах. А Арчимару, наверняка, теперь знал о строении Шарингана чуть ли не больше самих Учиха. Глянуть бы на эти записи, лучше скопировать клану бы пригодились. Итачи дергает плечом. Все. Теперь уж точно. Это без него. Он за бортом. Вне игры. Впервые за столько лет. Он может просто лечь и умереть. В его жизни нет больше цели, хотя он и хотел бы узнать, что случится с Саски, кланом и Конохой, но это больше не его зона ответственности. Итачи выдыхает. Воздух слегка прохладен. На крыше почти тихо. Хару и Сакура уже ушли. Синджу его неуклюже поблагодарил. Итачи сдал короткий смешок. Этот парень только что умер. От рук его брата. Но не забыл о вежливости просто удивительный Шиноби. Какаши все еще был рядом. Он ни единым шорохом не выдавал своего присутствия и умел быть по-настоящему бесшумным, становиться тенью невидной и неслышной. Но Итачи всегда умел различать его присутствие. Хатаки был здесь. С ним. Будто думал, что Итачи специально разбежится и опрыгнет с крыши. Глупо. Это ведь его бы не убило, да и он не видит в этом смысла. Вообще ни в чем не видит. Он ведь слеп. Смешок перерос в покашливание. Итачи Болин и Болин давно. Его осматривали лучше и Хакаги была беспокоена его здоровьем. И все, в том числе и Цунади, сходились в одном. Помочь ему невозможно, его ни дуб ни телесный. Часть его души, то, что он предал в тот день она умерла, а теперь разлагалась, отравляя трупным ядом. Силы утекали, несмотря на вливание целебной чакры. Все лекарства и обязательный приказ Хакаги сеансы в госпитале лишь оттягивали неизбежно. Итачи недолго протянет, отказавшись от всего этого. И все же Кокаши был рядом. После того, как он утратил право на фамилию Учхо и потерял дружбу Шису, Хатаки стал его другом. По крайней мере, они наиболее доверенным дуэтам Хакаги вместе несли службу, тренировались, а после соревновались в кулинарном искусстве. Забавно, но это было их общей тайной. И пусть Хатаки лжет сколь угодно, что не любит соревнования. На самом деле, Итачи знал, что это его страсть. Как и соревнования с гаем в скорости, ловкости и прочем, на что была только способна богатая фантазия зеленого зверя. Кокаши готовил собственноручно пойманную форель пятьдесят тремя разными способами. Итачи знал только один рецепт данного, но тот был идеален. Хатаки идеален не был, но это и делало его собой. Все эти мелочи, все они, будь то непреодолимые пристрастия к сладкому или же любовь к творчеству Джирайи, все это все еще делало их людьми, не машинами для исполнения приказов и тренировок. Они были одиночками, но понимали молчание друг друга. Сейчас Кокаши молчал по-особому. Он был растерян. Не знал, что делать. Зато Итачи знал. «Проводишь меня?» Мягко улыбнувшись, спросил он. Мгновениями позже на плечо легла знакомая ладонь. Они не видели эмоций друг друга, сокрытые под мазками, но Итачи знал, что сейчас Хатаки что-то для себя решил, слишком уверена была ладонь. Знать бы еще что, тьма. Она была повсюду. Окутывала своим одеялом и дарила покоя безмятежность, убаюкивая своей чернотой Итачи, наконец умиротворен. Он получил то, что заслуживал. Слепота не страшила его. Она была закономерным итогом. Еще пара лет столь активного использования единственного глаза и он ослеп бы постепенно и до конца. Сейчас же его слепота принесла благо. Не позволила угаснуть Родис Инджу, а ненависти к клану Учиха вновь подняться. А Итачи получил то, что заслужил предатель. Вечную тьму. Полную внутренних демонов. Но не сегодня. Сегодня он умиротворен и расслаблен от того, что все наконец разрешилось. Призраки прошлого, говорящие голосом отца, будут мучить его позже, сегодня их время не наступило. Только Итачи вздрогнул, тело его покрылось холодным потом. Он узнал эти шаги. Как же давно, но как давно он их не слышал. Мелкие, нерешительные, почти на грани слышимости и все такие же грациозные. Сердце сдавило, потому что он не слышал в них прежней легкости и энергичности. Кто мог сказать ей? Точно не Хакаги, у него сегодня своих забот, помимо Саски, не в проворот. Какаши? Руки свела болезненная судорога. Да тот мог. Сразу после того, как навестил и провел беседу с Арчимару. Вот что он задумал, но зачем он ведь не Итачи едва задохнулся, когда аромат привычных легких духов ударил по рецепторам, возвращая его туда, назад в отчий дом, когда тонкая прядка волос защекотала нос, а теплое дыхание согрело озябшее лицо непривычно холодное. Состарившаяся ладонь мягко легла на щеку, затем ее рука дрогнула, а раздавшийся затем полузадушенный всхлип и вовсе разбил все иллюзии, едва не вернувшие его в практически бессознательную счастливую часть детства, когда можно было спокойно прижаться к родной груди, плакать и реветь, не опасаясь быть одернутым строгим родителем. Мама рвано выдыхает тон, тщетно пытаясь вновь поймать хотя бы ладонь, но натыкается лишь на пустоту. Шаги удаляются. Она бежит. Бежит прочь. От него. Мама повторяет тон снова, незрячие глаза подозрительно щиплет. Итачи все еще чувствуют ее запах в комнате, а щека горит, словно от пощечины. Он не плакал, когда отец покончал с собой из-за него, но чувствует, что слезы подошли к своему краю сейчас. Итачи больше не хочет тихо умирать во тьме, упиваясь тем, что он сам себя покарал. Он должен обязан снуть путь к свету хотя бы для Саски, чтобы мама не потеряла их всех. Но шаринг он и есть. Если Хакаги надавит, то Арачимару с ними расстанется. Совсем другой разговор, что тем самым они признаются в том, что украли их у восставших у Чихо. Этого допустить нельзя. Итачи обхватил голову. Ему могут приживить обычные глаза от донора. Дождаться подходящих не так долго. Шиноби часто умирают. Такова служба. Раз уж у Кукаши прижился шарингом, то и наоборот должно сработать, да. Итачи чуть улыбнулся. Так будет правильно. Справедливо он бы даже сказал больше не у Чихо теперь по-настоящему. Он не будет спать эту ночь, но безошибочно определит то время, как в его дверь раздастся непривычно тихий для этой женщины стук. Итачи не надо видеть, чтобы, открыв дверь, поприветствовать полуденную гостью. Цунади-сан, проходите до нова. Нет, он чувствует, как кари глаза вцепились в него. Я пришла по делу, Итачи. Разумеется, он кивает. Так, чем обязан. Твой брат Цунади задыхается, тяжело сопя. Она явно пыталась обойтись без тяжелых выражений, и старается взять себя в руки. У нее получается. Все-таки умнее собраться в нужный момент одно из самых важных для Ирьянина. Как бы мне не хотелось его удушить, но благодаря тебе мой сын почти в порядке, почти. Итачи и правда удивлен. Шисой вернулся прежним или ему просто было не до того, чтобы подмечать все мелочи, а после тот от него отдалился. Он, сынен странно швырнула. Видел моего деда первого Хакаги и его брата. Поэтому, до Хару почти в порядке. Но я пришла не за тем, чтобы грузить тебя нашими проблемами. В дверь впечатался кулак. Не сильно, потому что та выдержала. Есть парочка подходящих донорских глаз, ты же не станешь ждать, пока те протухнут. Нет, Итачи склонил голову. Спасибо. Я только отдаю долг, твердая рука берет его под локоть. Операция прошла успешно. Итачи слушает это, едва дергая носом. На глазах плотная повязка. Недавно заходила Цунади и строго запретила их снимать без нее. За три дня, что он здесь, к нему не заходил никто, кроме медработников, из которых он ясно различал только Синджуэса, командницу Саски Сакуру. Та ловко проскальзывала в открытую дверь и тихонько, думая, что он не знает, что она тут жадно рассматривала его несокрытая маска и лицо. Итачи же отличал не только ее движение, но и аромат шампуня. Забавно, но Сакуру пахло именно вишней. Он чуть улыбнулся, отчего девочку вздрогнуло. Очевидно, девочка ловила его сходство с Саски, даже мимолетное. Глупая, глупая влюбленная дурочка. Как же глупо любить того, чей клан никогда не допустит этого союза. Как глупо любить того, кто не ценит и не оценит этого дара нежной чистой любви. Невольно он вспоминал Зуми. Ее лицо, ее улыбку. В окружающей его тьме то светилось ярко, он запомнил ее до мельчайших черточек или же по нежному, все еще лелеемому, в сердце образу пробежала трещина. Он не помнил, не помнил, были у нее ямочки и Зуми четыре года, как замужем. Он словно вор, следил за ними с крыши. В какой-то момент ему стало плохо, потому что она посмотрела на то место, где только, что прятался Итачи. И Зуми выглядела счастливой, убедившись в этом, он с тяжелым сердцем бежал оттуда. Он не имел никакого шанса тревожить ее хрупкое, собранное из осколков счастье. Наверное, можно было считать прогрессом-то, что ее лицо наконец начало понемногу стираться из его памяти. Так, что даже сильнее его в сознании отпечаталась взбалмошная девчонка со смешными розовыми волосами, что была влюблена в его младшего брата настолько, что по полдни торчала в его палате. Итачи, против обыкновения не возражал, притворяясь, что не замечает ее присутствие. Потому как ее присутствие позволяло не думать об отсутствии остальных, предположим, Минато сам мог отправить Какаши на миссию. Мог хоть он и редко их отсылал далеко от себя. Но сам Хакаги его не было, и это тревожило Итачи. Он бы заметил переместись тот хоть на мгновение сюда. Сказать, по правде, Итачи не ожидал, что вообще будет испытывать это чувство, но оно было. Он чувствовал себя преданным. Настолько, что дождавшись на третий день, когда Сакура уйдет со своего добровольного поста, он резким движением сорвает повязку, не обращая внимания на более отвратительный треск, отрываемый присохший к бинтам крови снять повязку одну. Разлепить, слипшиеся от дно и сукровицы веки другое. Но Итачи, сдавлено шипя, справляется. Мир не скоро обретает четкость, и то не до конца. Он понимает, чтобы зрение окончательно восстановилось, нужно время, и все же он чувствует прилив радости, за которую его тут же начинает покалывать стыд, ведь такой предатель, как он не должен радоваться, и все Итачи счастлив, что снова смотрит на мир обоими глазами. Только вот радость исчезает, словно сдутый шарик. Он зацепляется за ощущения, буквально на краю сознания, но оно есть. Эти глаза ощущаются почти как родные, словно они и были его. Он чувствует, что может активировать шарингом. Прерывистый вздох вышибает весь воздух из груди. Донорские глаза, донорские мучим и жутким предчувствием, он тянется дальше, больше по наэтии, чем что-то осознавая из глаз бежит уже горячая кровь, но он делает это. Активирует Мангикё. Чувствует его вращение и то, что с него, словно сняли все ограничения. Такое описывали лишь в древних летописях. Рецепт обретения вечного Мангикё, от которого не слепнешь, был прост пересадка глаз брата неужели-неужели они добрались до Саски? Итачи вмиг стало дурно, мир поплыл перед глазами, его вывернул и кажется, на теле сработали какие-то датчики и в палату вбежала не успевшая покинуть госпиталь Харуна. В момент, когда она прижимала его к постели и концентрировала исцеляющую чакру, Итачи уже не казалось, что это всего лишь взбалмошная девчонка. С силой, которой она вжимала его, можно было помериться с Цунади или отрубить его великого, а скорее просто ужасного Итачи Учиху, чтобы не рыпался и не делал себе хуже. В следующий раз, когда Итачи очнется, на его глазах не будет повязки. Видимо, его держали в медикаментозном сне достаточно долго, чтобы раны окончательно зажили. Первое, что он видит, это странно виноватый и лицо четвертого. Он не думает, что о том, что тот наверняка поставил какую-то печать, чтобы выгадать момент его пробуждения, Итачи вообще не думает, он просто одним махом зашвыривает его в цукини. Кроваво-красный, передернутый пленкой боли и страданий мир вот что увидит его Хакаги, его кумир на сей раз он узрит то, что видели все те, кто оказывался на допросе у Итачи Учиха и ему не смыться, не сбежать, используя свою знаменитую технику он застрял здесь. Повис на перевернутом кресте Итачи будет отрезать от него кусочек за кусочком, лоскут за лоскутом, пока не сотрет с этого фальшивого лица последний намек на это мягкое обещание и уверенность в своих действиях, которыми тот его однажды подкупил. Почему? Он не говорит рычит, словно дикий зверь. Почему вы так поступили со мной и Саски? Почему вырезали его глаза? Думали, что я буду и дальше служить вам после такого? Как покорный раб? После такого, как вы вырезали глаза у моего брата? Каждое слово он сопровождал новым режущим движением чакры. Стихи ветра не его конек, но в мире цукеме эти мелкие, болезненные порезы самое то и его неумение в реальном мире здесь ничего не значит. Итачи. Четвертый не кричат, хоть и губы его искусаны до мяса, он не изумлен. Не ожидал, что верный слуга взбунтуется Итачи охватывает ярость. Он не дает ему сказать ни слова, отрабатывая особенно сильный хлесткий удар, горячий воздух словно хлыстом рассекает щеку Хакаги. Итачи в лицо брызгает кровь, четвертый наконец мочит от боли и это неожиданно отрезвляет. Вы мне отвратительны. Его руки дрожат. Я верил вам, я предал отца, я подсчитал вас, почти как его. Я думал, вы хоть немного знаете меня, но я ошибался. Итачи больше не режет Хакаги ветром просто смотрит за тем, как тот с жалостью на него смотрит. Что за черт? Что это значит? Ревет он. Ваш взгляд? По очему Итачи срывается позорно, почти как мальчишка. От этого взглядом Минато Сэна у него внутри что-то переворачивает, словно он что-то упустил, сделал глупость, о которой очень скоро пожалеет, как только Хакаги откроет рот. Саски в безопасности Итачи, наконец произносит тот, а Итачи чувствует, как ускользает из-под ног земля и прерывает технику. В палате никто не обратил на них внимания. В реальном мире прошло лишь пару мгновений, но Итачи затапливает жгучий стыд пополам с облегчением. Ка-а-ка. Язык заплетается, как у пьяного. Минато Сан смотрит виновата, но ведь это Итачи нарушил все мыслимые и немыслимые законы, напав на своего Хакаги. Саски у Арочимару пока не решится с погружением его в Гендию Цушису, Арочимару присмотрит за ним. Он явно не стремился говорить ему, откуда взялись Мангекё Шаринганы. Донорские, что пах всех и Цунади, и Кукаши, который явно не просто так не появлялся им, всем было страшно сказать ему правду. Но как у именно? Чьи это глаза? Внутри все болезни нажалось. Итачи думал, если это не глаза Саски, значит, универсальный рецепт был неточен, годились любые глаза, пробудившие Мангекё и оставался и только Шису. Но Шису не мог пожертвовать своими глазами, он был слишком важен для деревни, для клана Кта. Кто еще втайне пробудил Мангекё, а затем отдал их ему, предателю клана? Твоей матери, ровный ответ Хакаги пригвоздил его к месту. Мир не перевернулся, скорее стал понятнее. Они привыкли недооценивать, привыкли, а ведь мама, должно быть пробудила его в тот день, когда отец убил себя Иоанна, но не Саски узнала об этом в тот день, когда она отказалась от него, от своего сына фактически убив в своем сердце. Она приняла яд прямо здесь в больнице, оставив две записки. В первой говорилось, что глаза следует пересадить себе. Умерла. Мама умерла, приняв яд. Покончила с жизнью, как и отец. Из-за него. Грудь сдавила так, словно на ней стояла гигантская жаба. Итачи. Он постень не слышит Хакаги, как они чувствуют его руку, тяжесть становится невыносимой и перед тем, как окончательно потерять сознание, он шепчет, что было во второй записке. Очнувшись второй раз, Итачи видит перед собой монитор кардиограммы, на стуле, частично завалившись к нему на постель, спит Харона. Хакаги рядом не наблюдается, зато на тумбочке лежит записка, которую Итачи берет в руки, стараясь не обращать на дрожь. По мере прочтения тяжесть постепенно отступает, изливаясь вместе со слезами, которые Итачи не может и не хочет останавливать. Мама любила его. И Саски. И сделала так, потому что, по-прежнему, верила в него, несмотря ни на что она верила, что он сможет спасти душу Саски. Итачи не остается ничего другого, кроме как выполнить ее последнюю волю. Глава 22. Какой хороший день, или гуляй, Наруто. Какой хороший день, какой хороший пень, какой хорошая я и песенка моя. Поднабравший лишнего жирку Куби, стоял посреди пня, поваленного могучего дерева Баоба не иначе. И под импровизированный музыкальный инструмент, состоящий из хвостов, горланил старенькую детскую песенку. Причем делал это со столь видимым удовольствием, что едва ли не урчал. Какой хороший день, какой хорошая пьеслова песенки оборвались, когда герой четвертой войны Шиноби, блистательный седьмой Хакаги и неофициальный укоротитель разбушевавшихся очих и хвостатых зверей Наруто Узумаки подавился собственными слюнями, обильно выпущенными на подушку. Кха. Тибайо. Засучил ногами и руками Наруто, пытаясь одновременно прокашляться и сориентироваться в пространстве. Приснится же такое. Да и почему же я не удивлен, Курама не применул вставить свои пятеря. Значит, так ты меня видишь? Этоким жердием, наподобие этого увольней Шукако. Да, ты что? Поспешил отмахнуться Узумаки, а Соловьева оглядываясь по сторонам. Это был не его потолок. Не его кровать, не его пододеяльник, Тибайо. А тут еще и сосед решил разобидеться. Ты в превосходной форме, Ку. И чего это у тебя сны такие тогда? Нет, порой девятихвостый начинал себя весть и Наруто замялся. Но когда Курама вредничал, то это опасно еще кислодоступ к чакре перекроет Пиши, пропало. Он же, считай, всю свою армию клонов содержит давно не из своих произносившихся резервов. Да, даже Курама не успевал чакру восстанавливать. А сегодня Наруто прислушался к себе и понял, я чувствую себя до одурения хорошо. Не знаю, отчего, но это так и уж, прости, друг, но за сны я не отвечаю. Еще бы ты не чувствовал, чуть более миролюбиво проворчал лис. Мы в кои-то веки не пашем на износ, ты не питаешь чейкрой клонов, а спокойно выспался, причем нехило так. Солнце высоко стоит Наруто, чтоб тебя. Неслабый же у тебя отходняк от долгой работы и стресс. Где твой больной мозг вообще такую картинку взял? Тибайо, Курама, мне ж в резиденцию надо. А еще в госпиталь, а еще на открытие нового аквапарка. Как это высоко? Я же утром с батей Химута встречаюсь. Твоё в состоянии близком к припадочному Наруто носился по незнакомой комнате и тщетно пытался отыскать куда-то запропастившийся сандаль. Успокойся, дурень. Рявкнул на него лис. Ты что забыл? Чего забыл? Схватился за голову Наруто. Ой, Курама, я что пил вчера с Шакамару? Или у Зумаки побелел? Я пил сли? Надо проверить, целый Али Кынаха лихорадочно шептал он, высовываясь в окно, позамер на полуслове. Это не моя Кынаха. Поперхнулся седьмой Хакаги, натыкаясь глазами на здания, которых даже в старых районах деревни было теперь не сыскать. Здесь нет ни вывесок, ни мигающих банеров, ни шума поездов. Курама, да тут птички поют, бабочки крыльями бзик-бзия. Скривился он от ментального удара под дух. Больно ж, зараза ушастая. Проснись, опой, придурок. Шипел в тональности Рачимару девятихвостый. А лучше вспомни, что вчера учудила твоя лапочка-дочка. Голосом Каюбида кислоту в реагентах вышеупомянутого Санина пополнять. Химоту? Переспросил, нахмурившись седьмой, и тот уже охнул, придавленный воспоминаниями о минувшем дне. Хима, с обреченной интонацией повторил он, вновь заглядывая в окно, словно рассчитывая, что Кенаха за ним изменится за какие-то полминуты. Вво, покачал хвостами лис. Ты вчера напился. Знатно причем, хотя нас напоить это дело сложное. Токсины я все вывел, но, видимо, часть твоих и без того слабеньких мозгов утекла вместе с ними на клумбу пятой. Чего? Побогровев от стыда, прошептала Наруто. Эй, я же не мог в самом деле точно не мог. Наконец вспомнив все, заулыбался он, прежде чем посуровить. Ах, ты ж мохнатый жо шум внизу заставил его остановиться. Если Узума кивернов вспомнил, то засыпала дочь у него под боком, крепко вцепившись в его спину, а сейчас чертовки в комнате не наблюдалось. Ну договаривай. Между тем рявкнул лис. Тише ты, приложил палец Узумуке. Не знаешь, Хима давно проснулась? Нет, с неохотой поделился информацией Курама. Только недавно минут пять смотрела на то, как ты храпишь. Потом подоткнула тебя делка и умотала куда-то. Какого лысого мадары ты меня не разбудил? Простонал седьмой. А ты сам то эту картину представляешь? Фыркнул лис, видимо, все же представляю чеху без его роскошной гривы. И да я тебе не будильник, я великий девятихвостый. Бла-бла-бла. Знаем, проходили, понял. Оборвал его Наруто, ошалело выскакивая в коридор. Химоваря, впрочем, уже нашла свою первую жертву, потому у Зумаки пришлось потратить определенные усилия, дабы под ехидные комментарии Курамы оторвать дочь от какого-то и без того пришибленного Хару сына Росинина. Хах. Пап, а ты тоже заметил? Не сильно дернула его за руку дочь, когда они вышли на улицу. Чего заметил? Немного Росино поинтересовался Наруто, оглядываясь по сторонам и подмечая детали, ставшие заметные только при свете солнца. Например, что улицы были чистые, и, следовательно, Генина работает хорошо, что из живности вокруг наблюдалось прямо-таки засилье воронов и кошек. Не с сохранившимся ли кланом Учхото было связано? Интересно. Здесь почти не видно детей, сжав его руку чуть сильнее, чем требуется, собрала последний недостающий кусочек картины Химовари. Наруто вздрогнул. Действительно. За то время, пока они пересекли Добрых две улицы, идя не спеша, им попалось лишь только пять-шесть мальчишек и девчонок, играющий в салки. После того бума рождаемости, что пережила его Канаха, Наруто вздохнул. Было непривычно. Однако и по сравнению с Канахой его юности детского смеха было маловато. Наверное, на уроках в Академии Карпят поспешил успокоить он дочку. Понимаешь, раньше в Канахе большая часть населения гражданской не была. И, видимо, здесь четвертый существенно расширил набор в классы, фыркнул лис. «Думаешь?» Почесал в затылке Наруто. «Уверен, качнул хвостами лис. Ты ведь был в режиме отшельника. Жителей меньше, чем на нашей памяти не стало. Опять вы с Курамой болтаете?» «Я, может, тоже хочу». Вернул их обоих реальности чуть обиженный голосок Химы. «Вообще-то такая возможность у нее есть» чуть сощурился лис. «Чего?» от неожиданности остановился у Зумуки. «Частички моей чакры есть и в ней, и в Баруто. Полоски видел?» «Я не змей, чтоб тебе объяснять, но это мутация именно от моей чакры». «Погоди», Наруто зажмурился, переваривая. «То он есть раз Хима-то со мной живет, то и она скоро мутирует до полосок на щеках. А дальше что? Хвосты полезут? Ерунды-то не придумывай, дурит твоя башка». Почти ласково попенял ему Кьюби. «Это на генетическом уровне мутации, при зачатии еще. Даже не припечатая тебя ко мне полоски у тебя бы были. Но так как к матери ребенок ближе, то у тебя их три, а твоих детей по две. Вот что бы ты на пастуха Каги без меня делал, а балбес?» «Да не балбес, я просто ты не рассказывал, и я не интересовался». Наруто почесал в затылке. «То есть и в Барутое в Химовере есть маленькие Курамы что ли? А ты можешь с ними общаться на расстоянии и всем мне докладывать?» «Мечтай больше», усмехнулся Кьюби. «Нет, эти комачки чакры отделились от меня и теперь самостоятельно почти. После смерти носителей, если чакры никуда не запечатают, то должны вернуться ко мне с воспоминаниями, прямо как твои теневые клоны». «Иди нафиг с такими аналогиями», поежился седьмой, теперь уже сам стискивая ладошку дочери. «Ты сказал, что они могут даже общаться?» «Могут, если кое-кто научится их слушать в глубине себя. Ну и чакры подкопить надо». Обоим, подумав, прибавил лис. «Пап, а мне порой кажется, что у меня тоже кто-то в голове завелся. Как у Хару, как у тебя». Я как сюда переместилась, так кто-то тихо рычал, мол, дурочка я, но это же не страшно, да». Обеспокоенно приплясывал вокруг него дочь. «Вот, кто-то уже услышал, протянул лис. А при чем здесь Хару?» Поинтересовался у Химова Ринаруто. А он с такой же отрешенно задумчивым лицом стоял, когда я на него набро поприветствовала. И я спросила нет ли в нем хвастатого, а он мне сказал, что нет только два таракана. Таракану хмыкнул лис. Этот парень выглядел так, словно ему два кусочка чужой чакры передали вместе с каким-то заковыристым дюцу. Эта техника вплелась куда-то в мозг что-то вроде встроенного ретранслятора, только работал тот как-то неправильно с искажениями. «Хочешь сказать, Наруто задумался, что мне не показалось, что я почувствовал первого и второго Хакаги?» Чакра похожа на них, но вот сама техника искажена, словно эти неугомонные люди нашли способ протянуть ниточку к потомку с того света, но все это как сломанный телефон. Хочешь сказать, это на него так смерть повлияла? Седьмой вздохнул. Вот уж правда безумный мир хотя что-то неизменно. И Саски, гадящая по-крупному Итачи, жертвующий собой ради брата. Ну уж точно не опыт Иорочимару, хмыкнул Кьюби. Его бы тогда пятая растерзала по клочочку, но эта техника развеется, как только кончится их чакра. Не унимался Наруто. У него было масса других проблем, начиная от лапушки дочери оказавшейся совсем не лапочкой, заканчивая собственной коныхой, оставлено без присмотра, что не случилось за время его управления и до никогда. Всегда бодрствовал дежурный клон. Всегда. И вот теперь он в другом мире, в котором он сам, его напарник Кураму расслабились до невозможности. Просто потому что да, потому что могли. Выпили, выспались по-человечески, безо всяких клонов красота. И за окном почти что деревня его детства и юности, никаких тебе лишних шумов ничего. Это было идеально. Ну почти осознание того, что они здесь чужие подступать никак не хотело, но порой мелькало в глазах четвертого Хакаги. А ведь дома у него жена, друзья, тесть, в конце концов целая деревня, пусть и подрастерявшая свою душевность и разросшаяся до размеров обожравшегося биджул, но его. А еще Баруто, который все дуются и никак не может прекратить поясничать. Наруто вздохнул точка дома и его ожидало много дел. Но и здесь бросить все силы на поиски пути домой он не мог. Потому что и этот мир и этот мир отзывался каким-то давно забытым теплом в груди. Здесь живы были те, кого он любил, здесь их судьбу можно было направить по иному руслу. Он мог помочь им, а раз так, то он сделает это, а потом вернется домой. С дочкой. И займется в первую очередь тем, что найдет тех, на кого можно будет спихнуть часть полномочий. Осторожно, но при том оставив нити руководства в своих руках, но и так, чтобы не сдохнуть. Даже девятихвостый лис это вам не ломовая лошадь, на которой можно только пахать и пахать. И семья. За химовари он возьмется сейчас, а вот за боруто как бы ни стало поздно и у него не вырос эгоистичный говнюк, которому плевать на семью и деревню. Нет, техника эта питается за счет его очага. Говорю же, второй тот еще затейник по клепанию странных, сильных и опасных дюцу. Прервал его вдохновляющие планы Курама. Хим, только и выдал узумуки. Не думаю, что сдавать его у Яманука сразу хорошая идея может, лучше понаблюдаем. Все-таки хакаги не дураки ведь были. Я бы подумал, хмыкнул лис. Папа. Снова дернула его за рука в химовари. Они сидели на скамейке в тени раскидистого дерева. Чего дочурке не хватило? И коситься никто не будет. Ну сидят, папа с дочкой, папа весь в себе. Мало ли какие там великие думы совершаются. Тут Анбу-сан пришел. И, действительно, неизвестный правда, неизвестный, при нем такое не служил уже. Анбу нашел их вместе с туту. Зумаки с трудом заставил себя не пялиться так в открытую напокойную войну Ячи-сана. Опомнился твой отец, процедил Курама. Здравствуйте, улыбнулся пришедшим по его душе Шина без седьмой мгновенно, перейдя в режим девятихвостого и схватив Химу, переместился в кабинет Хакаги. Да такое перемещение было опаливным с жиралом в десятки раз больше чакры, чем Хирайшин, потому и пользовался он им редко, но Яманука это серьезно. Это как-то отделом пыток и допросов попахивает. Потому лучше переговорить с четвертым, чей приказ эти двое, Наруто надеялся, и выполняли. К чему он не был готов, так это к наличию в кабинете, помимо отца еще и тести. Разум мигнув и погаснув, словно перегоревшая лампочка, Наруто постарался вернуть себе самообладание. Это был всего лишь отец его жены. Глава единственного сохранившего свою численность, иерархичность и величие клана Канухи. Всего лишь тот, от недобрых взглядов которого и у седьмого Хакаги, который Пейна, и Мадару, и Кагу Биил, начинала сосать где-то под ложечкой. Это был всего тот тот нет, не человек, скала, которая вбила таки в его дурную голову не только приличные манеры, но и ознакомила с основами экспресс-курса дрессировки, простите, поведений в клане. О, это был страшный человек, который в его мире был несколько задобрен стремительно надвигающейся старостью и двумя внуками. Правда, Наруто чуть было снова не нарвался по-крупному и не слил все усилия позаставь тесте уважать тебя не только за силу, но и за мозги, когда провел реформу по модификации печати. Тут его спас не только пост, но и то, что деваться Хьюга в быстром меняющемся и становящемуся не самым дружелюбным по отношению к Шиноби миру было некуда. Сейчас любой, имеющий достаточно приличную гору денег, может купить столько запечатывающих Дюцо, насколько хватит деньжат нет, Хиаши в его мире, пусть и вызывал легкое, ладно, нелегкое беспокойство, но, в целом, уживаться и договариваться с ним Наруто умел. Здесь же он едва не застонал. Этот Хиаши еще не был стар, его не сдерживали они регали Наруто, которых нет, ни внуки, которые здесь даже при наличии Химовыря, все равно были бы не больше, чем порча и ценные крови, ведь момент, когда он их старика произошла перед дислокацией системы ценностей, еще не наступил, да и вообще здесь даже Химуто и то не наблюдалось. Прикусив губу, Наруто едва не зарычал от досады. За все время, что он здесь, он так и не удосужился узнать, что с ней сталось. Между тем, Химовыря, пользуясь зависанием отца, перешла в фазу активного наступления на также замерзшего четвертого Хакаги. Наруто коротко глянул туда, куда смотрел дочь и словил острый приступ Дежавю в его кабинете бумаги остались почти в том же состоянии. Ки, выпускаемый Химовыря, набирал обороты. До запечатленных в пробной версии Цукием непревзоеденных волос бабули Узума Кией, конечно, было далеко, но холодок по спине седьмого пробежал. К тому же там не только от кровавой хабанеры осадочек оставался. Наруто сглотнул. Прошел он как-то раз, только поженились грязными сандалиями да по только что вымотому пылу это с виду и на людях хина-то милый одуванчик, видал он этот одуванчик пунцовый, но вовсе не от смущения, а от гнева на сейчас ему активированный бьяку Ганхима был нужен меньше всего. Одно подумать, другое остановить нацелившуюся на неблагодарного дедулю шуструю дочь. Он ведь не в режиме отшельника или биджул, типа Йоа. Хима однако же всех удивила, молниеносно подскочив к замершему четвертому, ловившему дежу випаки, выпускаемым кушаной, и вместо того, чтобы парализовать его, просто ткнула в него пальчиком и сказала, бу, Наруто отмер. Дочь не активировала бьяку Ганхима. Отец был цел. У Хиаши чуть дернулась бровь, но не более. С этим можно было договариваться. Испугался. Непринужденно, словно это не она только, что выпускал такой ки, поинтересовалась у него Химавари. Минато моргнул раз. Потом еще. Сначала ему показалось, что это куши нанесется к нему, дабы как следует поколотить, а потом на вождении спало, а легкое касание мизинчика нельзя было сравнить даже с самыми нежными побоями любимой. Он вздрогнул. Сердце вновь заныло, свидетельство оживости потревоженных ран. Это не смешно. Пожалуй, слишком резко оттолкнуло над себя девочку. Перед глазами плыло. Как же все это не вовремя пришельцы. Джирайс Хару. Саски. Чертова Хьюго. Ты перерыла все мои важные документы. У тебя на столе был такой бардак, который я даже у папы ни разу не видела. Наглая девочка топнула ножкой, а стоявший позади Наруто закашлялся. Думаешь, я глупая. Я рассортировала все твои бумаги по папочкам, которые у тебя были, а ты снова все испортил. Как ты вообще хоть что-то в том ворохе находил? Я не успел их разобрать из-за вашего появления. Минатый сам не понял, как повелся и опустился в объяснение да и перед кем? Перед соплячкой, что копалось в секретных бумагах, а теперь еще обвиняло его кричевание которых угроза безопасности деревни. Я не читала, с поразительным упрямством простоту заявила Химовре. И вообще это ты, дедуль, пустил меня в свой кабинет. Лицо четвертого покрылось красными пятнами. Крыть этот аргумент было нечем. Сам пустил. Это правда. И почему его так бросила в дрожь от этого дедуль? Позорище. А еще Хакаги полная потеря бдительности. Срочно к Яману к и девочку, и этого Наруто Итачи он доверял, но лучше увидеть своими глазами. И к черту все. В горле встал ком. Хиаши Хьюго, о котором Минато почти забыл забудешь о таком, как же. Деловито покашлял, привлекая к себе внимание. Хакаги сама, не представите ваших Хьюго на секунду замолчал, остановив холодный взгляд настоявший рядом с четвертым девочкой. Гостей. Однако прежде, чем Минато успел открыть рот, вперед с пугающей решимостью выступил Наруто, выдавший, если на Миказе не ошибся, одно из тех жутко выверенных церемониальных приветствий, которые использовались в кланях Хьюго дабы почти тягу упростить традиции. Такое без специальной подготовки не провернешь. С некоторым отставанием его движение почти полностью отзеркалило Химавари, за тем различием, что поклонилась она на полтора дюйма ниже, хотя и на губах его играла все-то луковая улыбка. На Хиаше она смотрела с неожиданной теплотой, которая несколько смутила и окончательно запутала Минато. Наруто Узумаки, моя дочь Химавари, кивнул на девочку Наруто, спокойно глядя на застывшего статуи Хьюго. Хотя последней казалось Минато почти естественных состоянием для их клана. Притвориться недвижными, холодными изваяниями, а затем нанести разящий удар потенки Сунаруто Узумаки Седьмой Хакаги Хиаши Сан, прибавил он, своим признанием он окончательно добивая четвертого, с чего-то решившего, что сможет сохранить это сумасшествие в тайне. Хьюго удивлен не был. Вряд ли такая эмоция вообще могла отразиться на этом красивом, но напрочь лишенным чувств в лице но бойкий голос Химовы мигом разрушил недолгую тишину. Дедушка, это я виновата. В свитке печати я нашла дюцу зеркало, применила его и мы с папой оказались в этом мире. А он совсем-совсем другой. Пожалуйста, можешь посмотреть свиток печати к Бьякоганам, я ведь вчера пыталась активировать его, но у меня не всегда получается. Хима, строго сказал Наруто, кладя руку на плеча разволновавшейся дочери. Не все сразу. Прошу простить. Она еще не привыкла, что мы не думая вы не совсем ее дедушка. Я не глупая, пап. Обидевшись, отоптала Наруто ногу Химаври. Я все понимаю, просто она замялась, посмотрев сначала на четвертого, потом на все так же молчавшего Хиаши. Еще не привыкла, стушевавшись добавила она. Да и как привыкнуть. Неожиданно с новой силой распалилась девочка. Здесь все другое нет, компьютеров, интернета, фастфуда, а еще телевизора. Хотя молодой дедушка Хиаши классный, улыбнулась она. Непосредственность, с которой это было сказано, вновь заставила Минато передергаться. Дети Химаври выглядела настоящим ребенком. Таким, которых среди детей Шиноби он не видел да никогда не видел. Видимо, мир, из которого прибыли они, был действительно спокойным, благополучным раз такие девочки, как Химаври могли позволить себе эту наивность. Против воли четвертого вновь накрыло. Этот мир то, что было бы с его реальности, умри он как герой дай ему судьба шанс это сделать. А сейчас он стиснул зубы. Его сын, тот кто повернул ту реальность к лучшему пути, сам двигался по дороге разрушения, он был одним из Акацуки его врагом. Врагом Канохи. Полагаю, ваш мир, в самом деле, отличается от нашего, за своими не кстати нахлынувшими мыслями Минато упустил, как статуя отмерла, изобразив короткое, но вежливое приветствие тот максимум, который могли добиться от своего главы клана самые одаренные его представители я не откажусь более подробнее ознакомиться с его историей и с вашей историей, Наруто-сан. Так же, как и я могу взглянуть на свиток печати с помощью Бьякогана, если Хакаги сама позволит. Часть Минато хотела сказать твердо и нет, протестуя тому, как лихо, выучив пару фокусов эти двое добились того, что он от Хьюго не мог добиться десятилетия. Однако передумал, уловив в девочке несколько общих черт, свидетельствующих о том, что она и есть часть того клана. Ничего удивительного. Кроме того, что недавно та была так похожа на Кушину. Не возражаю, передернул плечами он, переносась к тайнику, который судя, позавязанной на его кровь в печати, кто-то вчера трогал с места печать Кайкова пропустила. Минато покачал головой, глядя на чуть потупившуюся химовари. Что ж, сомнения касательно родства можно было отложить. Но печать следовало доработать на более четкое считывание защиты. Смотрите с моих рук, и он развернул свиток. Здесь ткнуло в описание техники Хьюго активировал Бьякуган с минуты вглядывался, пока у Минато не лопнуло терпение, и он не свернул свиток. Хватит, так вы все секретные техники выучите. Я ничего не увидел, проигнорировав его выпад, ответил Хиаши. Но это не значит, что там ничего нет. И клан Хьюго никогда не смешивал свою кровь с Узумаки, он посмотрел прямо на Наруто. Тот, очевидно, не впервые выдерживая на себе этот испытующий взгляд, не дрогнул, но и прямого вызова не продемонстрировал. Все в рамках приличия. Как и приемлет Хьюго на миг Минато ощутил приступ раздражения. Его сына хорошо вымуштровали. Это так, но вам будет интересно узнать, что и Хьюго, и Узумаки, и Синджу, и даже, тут Наруто позволил себе усмехнуться. Учиха все это ветки одного древа. Еще был клан Кагуя, но в нашем мире он вымер. Вот как, холодно проронил Хиаши, проглотив Хьюго и Учиха в одном предложении. Что ж, повторюсь, нам есть о чем с вами поговорить. В квартале Хьюго вас встретит, хотя вы, я думаю, и так способны найти дорогу. Не смей задерживать уважаемых Анбу и Найчи Сана, проследив за взглядом Хьюго, Минато про себя чертыхнулся. В окне и в самом деле виднелась макушка мазки и высокий хвост Яманука. Действительно, он отдал приказ доставить пришельцев, и Найчи к себе очевидно, раз Наруто заявился сам да еще и с огоньком, которым даже Хиаши проникся, то Ланбу возникли трудности. Хакаги сама свободен, кивнула на Ланбу. И Найчи Сан, прошу прощения за Минато коротко взглянул на перебирающегося через подоконник Яманука. Неудобство. Но дело срочное. Ничего хорошего из этого не выйдет, хмуро произнес Наруто, глядя на него каким-то странным взглядом. Я Джин Чурики не горю желанием случайно расплавить мозги Найчи Сану. Мы знакомы. Поинтересовался Яманука, который, и по мнению Минато, был слишком умен, чтобы не сделать уже каких-то выводов из этой ситуации. Наверняка, даже близких к правде. Хотя до гения Шикаку он не дотягивал от того и спрашивал. Не в этой реальности, несколько рассеянно произнес Наруто. Янаруто Узумаки, это моя дочь Химовари. Вы папа тетина? В лоб задала вопрос девчонка, бесстрашно юркнув прямо перед грозой все отделы пыток ну и владельца единственного цветочного магазина Канохи. Такое вот сочетание. Тетя. На лбу у Найчи появилась новая складочка. Похоже, даже острый ум этого Шина беспасовал перед реальностью происходящего. Иначе он бы не выдал следующее. Химовари на языке цветов означает подсолнух. Ага, кажется, именно Тахимата и говорила, вернувшись от тена, кивнул Наруто. Только все равно говорю ко мне в мозг лучше не лезть из соображения безопасности. Вам же не все равно на здоровье ваших верных Шиноби. Взглядом он уперся прямо в Минато. В нем не было ни покорности, ни ненависти, ни страха, ни легкого презрения, ничего, что обычно видел четвертой в глазах других. Седьмой был явно взбешен, но не показывал этого, лишь глаза выдавали его. Мне не плевать на мою деревню и что ты чертовски сильный Шиноби, почти прошипел на Микази, чувствуя, что тоже закипает. Я должен убедиться. Сам. В чем? Наруто фыркнул. Мне кажется, девятихвостый, которого в вашем мире больше нет и с которым я ложу само по себе неплохое доказательство. Да даже Хиаши-сан выразил меньше скепсириса, чем ты. Пап, а во мне же нет Курамы, давай я им покажу все. Вмешалась Химовари. Нет, резко крутанулся к дочери Седьмой. В твой мозг никто не полезет, пока я жив. А после помолчав, добавил. Подумай, что именно ты хочешь увидеть. Я обещаю, что сдержу естественное сопротивление, чтобы при ретранслировании не повредить мозг и наичи, но у меня хватит на три минуты, не более. Проверено опытным путем? Мината холодно взглянул на него. Три минуты так три. Этого хватит. И наичи-сан, сейчас мы переместимся в его взгляд уперся в непривычно хмуро смотрящую на него Химовари, потому вместо допросной он употребил другое слово. Экранную. А ты, он покосился на продолжавшую настороженно следить за ним девочку. И куда делась доброжелательность и лучистость? Мината не покидала чувство, что он проштрафился. Посидишь здесь, на этот раз ничего не трогая. Совсем ничего. Даже на диван сесть нельзя? Чуть огрызнулась Химовари. Можно, чуть дернул бровью на Микази. После чего кивнул на Наруто. Пошли, и они исчезли в легком хлопке пространственного дюцу. Экранная была свободная. Потратив несколько минут, чтобы позаботиться о том, чтобы в допрос точно никто не вошел, кроме уже находящегося там иначе и спокойно ожидающего его Наруто. Хотя соблазн позвать Ибики был велик, но Мината сдержался. Зачем переходить к одним методам, когда не исчерпаны другие менее опасные, применительно к шинобе одного с нему ровне. Или даже выше. Он вздохнул. Ты готов? Обычно такое допрашиваемых не спрашивают, но не каждый день он собирался выжать информацию из мозга Хакаги из головы его сына из другого мира. Он из другого мира. Это не наш скушенный Наруто, как Манатры повторял Мината, однако стояло ему взглянуть, как насмешливо растягивает губы в ответ седьмой. Нет. Манатры помогали плохо. Лучше всего помогла сама нахальность этого Хакаги, решившего, что и в чужой конохе тот сможет диктовать свои условия. Хотя где-то такое поведение на Миказе уже видел. Ты не сказал, что именно хочешь узнать. Момент, как именно вы попали сюда, Мината чуть покосился на Инаичи, который, к его чести, вообще не подавал больше виду, что здесь происходит нечто экстраординарное. Твой последний разговор с Инаичи саном, ведь тогда его друг сумеет распознать, как возможную иллюзию так и свое отношение к Наруто. И судя по тому, как едва заметно вздрогнул седьмой он тоже об этом подумал. Твоя инаугурация Хакаги, Наруто откровенно хмыкнул. Мината нахмурился. Он не видел ничего смешного в этом моменте. Момент, когда ты освоил Росинган. Намиказе почесал в затылке. Вид на гору Хакаги. И вид с горы. Ладно, но ты сам напросился, Тибайоа. Потер руки Наруто. Против ожиданий тот был даже весел. Инаичи сожрать ваши мозги. Включайте уже ваш зомбоящик и динамики подкрутите или что там у вас вместо них технологии же у вас простотас, это я помню, Тибайоа, но плохо. Не знаю, что такое динамики, но изображение у нас есть, а слово передаю я, пояснил Инаичи, готовый к нанесению техники. О, как все запущено, моргнул Наруто. Ладно, давайте, уже раньше начнем, раньше вы он не договорил, Яманука уже применил технику и в конвульсиях не бился. Значит, седьмой держал слово. По правде, как бы не было важно для Мината знать правду, но жертвовать лучшими кадрами ему бы не хотелось. Тем более такими, с которыми его ранее связывала дружба. Экран загорелся, вскоре на нем проступила поляна, залитая солнышком. На силу Мината узнал в ней лес смерти, Химовари стояла перед развернутым свитком, перед ней расползалась воронка, Анбу убежали к ним, но не успевали спрыгнувшим в червоточину народа записи оборвалась. И Найчи не произнес ни слова. Да они здесь были не нужны. Следующий кадр. Местность незнакомая. Декорации аховые. Обещанного разговора с Инойчи Мината не видит. Зато видит, как жутко бледнеет его друг. Решает оставить это на потом. Изображение сменилось. Вместо инаугурации Мината видит маленького Химовари с активированным Бьякоганом, выпущенным Ки и прячущегося за спиной Наруто мальчика с пшеничными волосами. Мика Наруто получает неслабый удар. Следующий кадр, но декорации те же. Детей не видно. Молодая женщина, сразу видно Хьюго, без печати, склонилась над Наруто, в руках у нее нечто подозрительное напоминающее плащ для инаугурации. Вновь смена картинки. Местность вновь трудноопределимая. Зато действующие лица вполне. Он узнает Цунаде израненную так, что обычный Ишинаби давно был бы мертв, узнает сражающихся всерьез Арчимару Джирайю, призыва всех трех снинов там. Однако Наруто стоит перед странно беззащитной Синджу, на которую нападает неизвестный паренек в круглых очках. Кажется, разведка докладывала о ком-то таком в Акацуке, точнее, в помощниках этой организации. Плащ с красными облаками тот, видимо, еще не заслужил. Вот в мелкой ладони сколько ему там лет? Двенадцать? Тринадцать? Явно немного, но ладоней несколько. Теневой клон помогает пареньку в ярко-оранжевом костюме под тип «Убейте меня, я яркая мишень». Создать полноценный Росинган, который летит в недавно усмехающегося паренька. Следующая картина. А вот обещанный вид на гору Хакаги. Минато видит первого, второго, третьего, себя и Цунади и Какаши. Причем, Какаши в маске, что не может не вызвать улыбку. Седьмая голова на скале сам Наруто. Тоже узнаваем. Теперь вид с горы Канаха в самом деле изменилась. Словно не Канаха это больше. Многоэтажные дома, поезда, шум, яркие вывески, проводы и вправду не верится, что отставание его реальности от мира Наруто только сколько. Минато скользнул взглядом похмурящемуся седьмому. Лет десять-пятнадцать не больше он уже был готов попросить Инаичи прервать технику, когда перед ним предсталось следующее воспоминание. То, о котором они не уславливались. Собственное молодое лицо с трещинами, как у полежавшей в сырости фарфоровой куклы, заставило его нервно выдохнуть. Черные белки глаз также свидетельствовали о том, что кто-то применял технику второго Хакаги, который также обнаружился на декорации, подозрительно похожий на последний разговор с Инаичи. Хлоп! И он уже видит канализацию. Впрочем, необычную. В этой канализации есть красная клетка с печатью, которую Минато не может не узнать. За клеткой беснуется демон-лис. А замок печати почти открыт красная чакра подхватывает Наруто. Здесь ему на Миказе сложно сказать, он ведь смотрит на происходящее его глазами, но явно больше тринадцати, хотя и на взрослого он не тянет. И он в шаге от того, чтобы сорвать печать, когда появляется Минато вновь и с изумлением узнает себя. Неужели он вложил в печать немного своей чакры? Новый хлопок, хотя на Миказе не хотелось покидать то воспоминание. Инаичи все время молчал. И вот. Он видит армию. Настолько большой армии, что ни одной скрытой деревне и не снилось. Ахита четвертый крупным планом видит знак Шиноби, а затем понимает, так что по спине пробегается холодок в сене из разных деревень. Сражаются вместе. Под одним Хитаем. В одной форме. И камень, и песок, и туман, и даже облако. Картинка меняется с мрачной на очень светлую. И это свадьба. Он узнает Канаху, узнает даже местность, но гости на этой свадьбе поражают. Вон названный брат Райкаги бичитает рэп, там да этот суч Каги сомнений быть не может, а там Мизукаги явно комплексует, что это не ее свадьба. Минато побледнел, вспоминая, как Мой постоянно намекает ему нвот на Микази и покраснел. Из Суны выделялся незнакомый паренек, зато двое с ним ему были вполне знакомы. Дети четвертого Казикаги, а раз так-то парень без бровей и с красными волосами нет, тот безумный дженчу Рикки просто не мог выглядеть так нормально. Взгляда на алтарь Минато хватает, чтобы понять. Это свадьба Наруто. В груде что-то жмет. Он видит, как все те люди и даже Хьюго кто бы мог подумать радуется за молодых, но не верит все это слишком слишком сюрреалистично. И только ворвавшийся на передний план Гай, отчего-то в инвалидной коляске, и его верный ученик Ливни изменных зеленых трико заставляют его поверить. Как и кукаши так и не снявши маски. Все слышит откуда-то из Дали Минато осоловела моргая, он смотрит на то, как одинаково выжатый наичи Наруто приходит в себя. На этот раз я не допущу вашей смерти, вдруг и решительно заявляет седьмой, глядя на Имануко. Вы увидите внука. Обещаю. Затем Наруто медленно повернулся к нему. Этого достаточно. Минато хочется ответить нет, снова усадить их за сеанс, но он видит состояние обоих. И кивает. В конце концов недостающие фрагменты можно и вытянуть из Наруто так. Только вот смотрит тот на него больно холодно, словно сам бы на его месте не поступил так же. Вполне вместо этого кивает он и протягивает руку Наруто. Спасибо, и наичи, добавляет он, зная, что из почти родного отдела друг доберется как-нибудь сам. Чуть поколебавшись, его во всех отношениях удивительный сын из другой реальности едва касается его ладони. Этого достаточно для применения техники, но поминато это колебание вновь от чего-то бьет, и он уже сам не может толком себе объяснить, что с ним происходит. Но когда он видит, как Наруто молча забирает Химоваря, которая, а чудо, ничего не тронула, то четвертый окончательно понимает, что с ним что-то не так. Потому как фантомных душевных болей не бывает. А эти Наруто и Химоваря, которые в его мире никогда не будет, именно фантомы. Призраки, просочившиеся из другой почти перевернутой реальности и которые неизбежно упорхнут обратно. Не с упорством и силой Наруто тут оставаться. Да и девочка Минато кисло улыбнулся. Далеко пойдет, если доживет. Вдруг его взгляд зацепляется за фотографию. Единственное фото на его столе, которое он почти не достает уже. Кушина в тот день только узнала, что беременная и она была счастлива. Они были счастливы. Сейчас он все реже смотрит на него, а уж берет в руки на стекле должна была скопиться пыль. И до этой фото должно было лежать в ящике стола. Потому, выходит, Химовари все-таки трогала его вещи. Но вместо гнева Мината почувствовал, что кончики губ приподнимаются в улыбке. Кушина была бы довольна, увидев этих двоих. Это точно. С заботой протерев рамку, он поставил фото на стол именно на то место, где оно и должно всегда находиться. Глава 23, в которой ничего особенного не происходит. Ну мид. Того гляди хвастой полезут соберись, Наруто. Ты Хакаги, а не сопливый генин. Хотя ты же так генином и остался. Формально, трюк с отвлечением прокатил и сегодня. Старый лис знал на какие кнопки следует надавить в сложном душевном устройстве Наруто Узумуки. Правда, и у него случались осечки. Все-таки седьмой Хакаги не зря был известен, мне мне дали Джоунина. А да, Наруто вечно будет на это попадаться. Как только я освоил весь тот зубодробительный учебный комплекс от руки сенсии. Зубы я тебе все восстановил, лис усмехнулся. Но Чоунином от этого ты так и не стал, левонько подкусил его девятихвостый. А представляешь, что было бы реши ты все-таки сдать экзамен? Герой войны сражается с детишками, потому что до сих пор ходят в генинах. Это с кем бы ты в команду попал? С кем ты из неудачника выпуска Конохамару или Ханаби? А ведь первые этапы командные. Представляешь, а если б ты из-за них провалился? Хм, а может тебе очху стоило взять? Тоже ведь позорище. Ну кени и нас класса, а по документам все еще генин конохи, что же ты своему скользкому другу отщедрот Хакагини отсыпал звание Джоунина, а? Наруто? Или ты специально это сделал, чтобы самоутвердиться? Ко, помолчи, а? И вообще, Тибайо, кто тебе сказал, что я саски звание зажилил? Просто ему это не надо. А мне к чему этот вопрос поднимать, если он сам почти в конохе глаз не кажет? И это не только я решаю. И тут Узумаки замолчал. До него наконец дошло, что Кьюби своей цели добился. Отвлек его. И все же, оно не хотело уходить. Осознание того, что в этой конохе им с Химой были не рады. Хоть и пришло с опозданием. Вчера день прошел в каком-то безумном ритме. Сначала Наруто хорошо так подрался с оказавшимся здесь живым отцом, четвертым Хакаги, а потом они выпили и поговорили. Такая схема переговоров была вполне рабочей и обкатанной. Однако не для четвертого из этого мира. Прошли те времена, когда ему не верили, ожидали подвоха. Даже у врагов не было сомнений, что седьмой Хакаги делает для защиты все, что может. Другое дело, что находились те, кто считал, что этого недостаточно. Не меньше было и тех, кого напрягали вездесущие клоны Наруто. Им, казалось, он чересчур и других, но поступал всегда по-своему. Наруто не пятерел, чтобы всем нравиться. Но оглядываться стоило. Все-таки политика не то место, где все проблемы можно решить метанием бомбы Хвостатого. Почему же? Соберем всех оппозиционеров в одном здании и жахнем. Оживился Кьюби. Не выйдет, куинтернет же, камера повсюду и вообще, тибаё. Это не наши методы. Поздно штыф вспомнил. Посмеивался лис. Видимо, и сам размышлял над этим. Эх, знали бы они, какие темные мыслишки порой проскакивают в до тошноты правильной голове господина седьмого. Так ведь тебя та блогерка обозвала. Да. Хорошо, что здесь еще нет интернета, пробурчал Наруто. Атоп четвертый так легко не отделался. Ха. Вездесущий тиран, не знающий границ личного пространства и частной собственности. Или параноидальный выживший из ума мужик с прогрессирующим ПТСР. Хватит, резко оборвал его у Зумуки. Он не привык, чтобы ему выказывалось подобное недоверие. Точнее Наруто от этого отвык. Но понять четвертого мог. Как один Хакаги другого, но не как сын отца. Слишком ярко ожил перед глазами тот другой образ они были разными. Сейчас. Но не до того переломного момента, когда его отец умер, а четвертый Хакаги этого мира выжил, похоронив семью и прежнего себя. Либо он ошибался. А седьмой мог ошибаться. И это пугало. Он знал отца всего ничего. И за это время он мог не разглядеть тех негативных черт, что так ярко проступали в четвертом Хакаги этого мира. Был ли он ослеплен радостью встречи? Вполне. Потому что сухие строки отчетов о миссиях прессовывался сейчас перед ним. Наруто вздохнул. Как бы там ни было, это был его отец. И в этом мире с ним случилось много плохого. Не стоило таять на него зла, только потому что у кого-то не совпали ожидания и реальность. Спасибо верному другу и просто пушистому засранцу, что своими подначками и покусываниями позволило сохранить остатки сил. Злиться и вообще испытывать мощные эмоции энергозатратно. Узумаки выяснил это давно. Может, поэтому Баруто тупой папани порой казался роботом. Но порой у него не оставалось сил даже, чтобы злиться. Пап, а мы к дедушке Хиаши идем. Стоит отдать должное Химовыря, Таня дергала его достаточно долго, чтобы они успели отдалиться от резиденции. Он же звал нас. Нет, не сегодня, Хима Наруто слегка покоробила. О назначенной встрече с тестем он за всем этим как-то подзабыл. Зря. Может, сейчас Хиаши вел себя очень сдержанно, но то было в ожидающей позиции королевской кобры. К такому разговору нельзя было подходить на сухую. А именно выжатым лимоном ощущал себя сейчас наш герой. Завтра, когда-то сплюсь, не стал кривить он душой. А куда мы сейчас идем? У нас же нет здесь нашего дома? Или он есть, но там живут другие люди, да, пап? Дочь задавала правильные вопросы, решать которые сейчас и у Зумаки не было ни сил, ни желания. Сегодня еще переночуем из Враджира и Цунади. Там посмотрим, махнул Нарут рукой. Но не выгонит же их в самом деле бабулька Эру Синин. Только вот это не твой Синси и не пятое. Помни об этом. Может, они похожи, сильно похожи, но они другие. И ты и Химовари для них чужие, напомнил Курама. Хорошо, удовлетворилась ответом Химовари, а потом вдруг выдала. В крайнем случае еще можно пойти к тете Сакуре, пап. Тетя Кхакха. Узумаки невольно закашлялся, вспоминая слишком юную боевую подругу. Сакура выглядела так же, как и тогда, когда он безнадежно сох по ней. Подсказал Кюби. К Сакуре мы не пойдем. Пожалуй, чересчур резко заявил Наруто. Ка-какие призраки прошлого лучше не бередить. Но если Ба-ачан этого не случится, Хима оборвал дочь Наруто, решительно движущейся в сторону домика Синджу. Может, в его реальности того там и не было, но седьмой Хакаги был в состоянии запомнить дорогу ведь в состоянии же. Узумаки прикусил язык. Меня не спрашивай, я тоже не помню, проворчал лис. Мысленно досчитав до девяти хвостов, Наруто повернулся к чуть насупленной дочери. Ты помнишь дорогу? Вроде бы, Хима неопределенно дернула плечом. Хорошо хоть ничего больше не сказала Наруто и так чувствовал, как начинают гореть кончики его ушей. Хорош Хакаги. Хорош. Не переживай, папа, я нас выведу. Отлично, единственное, что сумел процедить сгорающийся стыда Узумаки, которого вела собственная дочь. Посмотрим, чьи гены в ней сильнее, хмыкнул Кьюби. Узнать правду им так и не удалось. Дорогу пришельцам перекрыл Джирайя. Были у Хакаги? И, похоже, не только у него, безошибочно считался ненвымотанный вид Наруто, который к тому же болезненно щурился от яркого солнца. Свет и боязнь явный признак знакомства с кланом Яманака. Судя по тому, что ты на свободе, а ты на хане лежит в руинах все прошло неплохо. Не так паршиво, как могло бы, Узумаки не стал юлить, да и вообще ходить вокруг да около. Мы к вам шли. Еще разок переночуем, Цуна Диба Чан не против будет? Только так при ней не говори, хмыкнул Джирайя. Не должна. Мне вообще показалось, что Цуна под впечатлением ты, наверное, заметил соседей у нас немного. Да и мы сами после первого разрушенного дома старались селиться на отшибе. Там и недвижимость дешевле и задеть кого-то вероятность меньше. Вы, ребята, точно не из робких, если наши разборки вас не пугают. При всем уважении, но я видал вещи пострашнее взбешенной пятой, чуть улыбнулся Наруто. Например, в одиночку разнесшую до фундамента свой ипотечный домик тетю Сокуру. Поинтересовалась Химоваря. Нет, Хима, этого, ни ты, ни я воочию не видели, усмехнулся Узумуки. Пошла по стопам мучители. Хохотнул Джирайя. А я верил в «Нам нужен», кивнул Кьюби. «А вот твоей дочери нет. Что будешь делать с Химоварей?» Вопрос застал Наруто врасплох. Действительно, его тело, его разум почти спали. Он едва находил в себе силы идти ровно в темпе. В то время, как Химоваря весело скакала вокруг них с Джирайей. Она была полна энергии. И ее точно нельзя было оставлять одну в этом чужом для них мире. Не после того, как дочь доказала, что она настоящая узумуки. Синси, для этого мирообращение было неверным, но Наруто было плевать. Роси нинжи не пешил его одергивать. «Я хотел попросить вас присмотреть за Химоваря». С ума сошел?» Курама как всегда в своей репертуаре. Впрочем, подобное беспокойство седьмого даже забавляло. Он же извращенец. Забыл, как у него кровь носом шла от твоего сексидюцу, а тебе только тринадцать было. Не только у Росинина была такая реакция. Еще и у старика третьего, и руки Синси и Кукаши. «Тоже скажешь, что педофилы извращенцы?» «Я». Казалось, Джирай слегка опешил. Но я шел на доклад к Хакаге, хотя Минато сейчас вряд ли до меня. Синнин вновь покосился на девочку. «Ладно, он вздохнул. Присмотрю». «Спасибо», облегченно выдохнул Наруто и тут же посуровил. «Только, пожалуйста, без ваших заморочек, Синси». «Каких таких заморочек?» возмутился Джирай «Безо всяких, а быть моей музой и прочего». Угрюмо заявил седьмой, вспоминая. «Нет, он, конечно, сам обращение на себя внимания, но при мысли о том, что подобным образом Синси может пялиться на его дочь, у Наруто страшно чесались кулаки». «Какой музой?» Чуть не подавился собственный слюной Санин. «Она же еще мелкая совсем». «Да, як-то, по-твоему?» Бива отшельника натурально так ощетинилась, оживая и обещая хорошо так придушить нагреца. Джирай сама. Химовари возникла аккурат перед обновившая над Наруто гривой, словно чертик из табакерки. Да еще и обращением подкупала хитрая мордашка. «Папа не хотел вас обидеть, он вообще по вам очень скучал, он просто сильно переживает за меня». «А еще его голове сегодня досталось не судить и строго». «Джирай сама, я не буду вам докучать, правда». «Правда». «А она неплохо врет и не краснеет», хмыкнул Курама. «В смысле врет». «Не понял Наруто, однако ответа он не услышал». Белоснежная грива улеглась на причитающе сие место, а Джирай тихо засмеялся. «Посмотрим, юная леди», и он легонько потрепал ее по волосам. Внутри у Наруто что-то утробно заурчало от этого, в сущности, невинного жеста. «Я скопил немного чакры», коротко рявкнул Курама. «Может, нет», покачал головой Узум Маке, беря себя в руки. «Я верю Джирай и идем спать, Тибай и он отправился следом за уверенно шагавшим Ироссинином вровень с которым бодро скакала Химоваря, очевидно что-то выспрашивая. Прислушавшись, он уловил «И у вас мультики только в кино показывают». «А почему вы для детей книги не пишите? Как это зачем? У детей же мировоззрение только формируется и если вы их в нужном направлении подтолкнете будет. Классно! Ваши ичи ичи тиражируются везде, а если детские книжки получат ту же популярность? Джирай и сама это же такая возможность. И мне ваше сказание о бесстрашном ниндзя очень понравилось. Стоит признать, что здесь скорее Хима доведет старого извращенца до ручки пробормотал Кьюби почти спокойно. Наруто согласно кивнул. Он не планировал долго спать. Хватит и пары часов. Не случится же за это время чего-то из ряда вон. У Джирай было немало фанатов, но те, что находились в Канохе не понаслышке знали о его жене и были почти бесполезны в плане сбора материала. Поэтому в Канохе на него нападал творческий кризис. Либо же он использовал уже собранный материал, шлифовал уже написанное. Цунади очень ревностно следила, чтобы в книгу не просочился ей образ. Это мешало. И немного злило неопубликованные материалы все ширились и ширились, а старый писак страдал из-за того, что не мог никому их см. Только вот писал о жене он почему-то именно в разлуке. Порой как найдет до мельчайших подробностей, до штрихов, но публиковать это он не рисковал, как отдать прочесть той, кому это посвящалось. У Джирайи были разные фанатки, но никто из них и слыхом не слыхивал о его первом произведении. У Джирайи были разные фанатки, но столь юных особ среди них не затесывалось никогда. Порой он думал, что после всех похождений небо должно было покар наградить его рождением дочери. Но родился Хару, чему, глядя на смертельно усталого, но все равно закипающего Наруто, Санин был рад. И все же в ее словах был смысл. Мощь слова многие недооценивали. Он давно задумывался о чем-то менее эротичном. В качестве эксперимента. И чтобы Хару впервые прочел его книгу без снисходительной улыбки и покрасневших ушей. Чтобы он оценил нечий и чий единой. Джирайи улыбнулся. Он обязательно этим займется, но позже. Что-то подсказывало ему, что с прибытием пришельцев событий пойдут быстрее. Мир шиноби ожидает потрясения. Возможно, новая война. Этого предотвратить они уже не в силах. Жорного уже запущены. Главное не попасть под раздачу. Ну, а пока отшельник вдохнул широкой грудью. Солнце мягко светило откуда-то с вышины. Это значит Сунадзе выберется из клиники еще ох, как не скоро. Она и так припозднилась сегодня, может, и вовсе оставила подчиненных без своего чуткого надзора, но Сакура. Бойкая девушка, может, даже слишком вздорная, почти как ее сенсей. Джирайи коротко усмехнулся. Нет, его сын слишком разумен, чтобы повторять его путь. Да и вообще отшельник чуть помрачнел. Хару почти не уделял внимания девушкам. В любом случае, в четырнадцать это еще не так критично. Интерес может проснуться. Обязан. Иначе быть не может. Он же его сын. И все же самое главное что тот жив. И гуляет где-то с подругой, которая, скорее всего, до сих пор любит того, кто был готов убить Хару. Учиха проклятие их ненависти было сильно. Сейчас Саскиуару Саскиуару. Старого товарища и самого отшельника скользкого змея, что так боялся умереть, исчезнуть в небытие со всеми своими знаниями и умнями, что стал гораздо меньше походить на человека. Может, посмотрев на него, у юного учихи в голове прояснится. Только вот особо Джерайи не рассчитывал. Он не мог знать, что сейчас у его сына внутри. Он никогда даже близок к смерти не был уж за этим то отшельник следил. И одно дело, когда физические увечья наносят враг, и совсем иное, когда это делает друг. И если физический Тачи все исправил, то рану душу он исцелить был не в силах. Может, поэтому ни он, ни Цуна Деми стали бить тревогу на странное поведение Хару за завтраком. Да и этот его разговор погибшей Каги родственники Цуны да что угодно, лишь бы не разочарование в ближних. Потому пусть гуляет. Их не было в Канохе почти три года. Многое изменилось. И самому Джерайи не вредно прогуляться, оценить обстановку. Пропустить стаканчик теперь не удастся, но грех жаловаться компания леди. Пусть та и неприлична и на. Зато Цуна Де будет нечего ему предъявить. Отшельник хмыкнул. Сходим в Иширику. Предложил он наугад. Но не помнил он, чтобы девочку сегодня кормили. Наруто умчал, пропустив завтрак и разборки на нем, а в догадливость Мината Джерайи верил так же, как и в существовании инопланетян. Крайне слабо. С удовольствием. Как классно, что и у вас она тоже есть. О, и, наверное, Теучицын здесь помоложе будет. Химовари улыбнулась в предвкушении. Джерайи едва заметно выдохнул. Рамена не то место, которое любят девушки. Данва это другое дело. Тут женщины слабы. Но имя Чараку было предложено из-за малого количества в том посадочных мест. Чем меньше лишних глаз увидит девочку, тем лучше. Да и Теучи особо болтать не станет. Любишь это место? Все же спросил он. Должно быть они смотрелись немного странно. Не привыкли жители Канохи видеть его с маленькими девочками. Да и за минувшие три года от него вообще-то отвыкли. И все же он был рад вернуться домой. Вновь стучать деревянными колодками по пыльным улочкам. Слушать как сопят за миссиями ранга Д. Команда генинов, как негромко каркают прикормленные тачи вороны. Что до происходящего смината, то в пришельцах Джирайи видел шанс. Шанс вернуть своего ученика. Выдернуть из того состояния, в которое тот намеренно себя вогнал. Еще бы и женщину ему найти отшельника вздохнул. Многие пытались. Все-таки страдающие фигуры и миловидное лицо четвертого многих привлекали, но никто успеха не добился. А ведь рано тому было на себе крест ставить, рано не Джирайи знать, как прекрасны женщины. А также как они коварны, порой жестоки, но без них жизнь была бы до безобразия пресной. Химовари тоже была женщиной. Пусть и маленькой. И отшельник слишком хорошо знал их природу, чтобы понять, что малышка вырастет той еще чертовкой. Но сейчас папа очень любит. Он буквально вырос на рамене. Теучи сан подарил ему на свадьбу абонемент на бесплатный рамен до конца жизни. Но папа этим не злоупотребляет, хотя и это обстоятельство окончательно тоучило его носить с собой наличность или хотя бы карту, поэтому он то и дело занимает уши Камару сана, которому затем компенсируют все премии. Химовари хихикнула. Но я тоже люблю рамен, правда, не так сильно. Пожизненный абонемент превосходный подарок. Видимо, твой отец и, вправду, очень любит рамен у Спаска наху, раз и Чирику его так отблагодарил. Пол серьезно заявил Джирайя. Так и есть. Кивнула девочка, а ведь та и правда кладясь информации о том мире главное, не спугнуть. А для этого лучше всего намерений не таить. По крайней мере, всех. Все-таки его профиль для разведка. А как это случилось не расскажешь? Хоть в общих чертах. Это будет стоить вам трех порций мисо-супа со свининой. Коварно облизнулась Химоваре. А еще тренировки. А ты не лопнешь? Хохотнул Джирайя, а затем насторожился. Тренировки. Но вы ведь папу тренировали. Рассингану научили, девочка загнула один пальчик. Призы в жаб подарили. А это немало он отшельником по вашим стопам стал. Да и его режим идеален, как и у Нинато, задумчиво кивнул Джирайя. Ты своего не упустишь, я вижу. Дедушка Хиаши так учил, без какой-либо задней мысли сдал о своего воспитателя Химоваре. Точно. Еще и Хьюго едва не хлопнул себя по лбу отшельник. А отец твой нормально с ним общается. Если помнить те качели, которые наблюдались в отношении четвертого Ну, они могут в чем-то не сходиться во мнениях, но до выяснения отношений на повышенных тонах никогда не доходило. Насколько я знаю, они как-то договаривались. Всегда девочка пожала плечами, а Джирайя и Джирайя решил, что либо дочь седьмого хорошей Лгуни, либо тот и в самом деле нашел подход к тестью. В вечерку, по счастью, никого не обнаружилось. Наконец, вернулись Джирайя сама. Теучи сэн за «Неужто забыл вкус моего рамена?» Стоявшая рядом Айми чуть покраснела, что не укрылась от наблюдательного взора отшельника. Хару наверняка скоро объявится, нехорошо ведь забывать старых друзей. И Джирайя чуть подмигнул официантке. А вы все таков же, чуть раздосадованно покачал головой Теучи, от которого этот обмен взглядами не укрылся. Сын вот ваш совсем вам не чита. Словный парень, надеюсь, не испортился в ваших путешествиях. Наше путешествие его закалило, ничуть не обиделся Джирайя, продолжая наблюдать за Айми. «Мне как обычно, а тебе что, Хима вред?» Он повернулся к разглядывающей раменой девочке, которая держалась чуть в стороне так, что Теучи не сразу ее заметил. «А эта юная леди откуда? Не стали же вы, Джирайя сама, брать столь юных учениц? Куда же смотрят ее родители или не знают о ваших подвигах? Может, они слепы и глухи? Не обижайтесь, но я бы не отдал вам Айми в обучение, будь вы хоть самым именитым признанным мастером по приготовлению рамена. А вы все так же колки на язык, с улыбкой покачал головой отшельник, глядя как Айми пытается образумить вошедшего в рож отца. Здесь ничего не изменилось. Почти. Вдруг радостно хлопнула в ладоши Химоваря, привлекая к себе внимание. Что-то я тебя не припомню здесь, малышка, прищурил сетючий. А у меня очень хорошая память. Я помню практически всех своих клиентов. О, это точно, кивнула Айми, накладывая Джирай его заказ, который в последний раз готовила для него три года назад. Хорошая память это у нас семейная. Это странно. Не местных я сразу различаю, вновь размышлял тючий. На тебя, малышка, я хоть и могу поклясться, что никогда не видел, но на кого-то ты все равно похожа. Химоваря родственница четвертого и потомок клана Узумаки, однако, старик, это секрет деревни. Какое-то время она поживет в конохе. Потому налейко лучше ей мисо суп со свининой, ты говорила? Да, и Наруто, пожалуйста, не забудьте. Кивнула девочка, мигом залезая на табуретку. Хороший выбор, одобрительно кивнул тючий. Ты слышала, дочь? Наруто не забудь значит, родственница четвертого и стала быть кушана Узумаки. Я ведь помню их старик погрузился в воспоминания. Хорошо, что у нашего Хакаги кто-то есть, потому что когда столь властный человек оденок это не дело. Кто-то же должен напоминать ему о человечности. Твоя философия тючий сан, как и лапша непревзойденная. Хотя, порой и хочется тебя взгреть вкусно. Оболдела оглянувшись на Химовари уже приговорившую первую порцию, отшельник с трудом подавил желание протереть глаза. Вы обещали три порции, Джирайя сама. Напомнила ему девочка, аккуратно вытирая платочком губы. В тебя столько не влезет, уже не так уверенно, сказал он. Амин и же тем временем подала вторую порцию. То, как ела Химовари, сложно было описать. Нет, она не была не аккуратна. Вовсе нет упрекнуть ей в отсутствие манер нельзя было. Просто она делала это слишком быстро, орудуя палочками, так словно наносила бесконечную серию ударов, притом еще успевая как-то все прожевывать, не чавкая у Джирайя чуть дернулся в глаз. Пожалуй, такого сочетания изящества на грани фола он еще не видел. Третья порция для настоящей ценительницы, видимо, под впечатлением был отече, наполняв миску самостоятельно. Возможно, когда-нибудь, когда пришельцы вернутся в свое измерение, Джирайя напишет об этом в своей книге. Только добавит много-много художественного вымысла, но после читателей станут уверены, что женщина с хорошим аппетитом это не ошибка природы, которую должно париться от общества, а это очень и очень сексуально. Только Наруто для этого должен быть в другом измерении. Попадать под гнев Девятихвостов в его планы не входило ему хватит и взбешенной цунади. Расправившись с третьей порцией, довольная Химовари отодвинула миску. Спасибо, было очень вкусно. Четвертую могу предложить за счет заведения, определенно, теучи проникся или же это особый ген Узумаки, позволяющая выпрашивать халявный рамен. Нет, вы очень добры, но я наелась, и Химовари в качестве доказательства легонько похлопала себя по животу. Все-таки от Узумаки в ней было куда больше, чем от Хьюга. Тогда пойдем, ты должна выполнить свою часть договора, помнишь? Джирайя быстро расплатился и уже предвкушал рассказ о личности Наруто, когда чертовка с самым милым видом обломала его. Сначала тренировка, напомнила она. Но ты ведь наелась. Взревел отшельник. Три порции рамена это легкая закуска, с убийственно серьезным видом заявила Химоваря, заставив челюсть Джирайя выскочить. Я специально не стала наедаться, чтобы потренироваться. Ты издеваешься? Нет, папа может смолотить десять порций. Или даже пятнадцать, но он кушает еще и закураму. Мне же хватает семи. Иногда восьми, не моргнув и глазом, убеждала его девочка. Девочка безо всякого намека на лишний вес. Что у тебя за метаболизм? Покачав головой, пробормотал отшельник. Не знаю, покачала головой Химоваря. Мама есть совсем немного, борота тоже не слишком налегают, а вот и она смущенно улыбнулась. Папина дочка, значит. Ну ну Академию ты уже закончила. Даже не поступала. Чего? Джирайя резко затормозил. Как это? Папа увеличил возраст для поступления, пожала плечами девочка. Но я еще и не решила хочу ли становиться Шиноби. Или же стану художницей. Или буду шить крутые костюмы для Шиноби. Или выращивать и продавать цветы или стану ученой как Арчимау и буду заниматься исследованиями страшно секретными, но не жуткими. Еще меня привлекает Ириендицу меня учат мама, тетя Сакура и даже Цунадиба Чан. Я не знаю, кем я стану, но это точно не будет скучно. Но зачем же тебе тогда тренировки, если ты еще не определилась? Голос отшельника слегка дрогнул от такого наплывала информации. Он как-то помыслить не мог, чтобы дочь потомственных Шиноби, дочь Хакаги рассматривала другие варианты, кроме становления Шиноби. Видимо, тот мир и правда свернул в какую-то другую немыслимую для них ветку реальности. Я дочь знаменитого Седьмого Хакаги. В моих жилах течет кровь двух именитых кланов, один из которых почти исчез, у меня есть Бьякуган, у меня есть мутация от чакры девятихвостого, девочка легонько коснулась своих полосок на щечках. Маму в детстве пытались похитить только из-за незапечатанного Бьякугана. Меня же не только можно продать на дедушку Хиаши. Я не хочу умирать, не хочу становиться заложницей, не хочу, чтобы у кого-то из-за меня были проблемы. Потому я должна быть сильной вне зависимости от выбранного пути. Пожалуй, ты права, вспоминая судьбе, которая постигла в этом мире старшую дочь Хиаши, кивнул отшельник. Что именно и с кем ты изучаешь? В основном Тайдюцу с дедушкой или сестренкой Ханаби. Бывает и с мамой. Иногда со мной метаются Рейкиен и Баруто. Это твой брат? Старший? Коротко спросил Джирайя. Ладно, отец тебя не учит. Папе никогда. Но, когда он еще не стал Хакаги, я подсмотрела, как он учил Баруто техники теневого клонирования. Подсмотрела, значит освоила. Отшельнику и правда было любопытно. Возможно, был бы совсем не прочь, будь у них с Цуна еще и дочка. А всех нежелательных ухажеров Цуна сама б разогнала, а он бы догнал еще поддал. Да, но папе об этом не говорить от оборота будет опозорен, Химовы рехехикнула. Это почему это? А у него, по-прежнему, выходит только триклона. Это совсем неплохо. Погоди, Джирай внимательно посмотрел на почти лисью мордочку девочки. Дай, угадаю у тебя больше, хоть и младше и специально тебя не учили. Я тут не виновата. А ну самой я очень хотела освоить эту технику. Для себя. Все так увлечены борута, а я и не планирую хвастаться, но в случае нападения эта техника будет моим преимуществом. Да и порой убегать от мамы погулять очень удобно. А то она ученешь меня опекает. А если бьякоган активирует и сцапает? А это сложно, между клонами и же чакры равномерно распределяется. Да и на людях я под хинге гуляю, подальше от квартала хьюга, конечно же. Так что все под контролем, и химовари лучезарно улыбнулась. Ну ка продемонстрируй, а то хвастаться все гораздо. Потребовал Джирайя, прищуриваясь. Легких хлопок и вот перед ним уже пять одинаковых чертовок. Положим, это впечатляет, но для отпрыска хакаги планка всегда выше. Что еще умеешь? Контроль чакрок получается. Хождение по деревьям в воде. По деревьям да, по воде не пробовала, честно призналась химовари. Тогда идем, и Джирайя махнул рукой куда-то в сторону горячих купалин. Аэн пролистывала. Вы будете на голых теть смотреть, точнее подглядывать, потом вас поколотят и мы не потренируемся. Пойдемте лучше на речку. Ах, ты маленькая Джирайя не договорил. В голову ему пришла замечательная идея. Настолько замечательная, что он едва сдерживался от зловещего смеха, который всегда был уделом Рачимару, а вовсе не его. Знаешь, я тут подумал, что потренирую тебя чуть позже. Пока я хочу познакомить тебя с признанным мастером Тайдюцу. Скорее всего, ты о нем слышала, но именно сейчас зеленый зверь Канохи на пике своей формы. Вагай Саня. Он еще не девочка замолчала, хотя явно пустила что-то важное. Я буду рада с ним потренироваться. Правда? Едва не вскричал Джирайя. Он то думал, раз девочка поняла о ком речь, то не согласится, но видно, Химовари знала о Май Тагае лишь понаслышке. Или же всегда была тайной фанаткой силы юности, но опасалась за свою репутацию. Но это уже из разряда фантастики. Конечно, он и Лисан очень достойный Ишиноби. Их Тайдюцу идеально, но дедушка Хиаши вряд ли бы одобрил, попросить Як Лисан вочиниться, да и все остальные были бы сильно поражены, неожиданно выгнула его в шок Химовари. Ну тогда пойдем. Каха, устроим тебе пробные занятия, Наруто сладко потянулся в кровати. Дневной сон, что может быть лучше. Он уже почти восстановил силы, и теперь, войдя в режим отшельника искал дочь возможно, Химовари уже нашла приключений, и ее следовало срочно спасать. Или же спасать стоит твоего извращенца Хмыкнул Кьюби. Или так, согласился Наруто и тут же уикнул. Он нашел Джирай и Химовари. Росинин был до неприличия доволен и изумлен, в то время, как его дочь была в необычно приподнятом расположении духа. Причем рядом с ними он ощущал такой заряженный на позитив присутствие Жирноброва и его Сенсии. Поздравляю, пока ты дрых и заливал сленую подушку, твоя дочь вступила в секту. Озвучила его мысль Лис. Не может быть, Тибайоа. И Наруто и безо всякого использования режима биджу домчал до полигона, на котором, когда-то испытывал седьмую команду Кукаши Сенсии. Джирай обнаружился бессовестно подпирающим дерево, в то время, как Химовари, облаченные в жуткий зеленый костюм хвала Викуда, что с юбочкой, старательно пыталась угнаться за бегущими вокруг полигона на руках свидетелями культа весны и юности, чтобы вас всех с этими словами у зума Китиха сел рядом с Джирайей. Она сама захотела, опередил его извращенец. Ты не должен был допустить этого, Тибайоа. Да ладно тебе, что в этом так о Джирайе не договорил, потому что в следующий момент получил удар столь неожиданный и коварный, что был просто не в силах ему сопротивляться. Наруто использовал свое коронное дюцу. Стоит признать, что тот вариант, который видел его Росинин, был еще цветочком. Ягодка была сейчас перед этим потерявшим сознание старым извращенцем. У Наруто были годы и очень скучные совещания, во время которых он детально продумывал свой образ прошло, Мадара знает сколько лет, когда он его последний стал скорее наоборот. Сексе дюцу седьмого Хакаги в коротеньком белом плащике, с языками пламени, лежущими подол, сапожках с длинной шпилькой, формами лучше, чем у Хината до беременности, пухлыми губками и просто очаровательными полосками на щеках и милейшими лисьими ушками на макушке. Довершал образ роскошный рыжий пушистый хвост с белой кисточкой. Дюцу оказалось массового поражения, поскольку ухо Наруто слышало ровно три шлепка о землю. Химоваря, мы уходим отца Наруто осекся, увидев шокированное лицо дочери. Хима, это не то, что ты поду он не договорил, поскольку в следующий момент оказался впечатан в ближайшие деревцы, которое не выдержав столкновения могучей спиной вновь превратившегося в себе седьмого Хакаги, жалобно заскрипела Сакура точно так же реагировала с криком, это отвратительно. И все же именно это Дюцу спасло их мир. В какой-то степени. Наруто болезненно хмыкнул. Она слишком много времени проводит с Сакурой пятой. Ты уверен, что они там Риен Дюцу изучают? Подал голос Курама. Папа, почему ты этому меня не научил? Возмущенный голос Химоваря долетел до него откуда-то издалека. Наруто моргнул раз. Потом еще. Наконец, до него дошло, что он не ослышался. М, потому что твоя мама меня бы убила? А тетя Сакура с пятой помогли закопать труп? Мы бы никому не сказали, дочь уперла руки в бока. Ты меня этому научишь. Пока мы здесь. Это очень сильная Дюцу. А я не буду им злоупотреблять ради розыгрышей. А что ты будешь делать, если противник женщины или КХМ ему просто не нравятся девушки? Кьюби внутри него вовсю хохотал. Наруто же хотел провалиться на месте. Прямо здесь. О чем он думал о чем? Тогда нужно иметь два варианта Дюцу. Я думаю, папочка, их у тебя два Химова мило улыбнулась. И снова попадание. Вовсю наслаждался ситуацией Лис. И если ты меня имени научишь, я буду вынуждена рассказать об этом маме, дочка притворно вздохнула. Хорошо, но ты никогда больше не наденешь это. Наруто ткнул пальцем в зеленый костюм. Я согласна, только, папочка, можно мне иногда составлять компанию Гайсена и Лисена в их тренировке. Я не буду надевать костюм и кричать о весне юности, хотя ты очень весел и я понимаю, что должна оберечь твою репутацию. Но, папочка, Лисан ведь твой давний друг. И раньше ты, наверняка, тренировался с ним а сейчас отдалился. Это так грустно. Хима Наруто вздохнул, не зная, что сказать. Она была права. Прошли те времена. Словные времена, когда он мог делать, что хочет и как хочет, без оглядки на что скажут люди. Я от вас отдалился, но это не значит, что я кого-то стал любить меньше. И я не вовсе не против. Тренируйся на здоровье, только костюм все-таки не надевай, лады, тибайо. Кицуни. Здесь была Кицу, а это был ты. Ты. Джирай первый пришел в себя и забегал по полигону. Ты хоть представляешь, что это было? Сенсации. Восторг, вдохновение. Я должен это записать. И Росинин лихорадочно уткнулся в свои записи, что-то вычеркивая. Хоть кто-то остался прежним, счастливо улыбнулся Наруто, глядя на муки творческого гения и на приходящих в себя жирно бровика и его Сенсии. Что это была за чудная техника, что сразила нас, Сенсей? Не так важно, что это было, ли, как-то, что это прервало нашу тренировку, а значит, мы должны обижать не двести кругов вокруг полигона, а триста и вокруг Канохи. Может, тогда мы встретим ту прелестную демонницу и сразим ее силой нашей юности. Да, Гай Сенсей. Так точно, Гай Сенсей. Глава двадцать четыре, в которой команда по поиску седьмого сформирована. Все кончено, я стоя выше вас, медленно проговорил Саски, еще совсем юный, но уже в черном плаще с кровавыми облаками. Он стоял на уступе, за которым полыхали огни, применяемых техник. Сумерки не могли скрыть болезненные бледности его лица, а также кровь, сочащуюся из мангекеша Рингана, и зловещую отблизь корошенной багрянцем катаны, на которой плясала полная луна и отражались отметины Ринегана, что выступали во втором глазу Чхо. Ничего не кончено, больной ты ублюдок. Сплюнул Наруто, поднимаясь. Вокруг него бушевал ветер, а в следующий момент Саски окружила шесть теневых клонов. И ты стоишь именно там, где и нужно, глупой теме, с этими словами под ногами у Чхо светились контуры печати. Прежде чем Саски успел использовать силу своих глаз, его окружил непрозрачный барьер, созданный специально для обладателей Шарингана. Твой выход, Хару! Прокричал Наруто куда-то в темноту, пока его кланы с трудом ищущую Саски клетку. Рядом с Наруто встал светловолосый юноша чем-то неуловимо, напоминавший пятую Хакаги и Джирайю. А теперь плюнем, разотрем надежно с клеем печатью Тибайоа. И Узумаки в самом деле плюнул на заранее приготовленный свиток, только вот конструкция оказалась разрушена под натиском Сусена раньше, чем он успел закрепить конструкцию. Саски вырвался на свободу, куда более разозленным, чем раньше клоны Наруто испарились. Тот, кого последний назвал Хару, схватил Узумаки за руку и перенес Сихирайшином до того, как кулак Сусена обрушился на них. «Я все равно вас найду!» прорычал в темноту Учиха, когда перед ним с жутким грохотом приземлилась Сусена красного оттенка. «Итачи!» скривился он. Где-то вдалеке громыхали взрывающиеся бомбы хвостатых, а знакомая чакра Девятихвостого укрывала Шеноби и противостоящих Джуби. Саски с диким ревом двинулся в атаку, но не успели клинки красного и фиолетового Сусена скреститься, как последний неуклюж завалялся набок, споткнувшийся гигантский булыжник, которого на его пути еще секунду назад не было. За ближайшим деревом довольно ухмылялась химоваря, поглаживая маленький камушет, на котором та только что использовала технику замены. На этой сюрреалистичной ноте хинутой проснулась. Прошло два дня с тех пор, как ее муж и дочь пропали с этого плана бытия, ей уже снилась всякая чертовщина. Неловко огладив пустующее место рядом с собой и представив, что во смерти усталый Наруто сейчас спит здесь, роняя слюни на подушку и частично на ее глаза уже наполнились слезами, допускать появление которых было нельзя. Хинута должна была быть сильной. Ради Баруто, который тоже переживал, но старался никак этого не показывать. Ради Канохи, которая неожиданно осталась без своего Хакаги. Потому как расключив Бьяку Ганихимоваря и ее кровью Зумаки, то искать следовало с двух концов. И если Хинута верила, что отец сделает все возможное со своей стороны, то ей с сыном следовало пойти другим путем. Вряд ли хоть кто-то из родных и друзей одобрит ее поступок, но сидеть сложа руки Хинута больше не может. Как и Баруто работа на традиционной ферме, находящейся в собственности деревня и закрепленной на балансе системы образования Шиноби, не сможет удержать его от необдуманных поступков. Скорее же лишь сильнее его подстегнет. Никто не отпустил бы жену и сына седьмого живому наследию знаменитого Хакаги тем более. Но она не спрашивала, а делала то, что как ей казалось, будет лучше для семьи и для деревни. Они с Баруто пойдут вместе в деревню и водоворотов. Она присмотрит за сыном и, если понадобится, голыми руками перекопает все пепелище. Впрочем, с Бьякуганом это лишнее. Если там что-то сокрыто, они это найдут. А затем сложат с тем, что отыщет отец из аналов в архивах Юга, помножит на работу исследовательского центра и на работке Рачимару, и они вернут их. Иначе быть не может. Окончательно успокоившись, Хината извлекла из недр шкафа свою старую форминку. Никаких юбок в пол, никаких шерт, только удобные длинные брюки и мешковатая кофта, что легко стерпела бы все изменения в ее фигуре, которых почти и не было. Следующее действие достать давно собранный и лежавший как раз на такой случай рюкзачок. В нем нет ничего лишнего, только большая банка мази по старинному семейному рецепту, толстая пачка наличности, пропуска и документы на реальных людей, действующие, но полученные не вполне честным путем. Однако, когда муж Хакаги и вообще крайне публичный человек, стоит быть готовыми бежать в тень в любой момент. Были там запечатаны энергетические сухие наборы на три дня в расчете на четверых, и несколько свитков с оружием медикаментами, и даже свиток с теплой одеждой, свиток со спальными мешками и палатками и многим другим реальный вес, которых без запечатывания исчислялся бутонами. Хината была предусмотрительной. Даже слишком. Вместо себя в спальне она оставила теневого клона. Многие забывали, что не только Наруто умеет их создавать. Это должно было дать им с Баруто немного времени будь она одновремени было бы больше. Но иллюзий по поводу сына Хината не питала. Клон Баруто обязательно найдет, где и об что развеется. Да хоть награбли на ферме надо ему сказать, чтоб хоть трех клонов сделал, да где-то запрятал. Спускаясь вниз, натренированным слухом Хината уловила тихое сопение и попытки впихнуть невпихуемое в рюкзак. Прицельным выстрелом метнув тапок в выключатель, она явила бы ничего вот только Хината о своих намерениях сына не сообщала. Еще проболтается дурачок, и куда это мы собрались? Она уперла руки в бока, придавая лицу грозные выражения. Яда так в поход шика шикодаем, тибаса. Чуть попятившись от нее и побросав вываливающийся планшет, залепетал Баруто. Как же легко было его напугать, а ведь тот и в самом деле сильно нервничал обычно на свою Сакурой, Хината хмыкнула, глядя на то, как смешно вытягивается лицо сына, сразу не заметившего ее собственное преображение. Ма, а сама тут и куда собралась? Лицо Баруто выражало дивную смесь обиды, удивления и злости на себя за то, что не успел вовремя сделать ноги. Все же он был куда больше похож на Наруто, чем думал. В деревню водоворотов. Искай то, что поможет вернуть их. Ты со мной? Она лягонько растрепала его волосы. Ма, ну как же как же Баруто был так поглощен своей проблемой, что против обыкновения не уклонялся от этой ласки. Что как же? Призвав к себе весь свой немалый запас терпения, спросила она. Я же с Арадой договорился. Мы идем искать ее отца, чтоб тот помог и все тебя никуда одно не отпущай. Узумаки схватился за ухо, которое Хинато неслабо дернуло. Ты не отпустишь. Да это я не отпущу тебя невесть куда за проклятым саски. Помешались вы с твоим отцом на нем. Да ему давно сообщение отправили сам явиться. То ли сказывался сегодняшний сон, в котором молодой саски сражался с таким же юным Наруто, то еще что, но Хинато закипало. А чего в деревне водоворотов делать? Там же все ценное разграбили. Ничего не осталось. Обиженно глядя на нее, ревел Баруто. Может, и в самом деле Хинато чуть переборщила, но после исчезновения Химова и Наруто нервы стали не к черту от терпения обрывалась. Это ты так думаешь, но зная хоть немножко о клане, к которому ты себя причисляешь, можно с уверенностью сказать, что своих секретов узумуки на поверхности не хранили. Что-то осталось. И порой достаточно самой малости, чтобы понять, в каком направлении идти. Ты идешь со мной и это не обсуждается. И рюкзак свой выбрось. Но, мам, последние бороды воспринял особенно болезнен. Нам все равно нельзя все эти светиться. Тебя бы нашли, не успе ты именовать главные ворота. Клон и то хоть оставить догадался. Троех. Дождавшись понурого кивка, Хината почти благосклонно кивнула. Хорошо, тогда идем проживешь ты недельку и без интернета может. Чему тебя полезному научу? Как варить рамен? Кисло поинтересовался борода, накидывая курточку. И это тоже, кивнула Хината, придирчиво осматривая сына. А как же Сарада? Она ведь заметит мое отсутствие, хватался за последнюю соломинку борода. Сарада давно поймала мать, но мы все равно проверим, спокойно ответила Хината. Ребенком больше, ребенком меньше, к тому же, в отличие, от борода Сарада была весьма спокойной девочкой. Наложив хинги, они тенями двинулись по ночной конохе. Активировав бьякуган, она с уверенностью могла сказать, что вокруг было чисто, пока Амицуки. Его-то никто не поймает. Ма, я должен предупредить друзей. Хината остановилась. Впереди она видела знакомый силуэт. Точнее, целых три. Акомару, который в самом деле жил довольно долго для собаки, но Нинкены порой всех их изумляли. Недаром же клан и Нузука разводят тех на протяжении стольких лет. И сейчас старый друг почувствовал ее запах. Бежим, одним губами произнесла она, хватая сына за руку. Крыши домов завертелись в одном нескончаемом водовороте. Ее команда нагоняла ее и Хината едва не потеряла концентрацию. С другой стороны их нагоняла Сакурой с дочерью и безмятежным экспериментом Рычмару на хвосте. Иркнув в неприметную дыру в заборщите, они оказались за пределами старой конохи. Новая простиралась гораздо дальше и шире, но охранялась уже не так хорошо. Однако друзья их нагоняли. Мы, может, уже остановимся и от кого мы так беем? Привет, дядя Киба, Шина Сенсиои, тетя Сакура, ай, ну почему обязательно за ухо? Сарада, и тот туда возмущенный вопль Барута потонул в радостном лая Камару, который кинулся к Хинате. Нервно погладив густую холку пса, она решительно повернулась к рассерженной Сакуре, как всегда спокойному Шине и взбудораженному Кибе. Мы с Барутой все равно отправимся в деревню и водоворотов. Все лучше, чем искать Саски, как удумали эти паршивцы. Почти шипя, поделилась Сакура. Идем вместе мы, не обсуждается это, выдала бурами. Учить детей и клон мой сможет. Спорим, они развоплотят тебя на следующее же утро. Хмыкнул Киба, обнажай клыки. Из жуков клона моего? Не думаю, КХМ, Цунади сама нас убьет, вдруг нервно хмыкнула Сакура и все остальные взрослые подумали об одном и том же лишь новое поколение непонимающе переглянулось, пока старики предавались ностальгии. Так вернем же все вместе Наруто и Химовари. Издал воодушевляющие крик и музыка. Только очень странным составом, и подумалось Хинати, поглаживающий пса и против воли улыбающийся. Глава 25. Четвертый Хакаги и достойный завершения его дня. День, начавшийся приходом советницы Кахару, по определению не мог быть удачным. Однако вскоре Минато убедился, что тот бил все рекорды. Так, значит, ты ничего Микото не говорил? Ни о Саске, ни о Батачи? Почему же тогда тебя видели около их квартала? И как тогда она узнала? По кабинету четвертого гулял жуткий сквозняк, только вот окно было закрыто. Сенсии начал было тот, но Хакаги его прервал. Вот как? Минато горько улыбнулся. Не Хакаги сама? Что ж, если, как Сенсию, ты мне расскажешь то, что отаил бы от Хакаги, то я готов притвориться, что его здесь нет. Как тебе такой вариант, Какаши? И он испытывающе посмотрел на ученика. Он всегда носил маску. Когда как у всякого гения, как у всякого гения обладал немыслимым самомнением. Маска выделяла его из толпы. Маска скрывала его эмоции, которых у хороших Шиноби быть не должно. Маска давала ему возможность шпионить, не скрывая лица. После смерти отца она стала его щитом. Хатаке из кожи вон лез, чтобы стать идеальным. Он наизусть знал кодекс и открыто презирал обито, что являл собой пугающий и четкий образчик хулигана и задеры, которому нет места на войне. Он был слишком странен для клан очиха. Слишком открытый, слишком непосредственный. Обито не боялся говорить, что думает. Он не был похож на типичных представителей своего клана. Хотя каков же портрет пресловутого типичного учихи в глазах среднестатистического жителя Канохи. Прямая спина, словно каю, кто только что проглотил полку, что анатомически невозможно, незыблемое высокомерие и легкое презрение в глазах и словах практически ко всем, кто не входит в их клан, упрямо вздернутый подбородок, будто говорящий, что научиху, где сядешь там и слезешь, прекрасные огненные техники в сочетании с расшатанной нервной системой, заводящиеся с четверть оборота, налитые кровью красные глаза с черными точками вокруг зрачка, которые запросто могут стать последним, что ты увидишь в жизни, откровенно читерские навыки, связанные с тем, что ты можешь пыхтеть годами осваивая или создавая сложную технику, а учиху мимо пройдет, ресничками махнет и вот уже скопировал ее. Неудивительно, что их клан не любили. Впрочем, Минато знал, что далеко не все учиху были такими. Печально, что весь клан судили по его семьи, и больше других кечились своим дадюцу и умними, периодически устраивая свары с представителями других кланов или бесклановыми жителями Канохи. И все же в этом была капля истины. Абсолютно все учиха, так или иначе гордились своими глазами. Даже если они еще и не пробудили шарингом. И, естественно, они мнили себя выше других правда, тоже не все. Тоже Микото. У подруги его жены он ни разу не наблюдал признаков мании величей даже на ранних стадиях, хотя и сдержанную гордость и достоинство не отметить было нельзя. Абита тоже гордился своими глазами, хотя пока и не пробудил шарингом, о чем ему не уставал сообщать Какаши. Однако понятие клановой так ярко не горело в нем. Напротив, Минат оказалось, что Каноха в нем сильнее. Он так живо представлял себя на месте Хакаги главного защитника Каши и Абита. И только Рин служила своеобразным буфером и клейшим веществом, что удерживало их вместе. Минат и не мог сказать о ней ничего дурного. Просто мирная, уравновешенная девочка, что не доставляла ему хлопот. В их команде она появилась, благодаря инициативе Цунадисинджу о наличии Ниндзи-медик в отряде. Рин умел изгладить острые углы так, как и сам Минат и не мог. Его команда была неидеальной, а таких и не бывает. Но он привязался ко всем им. Даже к Каши, от которого обычное слово лишнего не вытянешь. Особенно на Миказе симпатизировал Абита. Да балбес, да раздолбай, да шумный и эмоциональный, настолько, что удивительно, как их всех не перерезали. Хотя ничего удивительного. Он всегда успевал вовремя, а Каши держал позиции до его прихода. Рин потом латал их, а Абита дулся на спасшего его Ирин товарища. Симпатии нас не выбирают. Однако сейчас лишь мельком, погрузившись в прошлое Наруто, он понял кого тот ему напоминал. Скорее всего, из Абита выживи он, вышел бы толк. Ведь у него для того было самое важное упорство и доброе сердце. Все остальное можно с лихвой перетереть этими качествами. Хакаги тот бы вряд ли стал, все-таки для такого нужно было иметь потенциал чуть менее скромный. Как ни крути. И чего же это его сегодня потянуло на воспоминания? Не время ведь от слова совсем. Позволив себе небольшую слабость, Минат обхватил ладонями лицо. В живых остался только один какаши, что поверх своей двойной, ато и тройной маски. о его предусмотрительности даже в Анбу ходили легенды. Носил еще и ту, что предполагал устав. И все же четвертый умел его читать. И сейчас он ясно видел одно, Хатаки нестабилен. И задача на Миказе выяснить, почему. Потому как Минат и не собирался терять еще и его. Проводив Итачи, я в самом деле отправился в квартал Учиха, но затем, чтобы встретиться с Шисой, медленно начал какаши, поднимая на него взгляд. Вы не отдавали приказа, но действовать стоило быстро. Он должен был знать, он говорил твердо, не извиняясь и не оправдываясь. Только вот на последнем предложении его голос дрогнул. Возможно, я был не так осторожен, как прежде, и Микотос он проследил за мной. Вот как, прерывисто вздохнул на Миказе. Он и в самом деле упустил этот момент. Поступок в Саске и его побег не могли не отразиться на клане Учиха, и хотя те, скорее всего, осудили бы своего и без того не пользовавшегося популярностью главу, но предупредить Шису и Стойло. Всегда найдутся те, кто не применует воспользоваться случаем и расшатать обстановку. Возможно, даже за пределами клана. Он потер виски. Хатаки раньше активно взаимодействовал с нынешним лидером клана, и умудрялся оставаться незамеченным. Ведь за Шаринга набитое отношение к нему было настороженным. Как и за дружбу с Итачи. Однако это объяснялось не лучшей формой последнего. Ведь вопреки расхожему мнению, Анбу не были высечены из камня. Другой вопрос, как его засекла Микото? Материнское ли сердце подсказало или же она заметила пропажу соски и шла к реальному главе их клана? Минато больше склонялся ко второму «Ну ладно ты, какаши, но почему Микото не заметил Шисуэ? Как она сумела подслушать вас? Я не знаю, Сенси, глава ученика вновы склонена вниз. Ему стыдно. Стыдно перед другом, потому что, отчасти по его неосмотрительности, та совершила самоубийство. Болезненная тема. Ты не виноват, давно на Микозе не говорил таких слов. Тем более, когда вместо предложенных фактов владел лишь честным словом, но последние события влияли на него. У меня вопросы только к Шисуэ. И то он не будет слишком притязателен. Все-таки все разрешилось не таким уж ужасным образом. Для Канохи. Не для Итачи, который сам искал смерти. И даже жаждал ее, как расплаты за свою верность деревне, оказавшуюся, нет, вряд ли сильней любви к семье. Скорее, Итачи принятое им решение показалось правильнее. И для Микота это был не худший выход. Она пожертвовала собой ради своих детей, ведь, несомненно, Итачи в лепешку расшибется, чтобы помочь Саске. Роскошь, который Минато был лишен. Впрочем, теперь, возможно, и нет взгляд невольно скользнул по фотографии Кушаны, что стояла теперь на столе. Микото, Фугаку. Где бы вы сейчас не были, надеюсь, что вы вместе. Какаши нужно было занять делом. В таком нестабильном состоянии его нельзя было оставлять праздно шатающимся, иначе терзание сожрут его целиком. Было у него одно задание, на котором нельзя расслабиться ни на минуту. Слежка за пришельцами должна его взбодрить. Тем более, что тот, похоже, был им хорошо знаком, значит, в его присутствии Наруто будет вести себя естественно. Возможно, у него и получится что-то узнать. Четвертым и худо, а от докладов подчиненных становится еще гаже. Надо было все же похмелиться, но у господина Хакаги нет и свободной минутки. Посетители все прибывают и прибывают. Да и такие, что не выдворишь. А ведь надо бы сесть и разгрести превратившийся в свалку рабочий стол. Однако, когда в кабинет вплывает Арчимару бумаги отходят на третий план. Намикази до сих пор не определился со своими чувствами в отношении Змейного Санина. Арчимару был не похож на кого-либо. Его незаурядный ум и тяга к познанию делали его идеальным ученым. Только вот последние часто сходили с ума. Одних захлестывала мания величия и те намеривались перекрасть весь мир под себя любимых, другие просто сходили с ума и творили одним им ясную дичь, необъяснимую с точки зрения здравого смысла. Арчимару не относился ни к тем, ни другим. Его цели были прозрачны. Жизнь не имеет смысла, но уж коли живешь, то найди себе интересные занятия. И он нашел познание ради познания. Бесконечные ряды экспериментов, на которые уходила львиная доля бюджета Канохи. Спросите зачем? Санин изучал практически все, от генетики до астрофизики, но основным полем его деятельности было создание новых техник. Именно за это, а также за прелюбопытственные отчеты по исследованиям необыкновенных геномов Канохи иных скрытых деревень отработанные ибики его отделом материала садал в лабораториях Нерачимару. Он был полезен. Человек, что презрел свое данное природой тело, что постоянно экспериментировал. В том числе и на себе. Многие об этом лишь садачили, но Минато знал точно. Арачимару презрел и саму смерть одному ему ведомым способом. Естественная гибель ему не грозила. Как и уход от болезни или от закупорки сосуда. Хотя он мог подавиться, расшибиться, повеситься, задохнуться, застрелиться его могли убить. Правда, в этом случае им следовало тщательно сжечь тело. Желательно матеросу. Чтобы ни одна белая змейка не успела нырнуть за камушек. И то не было никаких гарантий, что это будет конец. Этим Арачимару пугал. Сложно назвать человеком того, кто уже ступил за черту, что другим и не снилось. И все же он не стремился к власти. И она, и стремление возвыситься больше характерно для существ, чей срок строго определен. Арачимару же, казалось, обрел радость в познании и наблюдении. Как в театре, где актерами были живые люди. Именно поэтому Мината не слишком тревожила другая сторона деятельности Санина. Шептун и Арачимару оставшиеся после Третьей войны шинобесироты, коих он пристроил к делу. Они были повсюду. И они держали своего змейного повелителя в курсе практически всех дел Канохи. Деревня стала для Арачимару любимой труппой актеров. Примой которых, несомненно, был сам Мината, как бы ему не претела эта роль. Санину все еще нравилось наблюдать за ним. Хакаги сама, слышал, у вас была бурная ночь, позвольте-ка облегчить ваши страдания, цокнув языком, Арачимару передал ему знакомую склянку. И как бы на Миказе не было порой противно, но в его роли были свои плюсы. Например, первосортная антипохмельная, что так и не запустили в широкий оборот. По причине редкости и дороговизны ингредиентов вестимы. Благодарю, он едва сдерживается, что не откупорить пузырек прямо в его присутствии. В его время, Арачимару сан. Однако вы ведь не только за этим пришли? Спасение моей горячо любимой деревни от страдающего похмельем Хакаги несомненно, задача крайне важная, «Но вы правы», прошелестел Санин. «Я пришел не за этим. Точнее не столько за этим. Наш проблемный мальчик успешно перевезен в мое подземное убежище». Реагирует точно так, как от него и ожидалось. Правда, сюрприз в виде мангикю Шаринга на меня обрадовал. Однако побег и выкрут асосаски куны меркнут в сравнении к главным событиям ушедшего дня, змеиные глаза Санин существуют, но ваши пришельцы это переворот. То есть вы верите, что они в самом деле из другого мира? Минато и в самом деле желал знать. Каким бы Арчумару ни был, но его мнение можно было считать экспертным. Все это так он не мог подобрать слово, пока наконец не закончил. Странно. Конечно же, я верю, Минато кун. Ученый был неисправим. И будучи чем-то сильно вовлечен, приставку кун от него получали были хоть немного младшего его. Будь они хоть трижды Хакаги. Да, для Арчумару Намиказина всегда останется мальчишкой мальчишкой, что однажды увел у него желаемое место и вместе с тем помог понять, что просиживание штанов за административной работой совсем не то, чего он хочет от жизни. Ты сам веришь, просто разыгрываешь комедию, дабы выслушать мое мнение я право польщен, но мне бы хотелось иного. Я хочу поговорить с ними. С твоим сыном, Наруто, кажется, что стал там господином седьмым и его очаровательной дочуркой. А ведь поразительно, как выстроились грани бытия. Здесь и ты и Хиаши лишены своих старших детей, а там те вместе. Нет, положительно я должен изучить, что получится от слияния данных геномов. Говоря это, у Арчумару едва ли не текли слюнки. Тебе ведь не нужно мое разрешение, покачал головой на Микази. Он не одобрял такого интереса и что-то внутри его крепко противостояло, желало оградить пришельцев, но запретить Арчумару он и в самом деле не мог. Так зачем говоришь все это? Хакаги должен быть в курсе того, что касается столь важных вещей, наставительно сообщил Сонин. Впрочем, я лишь хотел понаблюдать за твоей реакцией, Минато-кун и я не ошибся. Ты, в самом деле, успел привязаться к ним. Поразительно, учитывая, что и суток не пришло, как они появились, а уже проникли так глубоко под твою очерствевшую кожу. Ты даже достал фото Куши Ниссан, поразительно, ты все еще можешь меня удивлять. Ты взревел, теряя контроль, на Микази. Обещал вызволить ее из желудка шинигами. Однако все эти годы делал, что угодно, но только не это. Я не говорил, что это будет легко, Мината Кун. И не кипятись, я свои слова держу. Придет время и я вызволю ее заметь, к ней прилагался и девятихвостый демон Лис, что, без сомнений, возродится. Сейчас ни время ни место. Будь терпелив. Пожалуй, я зайду к тебе позже. Мне еще нужно зайти к Цуне, кажется, ты должна рвать и метать после вчерашнего. Обожаю эту женщину в гневе. И прежде, чем на Миказе успел хоть что-то предпринять. Теневой клон Ира-Чумару развеялся. Чертов змеиный ублюдок. В сердцах возвестил Мината, а пострадала столешница. Это ты об Рычумару? Склонен согласиться, в дверь просунулась голова Шикакунара. Простите за вторжение, Хакаги сама, следом за другом в кабинет протиснулся Инаичи, видимо, уже немного отошедший от знакомства с содержимым головы Наруто. По лицу его Мината ясно прочел, я ничего не говорил, что касается Шикаку, то он закончил, но я и так все знаю. Конечно. Тут с советниками ему повезло. Он и сам хотел их вызвать, когда немного. Немного разгребется. Однако те пришли сами. Что ж, не выгонять же теперь. Присаживайтесь, кивнул он. Разговор предстоял долгим. Здесь и не только вопрос с пришельцами, но и ситуация с кланом Учиха нуждалась в высочайшем контроле. Секретарь незаметной тенью вошла внутрь и внесла поднос с чайным набором. Отчего Мината, у которого со вчерашнего вечера во рту маковой росинки не было, почувствовал, как засосало под ложечкой и без всякой чудодейственной продукции Рачимару. Беседа с Шикаку всегда оставляла у него странные ощущения. Нара хорошо считывал ситуацию, а его друг Яманука копался в головах людей. Вместе они образовывали беспрогрошную комбинацию. Однако их мнение о Наруто казалось Минатой слишком высоким. Сговорились они все что ли? Ему даже показалось, что эти двое восхищались им. Странно, но это вызвало у него смешанные чувства. С одной стороны это все-таки его сын, хоть и сам он к его воспитанию руки не приложил, а наследственность, как показал его настоящий сын из этого мира, вполне может и в Акацуке найти применение. С другой четвертый ощущал нечто, похожее на ревность. Словно он больше не был единственным Хакаги. Над Конахой медленно поднималось второе солнце, которого здесь быть не должно, но которое, в отличие от первого, покрытого уродливыми пятнами, светило мягко и приветливо. Открыв окно, чтобы впустить немного свежего воздуха, Намеказе замер. Светки на него смотрел как Аши, устроившийся на давным-давно укрепленном тензидереве, словно сыч. Я же велел тебе следить за ними, нахмурился он. Раздавшийся следом какой-то необычный стук в дверь был лучшим ответом. Стучали так, словно никогда до этого всего простого действия не выполняли да и сейчас сомневались в правильности принятого решения. Четвертый не думал, что еще увидит кого-то из них сегодня, но просунувшаяся в кабинет голова Наруто одним махом опровергла все его предположения. Я понимаю у тебя полный дел все такое, начало было многообещающим. Но мы не закончили разговор, а ты выглядишь откровенно паршиво, дать тебе я. И прежде чем Минато успел хоть что-то ответить на такую откровенность, прибавил, помню, проходили, я и сам такой. Но пойдем вычереку, я, как прибыл еще там не был, а это страшное шансы просочиться. Ты, видимо, большой фанат Мина, насмешливо вскинул бровь четвертой. И в самом деле Хакаги с подобной слабостью к уличной еденной Миказе фыркнул. Спрашиваешь? Чуть насупился тот. Ты ж сам меня назвал в честь одного из ингредиентов, а как корабль назовешь, так и Наруто неопределенно махнул рукой. И не понять было стыдится ли он всерьез или злиться на него. Ладно, кивнул Минато, чувствую, что не в силах отказаться от такого предложения. Точнее, не от самого предложения сходить поесть, а от разговора с седьмым. Пошли. Кошелек возьми, остановил его на полпути чуть смущенный голос Наруто. А то я свой в том мире оставил. Против всякого ожидания, кабинет огласил хриплый смех на Миказе. Достойное завершение Хроники Химовари Папа снова куда-то убежал. Даже в чужом мире ему не сидится. Химов вздохнула. Гассин Си и Лисан были слишком заняты поисками, а Джирая сама был потерян для этого мира, как минимум на остаток дня. После устроенного ее отцом представления у писателя явно проснулось вдохновение и он строчил, не поднимая глаз от бумаги, периодически охая, ахая предвкушающая подбираясь Люни ловить здесь ей было нечего. Папочка наказал быть рядом с Джиралией но Химовари не собиралась отходить далеко. Только проверит, кто там за ними все это время следил не более. Выходи, дяденька извращенец. Потребовала она от ближайших кустов. Я слышала, как у тебя полопались сосуды в глазах от увиденного. Ты чертовка. Увидеть за кустами дядю Неджи она не ожидала. Ой, здрасти, невольно попятилась Хима. Почему никто не говорил, что тот был извращенцем? Вот Аджирая всякой нахознала, но тот и не скрывала, ведь извращенец с Бьякуганом это плюс сто пять сот к скрытности и опасности. Фингалы вокруг глаз ошибаться не станут. У него был активирован Бьякуган, когда Неджи попал под действие папочкиной коронной техники. Куда? Взбешенный дядюшка схватил ее за плечо. Кто вы такие, чтобы вас всех? Если тебе дедушка Хиоши не сказал, значит, и не спрашивай. Заявила Хима Варя и засветила Неджи мягким кулаком поддых. Не ожидая такого от вредной мелочи, он пропустил эту бесхитростную атаку. Дедушка сдавленно прошипел Хьюго, наблюдая за тем, Но ведь это невозможно. Та давно мертва и даже если нет, это не может быть и ее дочь. Хима то сама младше его на год, жабей сенсей. Хима Варя сраз бегу запрыгнула на Джирайо, отчего тот пролил краску. Нам надо уходить. В другом месте продолжишь. Этот извращенец меня преследует. Какой извращенец? Вынужденно вернулся к реальности Сонин. Ах, этот он заметил скрывающегося в кустах Неджи. Ну ладно, пойдем туда, где нет места Бьякогану. Это куда? Удивилась Хима Варя. На окраине клана Очиха, есть там один заброшенный дворик и вид хороший. На речку. Я там иногда пишу когда надо скрыться от Суны, захлопнул книжку Джирайо и решительно затопал в обозначенную сторону. Проводив кусты, в которых недавно мелькала макушка ее родственника, подозрительным взглядом, Хима Варя укратко показала язык и поспешил за отшельником. Тот хоть и супер извращенец, но не скрывал этого, да и папочка ему доверял. А дядюшка Неджи, как бы не увлажнялись глаза мамы при взгляде на его фото, казался ей здесь мутным типом. Подойдя ближе к кварталу Очиха, Джирайя призвал Жабу, сказал ей Девица и Хима Варя никогда раньше не путешествовала в желудке к вакушке. Несмотря на не самый освежающий аромат, дикая скачка ей понравилась. Научите меня техники призыва. Ну, пожалуйста. Затормошила на край площадь шельника. Это так круто. И у нас уговор мой рассказ в обмен на тренировку. Эм видно, было, как в Джирайя борется дикое вдохновение и любопытство. Наконец, полуголая кинцуна в его мозгу победила. Давай, ты лучше начнешь учиться технике стихий. Это же долго. Ахнула Химаври. И вообще так и скажи, что хочешь от меня отделаться, чтоб я медитировала на листик. Ах, ты торопышка. Взлохматил ей короткие волосы отшельник, чуть улыбнувшись. Отчего уверена, что именно листик. Может, твоя стихия огонь или вода? Или земля? У папочки ветер. Хотя оборот вода да не знаю я. Но папа очень живо рассказывал, как пытался разрезать один маленький листик. Нахмурилась Химаври. А чей это был дом? Неожиданно спросила она, рассматривая покосившиеся никогда весьма добротные стены. У меня нет при себе чакропроводящей бумаги, почесал в затылке Джирайя. Ну и сейчас отправляй жабу за ней. Что до дома это не важно, чересчур поспешно прибавил он. Главное, что сами Учхо обходят его стороной. Здесь жила главная семья? Догадалась Узумуки. Да, ты чересчур прозорлива для такой сопляки, проворчал отшельник. Сейчас у нас будет бумага, мы быстро проведем тест и ты будешь занята делом, пока я пишу о прекрасном, то есть о женской груди, со вздохом перевел Ахимовари. Да, похоже, папочке нелегко пришлось с вами в том большом путешествии. Это был Наруто вместо Хару. Тихо спросил Джирайя. Мы с Цуны там не были вместе. Кажется, нет, прикусив язычок, ответила погрустневшая Узумуки. Не этого она хотела выдать своей случайной болтовней. Отшельник казался ей всерьез расстроенным. Даже запись отложил. Что ж, зато из твоего отца вышел толк, после коротких раздумий кивнул он. Отцу Нани развалило деревню, став пятой. Уже неплохо, ведь так. Нарочито весело хохотнул он, чтобы затем серьезно поинтересоваться. А детей у нее нет? О которых бы знала Канаханет, но порой папа говорит, что Баачан пьет так, что Орочимару не составило бы труда незаметно изъять нужные материалы для создания Митсуки тети Сокура после обычно называет его дурачком, а мама вздыхает, советую не упоминать эту теорию при Цуннаде, не моргнув и глазом заложила контору химовари. И тут Орочимару кисть в руке Джерайи переломилась. Значит, этот Митсуки это его пробирочный сын? Ему что совсем делать нечего стало? Папа говорит, что пусть лучше так, чем и дальше строит козни. Поспешила добавить Узумуки. И Митсуки вроде ничего. Он с моим братом в одной команде. Не знаю, почему папочка такое выдумал у него единственное что на Баочан похоже это светлые волосы. С Орочимару и в самом деле не соскучишься. Почти беззлобно заявил Джерайи, которого подобные заявления не успокоили, а скорее, наоборот, заставили задуматься, не зря ли он на три года покинул жену ладно, давай оставим к пока эту тему, к тому же вот и бумага подъехала. Принимая и спасти призывные жабы бумагу, сменил тему отшельник. Да верну я потом тебе деньги, верну. Прибавил он тихо, потому как жаба никак не желала возвращаться на гору. Многозначительно квакнув напоследок, призыв испарился в легком облачке пыли. Папа тоже так делает, хитренько кивнула химоваря. Занимает по мелочи даже ужаб. Хотя у самого с деньгами проблем нет. Кажется, теперь я понимаю, от кого он это перенял, эй! Возмутился Джирайя. Цунади проигрывается много больше, чем получает. И никакие стены ее не выдерживают. Про мебель и бытовую технику вообще молчу. Хару скоро захочет жить отдельно никуда его? Много что ли у нас чеунины зарабатывают? А ведь ему жениться надо на ком вопрос, правда, открытый. Но желательно на ком том не сумасшедшем, чем мы с Цуной в любом случае надо поторопиться с новым романом. Ой, только я выдала Узумаки и путем нехитрых вычислений вспоминая, как прижимиста вела хозяйство тетя Сакура, потому что имела такой же грех, как и пятая Хакаги, в гневе крушить все нажитое непосильным трудом. Правда, у тети Сакуры было отыкчающее обстоятельство, та в сущности тянула дочь и быт одна. Как-то раз Хима подслушала мамин разговор с Хару на Саске Учхо оставил своим женщинам только имя, которое многие отчего-то называли проклятым и больше ничего. Ни о каких алиментах перебиваясь случайными заработками законности в которых было немного, его вообще не особо заботили бытовые проблемы. Тетя Сакура говорила, что тот мог забывать поесть по нескольку дней и годами носить один и тот темный от крови плащ, ибо от пафосной белой рубашечки пришлось отказаться по причине ее дивной маркости. К одним из железобетонных правил нельзя относилась отмачивая кровь в холодной воде и имея несколько комплектов восстановлению. К примеру, у ее бати было по меньшей мере десять одинаковых костюмов. Раньше она не понимала зачем, но, оценив степень изнаса и побывав как-то на большой стирке, Хима вопросов у нее больше не возникало. Мама говорила, что ниндзя по бедне или по лениве используют Хинги, чтобы скрыть пятна из заплаты, но для части клана Хьюга это недопустимо. Мы видим все обращенность ли матери, обратившие внимание на нижнее белье мужа тетина, или же то, что та позволяет ему носить семейники. В любом случае толку от саски учихи, как от добытчиков в семье не было. Хотя казалось бы последний наследник великого клана Дедоль Хиаши тот твердил, что учихи только пыль в глаза пускать были гораздо, а на деле же всегда тратили больше, чем Химовари поежилась. Клан матери был не просто прижимист, скорее даже аскетичен. Но на них сборута мама никогда не экономила и ни в чем их не ущемляла. Может, и зря. Все-таки, по сравнению с Сарадой, братик зажрался самой же Химовари никогда не надо было слишком многого. Ядовитые расцветки Мишка да Зайка, которых можно было безнаказанно тискать, ну и наборы для рисования как без них-то. Откручивать головы армии кукол может, и весело, но у конкура Сана, кажется, не было дочери, хотя, стоит признать, без интернета было тоскливо. Но зависимой или уж, тем более, игроманка Химовари себя не считала. В отличие от братика. Борота тихо прошептала она, сжимая кулаки. Ты чего, мелкая, скоксилась вся? Джерай присел, чтобы оказаться дождик-то тут устроила. Бросай-ка это дело ниндзя не плачет даже, если ты в юбке. Терпеть не могу женские слезы такое вдохновение убило. Не реви, не реви, сказал. Я не реву. Попыталась отвернуться Хима. Ресница в глазу застряла сейчас вытащу и порядок. Воба. Скептически переспросил отшельник, с улыбкой наблюдая за тем, как та вытаскивает воображаемую ресницу. Ага, глотая слезы, кивнула она. Воба, как там без них мама? А братик? Неужели все так же дуется на отца? И кто теперь Хакаги? Это я во всем виновата, тихо прошептала Хима. Только я. С остервенением прибавила она, отталкивая Джирайю, положившего было на ее плечи широкие теплые ладони. И я должна все исправить. Прокричала Узумаки, убегая в неизвестном направлении. Далеко она не убежала. Мало того, что эта часть Канохи ей была абсолютно незнакома, так и сама Химовари с трудом представляла, что ей делать и как исправлять содеянное. Одно дело заварить рамен, другое попытаться снова высушить его и засунуть в упаковку, притворившись будто ничего ей не было. Однако настиг ее не Джирайи, хотя Химовари слышала, как скачет по ее следу призывная жаба. Очевидно, Санин не рисковает появляться в квартале Учиха в своем обличье. Ей не следовало, но Узумаки была слишком взбудоражена своими мыслями, чтобы об этом подумать, а поэтому с размаху врезалась в преградившего ей путь мужчину, хотя она могла поклясться, что еще секунду назад его там не было. Техника телесного мерцания. Пробормотала Хима, отскакивая от Шиноби. Ой, то есть простите, я вас не заметила, и она короткая, но вежливо поклонилась, украдкая рассматривая мужчину. Это, определенно, был представитель ныне находящегося валой книги Канохи Клана об этом свидетельствовал хотя бы герб на его кимоно, если не характерная внешность темной волосы, бледная кожа, почти черные глаза и короткая катана за плечом. Верно, легкий кивок и дернувшиеся было кончики губ навели Узумаки на мысль, что, вероятно, когда-то давно этот человек умел улыбаться, что судя, по некоторым рассказам, для чистокровного Учихи было нонсенсом. У тебя острый глаз, если ты ухитрилась ее различить. Сюда редко заходят гости, Химова реоценила, как ловко тот избежал слова чужаки. Я заблудилась, уверенно ответила она. Это ведь чистая правда, она не виновата, что Джераль ее сюда притащил. И зашла так далеко вглубь. Покачал головой неизвестный Учиха, впрочем, он не стал ее и дальше терзать расспросами. Идем со мной, я выведу тебя как, говоришь, тебя зовут? Я не говорила, не купилась на столь простой трюк у Зумаки, после некоторой паузы прибаив. Спасибо, жаба за ней больше не следовала. Неужели Джераль не хотел попадаться на глаза этому Шенобе? Во что же она вляпалась тогда? Ладно, юная прекрасная незнакомка, насмешливо фыркнула Чеха. Можешь и дальше сохранять свое инкогнито, все равно шпионка из тебя неудачная. А это еще почему? Поинтересовалась у Зумаки прежде, чем успела прикусить язычок. Шпионы никогда не бегут, если их еще не раскрыли, а если раскрыли, то не останавливаются вот так запросто поболтать с первым встречным, да и шпион бы точно зал. Кто я? Спокойно пояснила Чеха. А кто вы? Вновь не подумав, ляпнула она. Нет, так нечестно. Открестился от нее Шенобе. Ты хочешь знать мое имя, но самохранишь инкогнито. Либо колись, либо мучиться от любопытства, кем же был тот благородный ниндзя, что вывел тебя из квартала великих и ужасных очах. Внимательно наблюдая за ней, разыграл этот спектакль мужчина. Не такие уж они ужасные, выходят. Поддержала игру еще бы знать какую. Узумуки. Не знаю, не знаю, по деревне ходят разные слухи, особенно сегодня. Учху остановил на ней внимательный взгляд, благо хоть Шаринган не активировал, но Химоваре все равно стало несколько не по себе. А что сегодня? Осторожно поинтересовалась она, впрочем, прекрасно зная, а что нельзя же в самом деле по поступку одного представителя судить весь клан. О, так о происшествии известно даже маленьким, случайно заблудившимся в нашем квартале девочкам. Только вот Саски не просто представитель. Он глава клана. Номинально зачем-то прибавил Шиноби после некоторой паузы. То, что я маленькая и потерялась в незнакомой для меня части деревни не значит, что я слепа и глуха, недовольно заметила Химов. Я, конечно, не вправе судить, но разве не следствие его положения то давления с разных сторон, что послужило причиной тому инциденту. Похоже, что ты не так глупа, как желала показаться сначала, хитро усмехнулся мужчина. Однако это не отменяет моего вопроса о том, как не слишком маленькая и далеко не глупая девочка оказалась в некогда бывшем самым сердцем клана очага. Я поругалась с родными и убежала, не разбирая дороги, врать Химоваря не любила, но порой надо было. Потому и плакала, и она посмотрела на него своими все еще припухшими от слез глазами, на войне все средства хороши. Ладно, после некоторой паузы согласился очага. Идем скорее, тебя, наверное, уже обыскались. И больше так не делай, еще забежишь к Хьюго. А что Хьюго? Резво затормозила его узум Маки, шпион из которой. И в самом деле, вышел бы не важнецкий. Сами же обижайтесь, что ваш клан в деревне боятся, а за спиной Хьюго такое обсуждаете. Так я и думал. Торжествующая заявила очага. В тебе их кровь, хоть у тебя и нет явных признаков Бьякогана, потому тебя и не запечатали. Я лишь слышал о том, что уродились с их додюцу, но никогда не видел тех, кто был отбракован. Ах вы узум Маки глупо раскрыл рот, подавившись дальнейшими словами. Умом она понимала, что лучше бы ей согласиться, но стерпеть грубость все-таки она дочь своего отца. И да кем вы себя возомнили? Было написано на ее лице. Никем, ответил ей тихий шепот. Я не более, чем тень на стене, или отблеск новой зари. Я тот, кого волнует как благополучие моего клана, так и деревни, однако к анохе есть кому позаботиться тогда как клан Учиха переживает тяжелые времена. Мы пришли. Будь осторожнее, незнакомка. В тебе лишь крохи сил великого клана, но амбиции столько же, сколько у Хеми. Сказав это, вредный Учиха исчез, использовав технику телесного мерцания. Хеми. Да чтоб тебя, Тибайоа. Я не Хеми. Ты Хеми не видел. И сказал так, будто это преступление какое. Да ты маму мою не видел и тетушку Ханаби не знал. Скромный Учиха выискался. Кажется, достигла пика нервной напряжения, связанная с тем, что она облажалась по-крупному, надолго задвинув боруто, неизвестно, когда увидит маму и братика, лишила всю канаху седьмого Хакаги, повстречала дедушку Минато и дядю Шкунаджи, которые оказались совсем не такими, как она их представляла, была полной неумехой и неудачницей, из-за которой папочка теперь страдал, вновь встретив погибшего Сенси и отца вот что она за человек, Хима вырезаревела. К ее чести тихо и не так позорно, хотя какая тут честь. Мне пристало плакать дочери Хакаги, как и внучки главы клана Хьюга. Постепенно всхлип улеглись. Последний раз шмыгнув носом, Хима выре прислушалась нет, жабы поблизости не было. Так, где же Джирайя? Его ведь не сцапал тот странучхо? А в самом деле? Ты так классно рассказываешь, Хару. Тебе бы тоже писать книги ой, то есть, не подумай, я не читал эти книги, шагающие рядом с Синджу темноволосая девушка отчаянно краснела от своей оговорки, выдавшей ее, по меньшей мере, знакомство с трудами Росинина. Успевшая спрятаться в кустах Хима вырездавленно хихикнула. Интересную подружку провожал до квартала у Чиха сын пятой Джирайи. Выходит, раз она здесь живет, значит ты сама из этого клана? Дождавшись пока эти двое распрощаются, причем под конец встречи оба были цвета спелого помидора, Узумаки выскочила из кустов, напугав Синджу до чертиков. Она красивая. Хитро улыбаясь, оценила она. Эй, ты чего тут делаешь? Округ грел глаза Хару. Это же квартала Чиха. А ну да очень, мечтательно произнес он, цветом выровнявшись с перезрелым помидором. Твой отец привел, мы с ним разминулись он где-то там в жабьем желудки шнырит, фыркнула Химавари. Только я не знаю, как его искать, меня тут уже один странный тип сцапал. Да чтоб, вечно его тянет, куда не просит, по-любому разведывать обстановку отправился. Цокнул Синджу. Ладно, он призвал Жабу, передайте отцу, что я присмотрю за девочкой, пусть шпионит главное, чтоб мать его потом не прибила. А что, прищурилась у Зумуки. Он и за женщинами кланучиха подглядывает. А что они не женщины что ли? Вновь покраснел Хару. Пойдем домой, нечего тут отсвечивать лишний раз. Пойдем, согласилась Химавари, не подозревая, что безумный день и не думал заканчиваться. Глава 27 Отец и сын День неутолимо катился к закату и улочки постепенно наполнялись отработавшими жителями Канохи. Конечно, график Ниндзя не нормирован, однако существенная часть Шеноби к вечеру была свободна. Именно они, они гражданские сбивались в особо шумные компании и принимали за воротник много-много литров саки, делая выручку всему малому бизнесу родной деревни. Четвертый их понимал. Работа у них, право, не мёд. Никогда не знаешь, чем обернется казалось бы плёвая миссией. Впрочем, в их ремесле таковых не бывает. Заказчики отчаянно юлят, стараясь выгодить так, некоторые заявляют миссию Рангс, которая потом оказывается полноценным врангом, а посылаемые на неё гинены либо гибнут, либо травмируются и лечить их выходит много дороже, чем оплата за Ранг С. И это не считая упущенной выгоды от простой и команды. Минат и ненавидел подобных экземпляров, а потому у Канохи имелся свой реестр благонадёжности заказчиков. Данная база данных формировалась не только из собственного опыта, но и из донесения разведки каналов Рачимару, а также от чёрных списков, порой выставлявшихся на нелегальных рынках других скрытых деревень. Данная политика позволила им, если не полностью нивелировать инциденты с заведомым обманом заказчика неоплатой, неполной оплатой, клеветы, что невозможно, но существенно улучшить статистику. Однако жизнь такова, что миссии переквалифицировались и по независящим от сторон причинам. Полностью учесть все риски нельзя. И он отправлял детей туда, где их могли убить. И убивали. Мината вздохнул. Генины не дети. Они, в отличие от своих гражданских сверстников получали права и обязанности совершеннолетних в момент вручения протектора скрытого листа. Их судили и расценивали, как взрослых. И все же они таковыми не являлись. Четвертый сжал кулаки, оглянувшись на идущего рядом Наруто. Ему каким-то образом удалось то, о чем намекази мог лишь мечтать. В этом мире даже дети потомственных шиноби могли быть просто детьми. Как химовари. Ее незамутненность, простота и в чем-то наивность в их мире были немыслимы. Она и в самом деле не понимала, отчего она так сполошилась из-за прибранных бумаг. Эта девочка не осознавала их значимости. А он, Минато поморщился. Было неприятно понимать, что именно он заложил трещину в фундаменте ее мироздания. Однако, если пришельцы задержатся здесь, то это неизбежно. Иначе им не выжить. Ведь нельзя же просто взять и заявиться в чужую деревню со своим уставом. Тут его взгляд зацепился за рукав оранжевой куртки Наруто. Только если это не шиноби уровня Каги или выше, прибавил внутренний голос. Четвертый вздрогнул. Потому что седьмой мог позволить себе повысить возраст поступления в Академию в то время, как на Миказе был вынужден латать кадровые дыры вчерашними школьниками. Это было допугающе это было. Страх перемен плотным кольцом окутал его грудь. Четвертый выстроил эту канаху. Она была неидельна. Далеко нет, но он старался. На Миказе своего себя положил на благо этой деревни и теперь все грозит пойти по швам, просто потому что сам Минато уже идет. Впрочем, пришельцы не виноваты. Его известие о том, что их скушенный мальчик один из самых опасных преступников мира Шиноби. Его Наруто Вакацуки. Зато Наруто из другого мира господин седьмой Хакаги, у которого каким-то образом получилось то, о чем Минато мечтать не смел. А все потому, что в том мире он не проиграл Шиноби в маске. Проклятому Чихи. Четвертый хотел знать. Просто хотел понять, где же произошел «Была ли это слепая случайность, камешет, на котором оступился один из них, или же нечто большее? Он хотел и боялся узнать правду. Наруто определенно знал, кто напал на Канаху в тот день. Знал и молчал. Он вообще знал слишком много. И это может оказать решающую роль на их мире. Так сказал Шикоко. И у Минато нет оснований не доверять тому. И все же улицы Канахи были полны людей. Шиноби гражданских. И десятки, а то сотни взглядов то и дело касались их. Собственное решение прогуляться, а не перенестись до Ичиры уже не казалось таким правильным. Тогда Минато казалось разумным продемонстрировать жителям, что эти чужаки не опасны. А разве нет лучшего доказательства, чем появление на публике чужака, спокойно идущего бок о бок Хакаги. Однако сейчас, даже не будучи в режиме отшельника, Намикази мог с уверенностью сказать, что не такой реакции он ожидал. Он не был слеп, нет, и он раньше слишком хорошо зал, что думают и как относятся к нему жители деревни, в целом, и отдельные Шиноби. В этом то и состоит проклятие данного искусства. Знать неприглядную правду, скрытые намерения и истинные отношения. Арчимару было весело, он чувствовал исходящий от него азарт и легкую лихорадку. Сенсио было больно, Минато чувствовал беспокойство и разочарование, особенно обострявшееся в его присутствии. Он ощущал беспомощность, злобу и обиду, сквозь которые зрел ненависть у Чихи Саски. Многие знания и многие печали. Четвертый хорошо понимал смысл данного изречения. Пожалуй, даже слишком. Он бы и рад приглушить это радио, но это срад не засовывая ни у головы в песок, когда создается мнимое ощущение безопасности в то время, как на самом деле это приводит к слепоте и лишней уязвимости. Сейчас он не был в режиме отшельника, но ощущал, что люди не просто смотрят на них с Наруто. Они сравнивали их. Слухи уже облетели всю деревню. И как подозревал Минато, здесь не обошлось без Рачимару. Ведь только тот мог растиражировать, что родственник Хакаги одного с ним уровне, если не сильнее. Чертов змеиный ублюдок. Конечно, теперь их сравнивали, у Ниндзя наметан глаз. И все наблюдательные Чунины, не говоря уж о Джоунинах, подметили не только фамильное сходство. Во-первых, складывалось впечатление, что это не Минато вел своего родственника, официально впервые оказавшегося в деревне, а наоборот. Во-вторых, уверенность, с которой держал себя Наруто, никак не вязалась как будто бы проваленной миссией всей жизни. Он шел по улицам Канохи так, словно это была его деревня, где он родился, вырос и которая теперь была под его защитой. Именно об этом свидетельствовал ревностный вид седьмого, словно тот и его кинаху собирался прибрать. И это раздражало. Минато не понимал, как можно столь решительно бросаться в омут, чужой по сути омут. Наруто обещал им помочь. Твердил, что они вернут его заплутавшую версию. Сказал Инаичи, что в этом мире он не увидит внука. Да, чтоб его. Намикази видел обрывки его воспоминаний. Мир седьмого был до тошноты идеален. И все равно тот собирался еще что-то исправить не только свои ошибки, но и самое главное его четвертого Хакаги правлений, которое привело Кинахуни туда. Минато не мог утверждать наверняка, но он чувствовал это и без режима отшельника. Ту силу и уверенность, что излучал Наруто, нельзя было не заметить. Для шпиона листа он слишком привык быть на виду и это очевидно даже для хорошего Чиунина. Среди всех этих взглядов седьмой был в своей стихии. Лучи заходящего солнца выхватили сначала белый, объятый языками пламени короткий плащ Минато, а затем перескочили на яркое, как и диск самого небесного светила, Наруто. Ой, девочки, какой же он мужественный. Донес ветер донами козя обрывок восторженного глазка. Ты что? Не слышала, разве? У него, говорят, дочка есть. Ответили ей. Ой, да не будь знудой. Матери то ее сними. Нет. А дачуля миленькая. Негоже такому мужику да без жены пропадать. Да и деточку яб к рукам прибрала тоже услышавший это Наруто невольно закашлялся. Да кто тебе даст, дурочка? Ты погляди-ка, как на господина четвертого похож. Ах, похож что похож, да наш Хакаги сама все симпатичнее. Не то, чтоб на Миказе было хоть какое-то дело до того, что Наруто переманивал девица с клуба его воздыхательниц, но отчего-то же он выдохнул. Был бы, не будь он таким мрачным. Ох, девоньки, пора признать уже, что наши Хакаги саму никому не отогреть. А этот вот его родственник, поглядите только, девоньки, какая у него улыбка. Нет, ну точно солнышко засияло, ах, резкий порыв ветра оборвал этот глупый разговор. И нет, Минато тут был абсолютно ни при чем. Ну может совсем чуть-чуть. Эй, Наруто легонько коснулся его полностью забинтованной рукой к слову, а почему она у него перебинтована? Ты в порядке? И ведь ни грамма подвоха или наигранности Минато в нем чувствует. Тот и в самом деле беспокоится. Разумеется, раздраженно бросает он, стряхивая руку со своего плеча. Идем вычереку «Нечего устраивать людям шоу». «Я правда ничего такого не хотел», бормочет тот что-то невразумительно. «Оно само дать тебе я». И делает неловкий жест, заводя руку за голову. Поминато этот жест вкупе с присказкой бьет больнее всех его надуманных и накрученных предположений и теорий заговора. Кушина. Это ее сын и Наруто в чем-то копирует ее, хоть и совершенно не знал, какой она была. Ни в том, ни в этом мире. Означает ли это, что и его сын, что сейчас носит хламиду с узором с кровавого красных облаков, также открыто улыбается и говорит, «Дать тебе я, прежде, чем перерезать кому-нибудь глотку». Минато замутила, перед глазами поплыла и если бы не твердая рука удержавшего его Наруто, он бы сейчас растянулся аккурат перед любопытствующими взглядами жителей Канохи. «Ты не в порядке», вкратчиво заметил он. «Мы не идем в очарику, тоном, не терпящим возражений», заявил седьмой. Четвертый уже подумал, что именно таким голосом тот и раздает приказы в своем мире. Однако он уж точно не его подчиненный. Это его деревня и вообще, что ты себе позволяешь? Минато и не думал, что способен на шипящие звуки, однако, когда Наруто, подхватив его под локоть, решительно потащил он тут же открыл в себе эту способность. А ведь так и недолго Рачимару подобится. «Спасаю твою репутацию», спокойно ответил тот, когда они наконец скрылись от всех этих взглядов. Чтоб его, Аминато и не думал, что те причиняют ему такой дискомфорт. Ты на пределе. Уж я то вижу. Ты начал быть четвертый, позамер, увидев в глазах напротив ту же безмерную усталость и постоянную тревогу, что не покидала его. Да чтоб вас всех они и в самом деле находились с Наруто на одной волне. И на Миказе стало страшно. Просто потому, что тот понимал его, а значит, считал и все его опасения насчет самого пришельца и его дочери. Нет, это ты послушай. Минато ощутимо встряхнули за плечи. Кажется, в последний раз с ним обходились столь бесцеремонно а нет, то было недавно, но не так же грубо. И это был Сенси, а не чертов мальчишка, абсолютно не выглядевши таковым. Я понимаю, что ты сейчас думаешь обо мне и о моем мире, но все не так радужно. Порой мне так и хочется сказать, эй, ребят, канаха не резиновая. Но нет, скрытый лист уже нельзя назвать таковым. Мы расширились до границ соседних деревень, у нас там целый округ, дать тебе я. Мигрантов больше, чем крареных жителей. Гражданских больше, чем шины бевразы. Пропасть между бедными и богатыми всей шерицы с развитием корпораций. Наука вот-вот, если не вытеснит искусство шиноби, то превратит в черти что. И мой сын считает меня отсталым стариканом, противящимся переменам. Порой мне кажется, что Барута ненавидит меня просто за то, что я Хакаги. Он в открытую критикует меня и то, что я не всеселен и не могу преодолеть все озвученные, что по их, проблемы. И при том злиться, что я почти не бываю дома ты думаешь у меня там все идеально, дать тебе я? Да ни хрена. У нас может и царит мир с другими деревнями, но его поддержание требует все больших усилий, а кроме того назревает конфликт между старым миром шинобием миром гражданских, причем нет единства и среди самих нельзя сглаживать это становится все сложнее. Я боюсь, что однажды просто не справлюсь. Меня, джинчурики девятихвостого, начинает не хватать, понимаешь? Когда я перенесся к вам, то чувствовал, что вот-вот перегорю и просто свалюсь. Когда-то давно я поклялся и не сдаваться. Никогда и ни за что. От этих слов я не отступлю, но близок был тот день, когда я просто физически не смог бы подняться. И черт, я не знаю, зачем все это говорят и ведь даже не все-таки, Наруто поднимает на ошеломленного Минато глаза. Я отчего-то знаю, что только ты и можешь меня понять. Даже, если ты не совсем мой отец. Мне стыдно, правда, дать тебе я. Я не должен был чувствовать облегчение, оказавшись тут, в другом мире, вдали от своих проблем. Эта трусость и недостойна Хакаги, я знаю. Но я и подумать не мог, что так скучал по старой, нетронутой прогрессом Канухи. И, черт, лучше снова пройти через знакомого врага, чем биться о стекло там, где проблемы нельзя решить, жахнув врага бомбой хвостатого. Да и я честно запутался и не знаю, где в моей Канухе настоящий враг. Порой мне даже кажется, что это я сам. Как пережиток прошлого, упрямо цепляющийся за устое стопырище и прогресс, но это если допустить, что Борута прав, хмыкнул он. Я оказался здесь случайно, в моем мире куча проблем и забот, требующие моего присутствия, но я чувствую облегчение, хоть и не должен. Просто потому, что я все еще живой человек. Из плоти и крови. И я смертельно устал. Как и ты, и седьмой резко отпустил его плечи, отшатываясь, словно был пьян. В какой-то мере так и было. Намеказий сам ощущал себя опьяненным. Речи Наруто заставили его кровь кипеть, а разум разум точно гореть. Но ты не сломался. Не выгорел до конца, срывается с его губ прежде, чем четвертый успевает себя удержать. Люди это почувствовали. Ты освещаешь другим путь. Твое солнце еще не погасло. Это потому, что я все еще верю, что смогу и со всем разобраться. Пока в моей конухе есть те, кто надеется на меня, пока хинуто ждет меня, пока Шакамару и Кураму поддерживают меня, я буду гореть. Но я ничего не могу сделать со своими чувствами, которые испытываю сейчас, хоть мне чертовски стыдно, опустив плечи, проговорил он. Но это не значит, что и твой огонь угас. Я ведь тоже владею искусством отшельника. А единственный, чье сердце ты не можешь прочитать, это ты сам. И порой мы делаем неверные выводы насчет себя. Знаешь, я почти не знал своего отца. Третий скрыл от меня правду о родителях. Я встретил тебя, то есть его, Тибайо, в свой самый темный час. Пейн, как мне показалось, убил Хинуту и я разозлился настолько, что принял форму Лиса. Печать почти пала. Я сдался. Впервые в жизни вот тогда явился четвертый Хакаги. Мой кумир, мой пример для подражания. И вот так запросто ему славно. Ибо не фиг, дать тебе я всяких вредных чудиш собственного сына запечатывать. Потом мы вроде как помирились, батя все-таки да и я понимал, что так он хотел защитить деревню и это был его долг. Да и эта вера в меня тоже подкупала. После я думал а смог ли я поступить так же с Барута. Ради Канохи этот вопрос он рвал мне душу, но ответ расставил все по местам. Будь я на его месте поступил бы так же. Ты отец мне очень помог тогда. После я выиграл тот бой. Своими силами. Вот как, Минато словно одревенел, а собственный голос казалось безумно далеким и все же какая-то мысль корябала его по краю сознания ведь и точно. Это не лучшее место для подобных разговоров, медленно проговаривает он и хватает наруто за руку. Тот не сопротивляется и так же выглядит странно обмягшим словно их обоих отравили каким-то газом, пробивающим на откровение. Мысли струились лениво, но более-менее связано. Короткий рывок и вот уже они в доме на миказе. Практически нежилом и заброшенным, но огражденным печатями так, что и муха не пролетит, не то, что любопытная змея. Но это ведь было не единственное он чуть не сказал наша встреча. Все таки с ним сегодня было что-то не так. После простого перемещения Минато чувствовал, как кружится голова и становится теснее в груди. Окружавшие его всегда тески сжимались, а сердце с каждым новым словом народ трепетало. Он хотел слушать его дальше даже, если это его убьет. Ему это было необходимо. Я ведь видел, если тот я должен был перевариваться в желудке шинигами вместо Кушина. Это все Рычимару вновь подхватил его локоть Наруто, потому как ноги отказывались держать Минато. Вдвоем они уселись на диван и подняв стол пыли. Как? Отслабевшим голосом спросил четвертый. Скажи мне как? Он ухватил седьмого за вратник развернув к себе, против воли отмечая, что оттого определенно черты лица Кушины. Вот этого я не знаю, с беспокойством глядя на него ответил Наруто. Они тогда появились вместе с Саски, возможно, тот что-то знает в любом случае официального рапорта не существует. Слишком много произошло в тот день, да и Саски тогда совсем не доверяли. Нет. Минато чувствовал, как его бросает в жар. Он не мог ускользнул от него, оставив ни с чем нет, повторил он, отдернув руку от воротника Наруто. Как ты мог не поинтересоваться такой важной вещью? В ярости проревел Накази, хватая сына теперь уже за грудки. Тогда все перекрыла битва с Мадарой гребанным Чхайкагуей, мать ее, Асу Суки. Тоже разозлился Наруто, высвобождаясь из захвата. Я не знаю, почему твой Орочимару до сих пор не провел этот обряд, но должна быть причина. Да, ты и сам знаешь, что он скользкий гад и, возможно, обманывает тебя, или же просто Орочимару не владеет нужной техникой или знанием, дать тебе я. Он же тут, вроде, не становился Нукининым и не уходил в Акацуки. Что? Вновь почувствовал, что ничего не понимает Минато. Он жив. Разве его не убил первый Хакаги? И даже если и нет, то он сейчас должен быть дряхлее старика Цучкаги. Мадара всех надул. В том числе и первого. Он использовал ту же технику, что и Итачи Нахару. Дожил до старости, нашел приемника, передал ему знания в том числе и том, как и в какой момент подготовить его настоящее, а не нечестивое воскрешение. Если наши миры не слишком отличаются, то в данный момент его приемник и есть настоящий лидер Акацуки. И ты молчал. Ты четвертый чувствовал, что задыхается от внезапной догадки. Знаешь где их логово? И где мой сын? Я не могу знать наверняка, это все таки не мой мир, огрызнулся Наруто. И уж тем более его смешком на голову в канаху. Как саски, которого вы удерживаете против воли или же вы поставите их обоих под глаза шису и промоете мозги, я верно понял, Тибайо. Верно. Прокричал намекази, он плохо соображал, два мира, настоящее прошлое, сплелись для него в один. И ты скажешь мне координаты, потому что иначе я сделаю ваше схемовое пребывание здесь невыносимым. Может, ты и силен, но против канахи не пойдешь, тебе придется уйти, а это значит потерять возможность найти путь домой. Знаешь, седьмой отшатнулся от него словно от прокаженного. Лицо его было белым от ярости. Я может и недолго знал своего отца, но даже, проведя, почти семнадцать лет в желудке шинигами он не сволочился так, как ты, лилей взращивая свою боль и развращаясь властью. Так, какой вариант ты выбираешь? Взревел четвертый, также поднимаясь, отчего они вновь оказались на одном уровне, друг напротив друга почти одинаково синие глаза прожигали друг друга удушливой ненавистью. И только, если у Минато в его поблекший синие к этому примешивалось безумие и боль, то у Наруто там плескался охрипщим, словно чужим голосом отозвался он. Зачем? Дернулся на Микази, чувствуя, как сильнее сжимаются тиски. Ты же меня теперь ненавидишь? Ненавижу слишком громкое слово, медленно проговорил Наруто. К тому же, твоя жизнь гарантия стабильности Канохи и нашего схемы в ней пребывания. Да неужели? Еле насведомился он, несознанно копируя Рачимару, ох, не того, видать, санинаминато все еще зовет Синсием не того. Судя по тому, что я видел сегодня, тебе осталось немного притереться в деревне, и жители сами наденут на тебя шапку пятого. Мне это не нужно. Знаешь, благодаря тебе мне снова безоговорочно хочется домой. Спасибо, дать тебе я. Проирал Наруто. А что до координат, то это деревня скрытого дождя, но без меня ты к пиуну не пойдешь. Четвертого. Отлично. Кивнул Четвертый, все мысли которого были заняты предстоящим боем и возможной встречей с сыном. Стряхнуть Седьмого не удалось и он переместился вместе с ним и только, падая на колени чувствуя, как предательски дернулось сердце и сказалось чакра истощения и нервное перенапряжение и хроническая усталость. Намиказе подумал, что, возможно, именно за призраком и несбыточной мечтой он огонялся в то время, как Наруто которого он намеренно толкнул, все еще был здесь, рядом и смотрел на него вовсе не как на того, кого ненавидел и как Минато несомненно заслужил, чтобы на него смотрели. Как жаль, что дельная мысль приходит опосля, перед тем, как потерять сознание, пронеслась у него в голове одна из коронных фразочек, отпущенных когда-то его бедовым сенсием, в очередной раз побитым разгневанными дамочками. Или одной дамочкой по имени ЦУ. Глава 28. В одной лодке, мало тебе было Баруто, так теперь еще и этот бесит. Возмущался Лис, чувствуя, как Наруто неосознанно тянется к его чакре. И в самом деле рванувшего вами Минато они сцапали исключительно за счет нечеловеческих рефлексов дженчурики. Куда он намылился, Тибайо? Один без разведки и едва на ногах стоящий. Прямо в логово Акацуки. Он что всерьез надеялся в одиночку их быстренько там всех порешить, Ко? Или думал сходу вот так просто взять и найти моего злого двойника и мгновенно отчалить во своясь. Возмущению Узумуки не было предела. Никого не напоминают, Хэм. Похоже, Кэби решил поиздеваться. Наруто вздохнул. Намек на его собственную импульсивность был жирнее днохвостого Тануки. Только вот ты судишь четвертого по себе. Оглянись, мы не в деревне. И в самом деле, дать тебе я. Воскликнул седьмой оглядываясь. Об Аме он знал чуть больше, чем ничего. Однако на любое селение эта довольно дикая местность похожа не была. Покосившийся домик не в счет. Вокруг были лишь лес и вода, Хэм, много воды может, мы на окраине. Сегодня не воскресенье, а дождя нет. Мы не вами, которую, к слову, окружает озеро. И почему я вечно должен быть твоим справочным бюро, Наруто? Ворчливо спросил лис. Потому что, Курама, ты очень мудрый и вообще седьмой почесал в затылке, однако додумать это вообще не успел. Да чтоб его! В сердцах воскликнул Узумаки, краем глаза, отмечая как неловко падает сначала на колени, а затем и вовсе заваливается на бок его отец. Да что ж это с ним? Я не закатил глаза к Юбии, однако, видя явное замешательство своего соседа, сдался, не знаю, скорее всего, чакра кончилась все-таки этот диод переместил нас троих довольно далеко. И для моего переноса надо гораздо больше чакры. Что же ты раньше не ай, проехали? Махнул Узумаки, склоняясь над бледным четвертым, из прокушенной губы которого сочилась кровь. Следя за обстановкой вокруг. Ты сам знаешь, в нашем радиусе никого, отозвался лис. Моя чакра может ему только навредить, а твоя еще не восстановилась. Прорвемся. Решительно заявил седьмой, развеивая собирающих для него в канахе синчакру клонов. Стой! Проорал девятихвосты на все подсознание Узумаки. Ты что его в камень решил превратить? Нет, у меня, конечно, с четвертым не самые лучшие отношения, да и вел он себя сейчас, как настоящий хакаги, то есть паршивая не открещивайся. Рявкнул лис. Ты тоже принимаешь дерьмовые решения под давлением обстоятельств и шапки главы канахи. И если бы ты сейчас взглянул на себя со стороны, то понял бы, что Барута в одном похож на тебя больше, чем ты думаешь. Но он же и сам освоил режим Сунина неуверенно пробормотала Наруто, потому как и в самом деле для контроля синчакры следовало находиться в сознании. Я не предвзят, это он совсем охренел со своим используемым Мангекеши Суна Саски и злобным местным мне. Это же самый бесчестный и прямой путь, да. Но ты излишся на него не за это. Просто твой образ идеального отца пошатнулся. А ведь он никогда и не был таким, Наруто. Я-то знал его чуть больше, глупо повторил Узумаки, чтобы затем встрепенуться. Может, ты и прав, Ку. В любом случае, теперь у меня есть шанс узнать его, дать тебя я и я вовсе не собираюсь упускать этот шанс, только потому что тот решил протянуть ноги. Не драматизируй. Фыркнул лис. Он вовсе не выглядит уме девятихвостый и оборвался, навострив уши. Я кого-то чую на четыре часа в восьми километрах. Да это же, Шицуня. Пораженно воскликнул Наруто, все еще находящийся в режиме отшельника. Что она здесь делает? Сакура ведь говорила, что она пропала. И, Тибайо, Шицуни сейчас очень кстати. Он бросил взгляд на недвижную раминато и создал клона, бросив тому, я приведу ее, ты будь с ним. Ко, поделись Чикурой. Не нравится мне все это, проворчал лис, окутывая друга своим покровом. Что-то здесь нечисто. Ее могут удерживать о Кацуке, тем более, дать Тибайо, мы должны вытащить ее. Горячо воскликнул Седьмой. Я никого, кроме нее не чувствую. И он не договорил, напоровшись на невидимую преграду, за которой Узумаки чувствовал верную тень бабульки Цунади. Это еще что хренатень? Говорил же, что тут какой-то подвох. Поднял голову, принюхавшись лис. Пахнет неприятностями, Наруто. Нам лучше вернуться. Этот барьер просто так не снимешь, да и наш уме мы наследим так, что Пейн точно заметит Нагата хороший сенсор, а уж если это он ее здесь держит, то наверняка есть какая-то сигнализация, задев которую мы приведем сюда, Кацуке. А у тебя там батя полудохлый, если не забыл. И что бросить теперь ее тут? Разгневанно ударил кулаком о землю и Наруто. Если Шицуни не убили до сих пор, то зачем-то она им нужна. Четвертый сможет снять защиту, не привлекая лишнего внимания. Подумай, Наруто, здесь нет моей чакры, однако та нужна бита, чтобы возродить десятихвостого. Мы станем главной мишенью. Лучше не светиться, а постараться вернуться в Канаху. Интересно как, дать тебе я? Седьмый поднялся я, запустив волосы руку, вырвал несколько прядей. Боль трезвила, но ненадолго. Точно, жабы. Хлопнул он себя по лбу. Техника. Стой. Второй раз за день едва не посидел Кьюби. Идиот, тебе что перемещение последней мозги отбило? У тебя нет контракта с жабами в этом мире. И вообще с кем-либо. А раз так, то, в лучшем случае ничего не произойдет, а в худшем я попаду в наиболее подходящий мне мир. И это совсем не факт, что жабы жрут. Медленно проговорил Наруто, понимая, что к чему проклятие, ко, со мной и в самом деле что-то происходит. Кризис среднего возраста, хмыкнул лис. Помноженное на внезапно разыгравшееся детство, которого у тебя толком и не было, получаем зубодробительный результат. Давай, не будем здесь слишком светиться, возвращаемся. Погоди, Наруто прикрыл веки. Я хочу убедиться, что она в порядке, и у Зумки не договорил, глаза его расширились. Хинато! Что? Встрепенулся лис. Где? И в самом деле, признал он знакомую чакру. Нет, только не перехватывай ее. Почему, дать тебе я? Страдание в голосе Наруто пересилило непонимание. Эй, что ты делаешь? Прокричал он, чувствуя, как Курама самовольно сворачивает режим хвостатого. Это не твоя жена. Очнись, Наруто, думай, как Хакаги, что бы ты сделал будь ты в себе? Прорычал Каюбии, недовольно размахивая хвостами. Я бы я бы седьмой задумался. Проследил бы, наконец признал он правоту своего мохнатого друга. Ну и скотины же ты тем не менее с обидой прибавил у Зумки, однако свой чакру уж как умел постарался скрыть. Отхинуто с активированным Бьякуганом не поможет, покачал хвостами лис. Да, Тибайо, то упреди Наруто резко замолчал, глядя на промелькнувший мимо них знакомый плащ с кровавыми облаками. И не менее знакомую фигуру в нем. Бьякуганхимуто был деактивирован, а сама она использовала технику телесного мерцания, потому была пугающей и быстрой. Она целенаправленно двигалась к невидимому барьеру, который, коротко мигнув фиолетовым сплетением чакры, освободил для нее проход. Закрывшись и раньше, чем Наруто успел среагировать. Узумаки не мог пошевелиться, так и замерев, как идиот с воздетой в сторону исчезнувшей Хинуто рукой и приоткрытым ртом. «Эй, Наруто!» Осторожно окликнул его лис. «Ты-то отомри уже, у тебя режим отшельника», кончился Наруто. «Курама», она на Узумаки заикался, тупо тыщи пальцем в барьер. Хинато в Акацуки. «Хинато!» «Ты тоже, если помнишь, напомнил лис. Хотя я и понимаю твоя удивление, но ты не должен так отчаиваться из-за этого. Все-таки это не сексуальное рабство у Райкаги». «О, зря я это сказал, Ко!» проревел седьмой. «Не надо мне про это!» «Я и думать не хочу, как именно после удачного похищения облака она оказалась среди Акацуки, но то, что ты говоришь слишком... опустились. Я не вправе суждать четвертого. С таким миром, как у него, Ко, я ведь ощущал их эмоции. Шицуня не боялась Хинато, наоборот, она, словно беспокоилась о «Ах, Югу-то ты прочитал?» Не совсем, плечи у Зумаки опустились. У нее там такой клубок был очень дефис, очень сильные эмоции. По мне ударила горечь, вина и боль. Очень много боли. Ко, я, замолчи, с такими водными у нее куда больше от нашей Хинато. Очевидно же, что здесь все не так просто. Вряд ли они куда-то отсюда денутся. Соберись, у нас там четвертый в Бесознанке. Нужно возвращаться, Наруто, но мы вернемся. Обязательно, Девятихвосты умел убеждать его, как никто другой. Бросив последний нечитаемый взгляд за непроницаемый барьер, он рванул к оставленному им отцу, чувствуя, как его вновь наполняет чакра лиса. Хинато бежала. Сердце, казалось, вот-вот вырвется из груди, но она не щадила себя. Чакра оставалась совсем чуть-чуть, но ее должно было хватить, чтобы, используя технику телесного мерцания, дотянуть до убежища близами, где они с Наруто прятали плену ниндзя-медика из Канохи. При упоминании Наруто, Хьюго едва не запнула советку. Она деактивировала Бьякуган, чтобы сэкономить чакру, едва убедилась, что за ней нет погони. Она бежала так сравнительно недолго. Наруто, должно быть, еще жив горло сдавила, но глаза остались сухими. Хинато сделала свой выбор. И для нее пути назад нет. Больше не существует. Единственное, что она может так это убедиться, что он погиб не зря. А для этого надо добраться до убежища, немного восстановить чакру и убедить Шицуне в своей адекватности и отсутствии дурного умысла в отношении ее деревни. Первое почти нереально. Второе не то, чтобы Хьюгу тянула домой. Скорее, наоборот. Дать женщи у Рики у Канахи не было. Зато было много талантливых Шиноби, что могли остановить Акацуки. А у нее, хочется верить, остались там какие-то связи. Да и сама Шицуне с самого начала была их с Нарутой Нитью и путем отступления в одну из великих деревень. Конечно, та имеет все основания не доверять Хинате, после того, как они с Нарутой наложили на нее печать практически полностью блокирующую чакру и поселили в глушь, окруженную особым скрывающим барьером клана Узумуки. Да, они не убили случайно повстречавшуюся им Ниндзя-Медика и не сдали ее на Черный рынок, хотя за ученицу самой сильной Кунаичи давали прилично. Нарута узнавал. Но и порой запереть вот так еще хуже. Хотя они постарались создать все условия. Разбили на небольшом участке настоящий огород целебных трав, обеспечили литературой и даже новостями из внешнего мира. Нет, Шицуни их не ненавидела ведь иначе бы не стала поправлять Хинату, когда-то нарочно неправильно тренировалась в Ирьяндицу. И все же она так и не рассказала им ничего важного ни о Канохе, ни о том, отчего так странно посмотрела на Нарута при первой встрече. Ниндзи-медик вообще была не особо разговорчива. Однако ни у Хьюга, ни у Зумаки не хватило духу предложить ее допросить. В каких-то вопросах они с Нарута были полностью солидарны. Пытки мерзость. Как и убийство медика. Сейчас же Хината лишь могла надеяться, что их милосердие сослужит им необходимую службу. До барьера оставались считанные шаги, когда она четко ощутила родную чакру. Нарута прошептала она потрескавшимися губами, невольно оглядываясь. Естественно, сзади никого не было. Барьер уже замкнулся за спиной, а то, что Хината почувствовала было прощанием. Вот теперь ее глаза наполнились слезами, треск поленьев и свист закипающего чайника вот то, что Мината сразу услышал, очнувшись. Желания открывать глаза не было. Эти звуки напомнили ему о многом. О большем, чем может представить человек, не являющийся ниндзя и не проведшая большую часть жизни на миссиях. Вдали от электричества иных благ цивилизации. Напрягая мозги, он вспомнил, как и где очутился. Конечно же, он не переместился бы в центры во-первых, это глупо, во-вторых, четвертый никогда там не был. Скрытый дождь полностью оправдывал свое название. Их политика и изоляция достигла невероятных пределов, граничащих с абсурдом. Они не пускали внутрь даже собственных заказчиков. В деревушке близами существовала специальная контора, где регистрировали запросы на миссии. Ханза, очевидно, установил жесткую диктатуру, раз до сих пор никто не знал, чем живет эта некогда оказавшаяся между трех огней деревни. Его ниндзя имели репутацию неплохих убийц и носили респираторы. Вот и все, что о них было известно. Кроме того, что их лидер однажды навалял тройки сыненов потому следовало быть осторожным. Там, где слеп оказался даже Рачимару с его возможностями, заявляться нахрапом и в парадном плаще Хакаги не стоило. Потому Минатве выбрал этот домик близ скрытого дождя. Здесь три года прожил Джирайя, тренирует трех сиротами учитель один из немногих, кто ощущал свою вину в разорении их земель. Возможно, сначала он так хотел выплатить долг, но после Минаты слышал, что у одного из воспитанников сенсей пробудился Рениган. Кажется, Нагата был из клана Узумуки. Учитывая, как его учитель был одержан пророчеством Жабьева Мудреца неудивительно, что он провел столько времени здесь, в глуше, тренируя возможного избранного. Сам Мината тогда был несколько уязвлен. Ему все-таки хотелось думать, что учеником пророчеств был он только вот сейчас он не был так уверен. Хоть и тот мальчик с Рениганом был мертв. Этот дом Джерай возвращался в него, спустя годы, словно все еще надеясь отыскать следы своей тройки. Но он не особо преуспел. Тот день был покрыт мраком по сей день, а отправиться вами сразу после получения известия Сынину не позволило третьей войны Шиноби. Кажется, он не особо верил тем слухам. А так как Минато всегда просил Сенсей припрятать его особо куной в надежном месте в городах и деревнях, где тот бывает, то он догадывался, где размещена метка дождя. Однако собственное тело подвело четвертого, очевидно не выдержав многолетних издевательств с хроническими переутомлениями, недосыпом, стрессами и злоупотреблением алкоголем. Впрочем, добило его вовсе не это. Он раньше не перемещался еще с джинчурики девятихвостого. Радоваться надо, что вообще жив остался, однако что-что, а уж радоваться Минато сейчас точно не мог. Грудь по-прежнему сдавливала так, что и дышалась с трудом, а боль между ребрами заставляла задуматься, а не торчит ли у него оттуда кун и впрочем, тогда кунаев должно было быть несколько. Не утерпев, он с трудом открыл глаза. Противную слабость четвертый мог объяснить чакрой истощением, общее паршивое состояние местью за работу на износ. Но вот за грудинные боли и чувство сдавленности сначала он принял это за инфаркт, или еще какую подлянку от сердца. Он не ирьянин. Тогда намеказе бы стал единственной хакаги, которого смерть настигла бы не в бою. Но сейчас он уже не был так уверен. Возможно, у него невралгия. Сильный стресс обостряет все болячки, а его организм прямо скажем, потаском нехило. Надо бы по возвращению показаться нет, ни цунади. Вновь слушать нотации Минат и не желал. Арачимару вполне способен провести диагностику и подобрать обезболивающее, не сильно влияющее на мозги, чтобы четвертый и дальше мог функционировать, как хакаги. Да, именно так и следует поступить. Только намеказе поднял мутный взгляд на седьмого, возящегося с чайником он не должен был забывать о цели своего порыва. И, мадара всех подери, надо как-то предупредить о своем отсутствии хотя бы шикаку, ведь последний с кем его видели Наруто. И это очень плохо. Не только то, что он застрял здесь с истощением, но и тем, что Химовари почти беззвучно прошептал Минато, однако раздавшийся затем грохот и сдавленные шипения не оставили сомнений, что его услышали. Ты очнулся. Большие глаза жадно впились в него, отчего намеказе непременно почувствовал бы себя неуютно, если бы не был так поглощен одной немаленькой проблемой. Нужно немедленно связаться с Конохой. Нетерпеливо произнес он, делая крайне неразумную попытку сесть, которая хоть и увенчалась успехом, но заставила охнуть от вспыхнувшей боли. Нет, четвертый очень надеялся, что это не сердце. Лежи. Просто убийственное выражение лица седьмого живо напомнило ему Кушину, точно так же лихо сменяющие эмоции от беспокойства дано вот до этого. Я не для того гробил остатки своей чакры, что даже клон, карауливший Хинуту и Шицуни исчез, чтобы ты снова где-нибудь свалился. Я не ниндзи-медик, чтоб тебя. Шицуни Хинуту? Не сразу осознал сказанное намеказе. То он есть старшая дочь Хиаши и пропавшая ученица Цунади здесь? Не здесь, но рядом. И я велел тебе лежать, дать тебе я. И Наруто решительно надавил на его плечи, заставляя откинуться на постель с чересчур большим количеством жаб-жабы. Я должен совершить технику призыва. Прикусил Минато губу, вновь порываясь, принять вертикальное положение. Отпусти меня. Разве не понимаешь, что это может плохо сказаться на Химовре? В последний раз меня видели с тобой. Если примешь ее, можешь больше не проснуться, тебе я. Зло мотнул головой Наруто. Но твоя дочь может пострадать. Непонимающий повторил Минато, его дыхание перехватало, но больше не от боли, сколько от увиденной в седьмом решимости. Неужели даже после всего того, что четвертый ему наговорил, тот и все равно был готов рискнуть безопасностью Химы, только бы он, дурак, не грубил себя. Против воли на Миказе почувствовал, как подступают к горлу слезы. Нехорошо это. Совсем нехорошо и не вовремя. Оказаться в таком состоянии, когда Клинахай так взбудоражен на поступком Саски, возвращением Джирайи и появлением пришельцев. Теперь еще и его исчезновение. Не стоило ему так срываться, но все мы умны задним числом. Минато сам себя загнал в это положение. Вдали от дома, но рядом к врагам. И очень дефис, очень рядом к пропавшей Химикланах Юга, который столь неравнодушен седьмой Хакаге, который сейчас, пожалуй, его единственный шанс выбраться живым из этой передряги. Впрочем, это верно для Наруто. Мы сейчас в одной лодке, успокоившись, проговорил тот, и пристально посмотрев на Минато, прибавил, словно подтверждая его мысли. Вернемся так вместе. Одному мне только схватить Химу да бежать останется. И я верю, что, пока мы тут, Джирайя не позаботится. Потому что мы должны доверять тем, кто нам не безразличен. Порывистое набираю обороты, начал седьмой. В каком бы мире мы ни оказались. И я не думаю, что другое я и другая Химу то совсем уж пропащие. Они отличаются от меня и от моей жены. Как и ты, не совсем тот, кого я немного, но знал. Но мы все равно это мы. Это трудно объяснить, дать тебе я, но, надеюсь, ты понял, как ты неловко закончил Наруто, после чего, опомнившись, отпустил его плечи. Зря. Сейчас, к своему, вязчему удивлению, четвертый чувствовал нечто похожее на сожаление. Кажется, он снова понемногу привыкал к подобного рода нарушению личных границ. А в случае с Наруто уже сбился со счету, в который раз нарушал их сам. Но сейчас он собирался сделать это не с целью перемещения или устрашения, а просто так. В одной лодке, повторил Минато, хватаясь за его замотанную бинтами руку, как за спасательный круг. Глава 29. Наруто Терапи, Тибайо. В одной лодке Штумадара Васатшарингань. Часть намекази негодовала, и за использованную конструкцию, и за проявленную излишнюю доверчивость. Так ведь глупо услышать о выжившем сыне сначала от Сенсия, чья преданность ему лично уже вызывает сомнение режим отшельника не обмануть, затем вытянуть его вероятное местоположение у пришельца из другого мира. Бросится в пролом, не думая о последствиях. Нет, это на него, четвертого Хакаги не похоже, и все же появление Наруто и его дочери, пусть и из другой реальности, подорвали его эмоциональное равновесие. Результат налицо. Он истощен. Его запасы чакры не выдержали испытаний переноса Джинчурики Каюби на дальние расстояния и это на фоне многолетних издевательств над организмом. Шиноби редко бывают подвержены разного рода болячкам. Это объясняется тем, что даже не у специализирующихся на Ириен Диуцушина биразвитосистемы саморегуляция потоков чакры. Когда в организме что-то сбоит, то защитная реакция организма такова, что к поврежденным участкам устремляется усиленный ток чакры. Потому нельзя более выносливы и способны сражаться тогда, когда обычный человек уже корчился бы в агонии. Правда, как только чакра кончается, то откат приходит такой, что многие не выдерживают. Обостряется все. Особенно старые болячки. Подобные болезненные ощущения посещали его и ранее. Тогда он не придавал этому особенного значения. Хотя локация в левой части грудной клетки настораживала. Однако как бы четвертый не избегал госпиталя Канохи, но так просто отвязаться от Сунади было невозможно. Проще было согласиться на кабальные условия с медосмотром раз в год. Последний был недавно никаких серьезных патологий в работе сердца не выявил. Потому Минато и был спокоен, привычно проигнорировав практически не менявшиеся из раза в раз рекомендации. Ничего нового ему эти осмотра не давали. Его общее состояние ухудшалось, но и четвертый не молодел, ведь так. Больше отдыхать не представлялось возможным, а потому Минато продолжал гробить себя. Ибо у мужика есть только две болезни, но это лирика, а она тут излишняя. Его боли носили характер периодических, и на Миказе предпочитал закрывать те глаза, покуда те не станут угрожать выполнению его прямых обязанностей. А так как никаких серьезных последствий в виде слабости или расстройства координации пожалуй, вот самое паршивое, что может случиться с желтой молнией не было, то высокий болевой порог играл с Минато злую шутку. Правда, поймет он это позже. Когда будет загибаться в глуши Блисс от Амини от боли, что станет в несколько раз жестче обычного нет скорее от сильнейшего чакры истощения вкупы с дыхательной недостаточностью, когда кажется, что не можешь сделать полноценный вздох, а если это получается, то ребра незамедлительно простреливает до темноты в глазах. Локация сместилась с левого отдела грудной клетки на весь сегмент ребер, задев также диафрагму нет, Минато положительно не знал, что это с ним. Но это не так и важно. Он слаб, как никогда. Находится на вражеской территории и полностью зависим от человека, которого знает едва ли больше суток, но в котором так дивно переплелись черты Кушина и его собственные, что четверто не может не довериться ему хоть это и глупо. Жизнь приучила его, что Хакаги стоит поменьше слушать сердце, но сейчас Минато был не в силах сопротивляться, что еще раз доказывало его отвратительное состояние, что белое просудку, позволяя эмоциям заглушать его. Впрочем, у него и не было особого выбора. Едва пожав наглухо перебинтованную руку Наруто, он так и не узнал по какой причине, четвертый почувствовал, как тело свело судорогой. Не сильной, но достаточной, чтоб седьмой заметил и поменялся в лице. Какое же то у него все-таки открытое. Мимоходом подумалось на Микази, но он тут же постарался взять себя в руки. У него хватало проблемы посерьезнее, чем вновь копаться в сходстве этого Наруто с Кушаной. Так, Тибайоа. Раз уж решили действовать сообща, то, будь добр, не зли меня. Прокричал седьмой, по которому было видно, что он скорее боится, нежели всерьез злиться на Минато. Я тут старался, твою шкуру спасал, а ты размахался руками. Сказано лежи, значит, лежи, дать Тибайоа. И неопределенно взмахнув рукой, Наруто направился к столику, где дымилось оставленное и мастужаться чашка. Только сейчас до намекази с трудом дошло, что пахло не чаем, а какой-то травой. Смутно знакомой, но настораживало другое. Я не буду пить то, что пролежало здесь с десяток лет и уже обратилось в труху. Беспокойно зарезал он, чем только сильнее потревожил тянущую грудь. И в самом деле, когда в последний раз Джирайо был в этом убежище, четвертый и без того был в паршивом состоянии, а лекарство, превратившееся в неведомую дрянь, запросто добило бы его. Эй, я бы не стал тебя травить. Обиделся Наруто. Я, может, и не ниндзи-медик, но разок в заготовке ингредиентов вместе с Сакурой участвовал. А тут недалеко, представя свое везение, как раз нашел знакомую траву. Вроде как она оказывает общее укрепляющее действие, точно не помню, но хуже то не будет, Тибайо. И он почесал в затылке. Я это сам бы попробовал, но Курама выведет большую часть ядов, так что это без толку. Да уж, только я пробормотал Мината, глядя на покосившийся потолок. С энтузиазмом Седьмого сталось бы попытаться залить ему лекарство в глотку. Нет, он предпочитал сохранить остатки достоинства. Давай сюда свой отвар, но учти, моя смерть будет на твоей совести, проворчал он, с удовлетворением отмечая, как залили уши Наруто. Ничего с тобой не случится, Тибайо. Пей. Не шибко уверенно заявил Седьмой, протягивая кружку с веселой жабой, от которой исходил специфичный рисковатый запах. Эй! Стой! Решил все-таки не травить Хакаги? Чуть язвительно поинтересовался Мината, который уже было потянулся за кружкой. Нет, решительно Наруто, отставленное питье куда-то в сторону. Вспомнил, что вообще нечего тебе лишний раз дергаться. С этими словами он выудил откуда-то еще одну подушку бывшую когда-то ядрено-зеленый и маломальски выбил из нее облачко многолетней пыли. Мината закашлялся, к своему прискорбию, пропустил момент, когда Седьмой ловко подсунул последнюю под его плечи. Еще большую неловкость он испытал, когда теплые края чашки коснулись его губ. Часть его требовала немедленно выбить кружку из рук наглеца, другая же требовала отставить истерику и смириться, приняв помощь. Слушай, не вынуждай меня Наруто не договорил, поначав головой. Знаешь, Баруто так же упрямился, когда надо было заставить проглотить его горькое нечто от простуды, правда, его легко было обмануть каким-нибудь трюком со смотри, что покажу, но ты-то взрослый дядька, Хакаги, дать тебе я. А все ты даже мордой дергаешь. Минат очень многое хотел бы сказать, но подчинился, сделав несколько глотков. На вкус это было даже хуже, чем на запах, и он закашлялся, думая, впрочем, совсем не о том, что мало примерно знать, что эта трава целебная, ее еще и правильно заварить целая наука. Намиказе думал о другом. О мире, из которого прибыл Наруто. Сначала тот показался ему идеальным не тебе воин между душинами, не постоянных потерь. У седьмого было то, что не было у него и речь не о гигантской, прирученной Селелиса, с которой в Канаху мало кто решится сунуться и которую даже Хиаши Хьюга признал настолько, что не стал противиться браку с его старшей дочерью вовсе нет. У Наруто была семья. Жена, которую тут видно, что любил, если даже к ее здешней версии относился так трепетно, дети, причем комбинации идеальнее не придумать мальчика-девочка, причем с химово Ремината уже убедился, что соскучиться было невозможно. А вот насчет Баруто седьмой обмолвился, что у них все сложно, но ведь и все равно. Четвертый ведь не ослышался, и Наруто в самом деле был непрочь ненадолго вырваться из своего казавшегося Мината идеальным мира и окунуться прямиком в их несовершенную, полную разного дерьма реальность. Этого он понять не мог, кулаки жались, тело вново свела судорога. Как-то отстранен он почувствовал, что лишняя подушка вновь убирается, а чужие руки задерживаются на его плечах чуточку дольше дозволенного. Какой он? Чуть с хрипотцой спрашивает четвертый. Это глупо. Им бы обдумать план дальнейших действий или на ходу конец расспросить Наруто о более важных стратегических вещах, но Мината задает именно этот вопрос. Ему и в самом деле хочется знать. Потому что против воли в разуме поселяется бессмысленное уже сомнение, что даже быть Кушина жива, а Наруто расти с ними, то он вечно бы был занят на посту, а сын бы за это его ненавидел. Баруто удивленно моргает седьмой, затем, спохватываясь, начинает хлопать себя по карманам. Где-то, где-то было фото. Нашел. Радостно воскликнул он, извлекая небольшую карточку и замирая на полпути, чтобы сме ему. Знаешь, я много путешествовал с извращенным отшельником, так вот он говорил, что почти все болезни от него неграмотно расслабляться. И в самом деле Росинин был много старше нас с тобой, проводил часы, карпя за книгой, но шея-то у него не отстегивалась. А все почему? Горячие источники его дом родной, Тибайоа. Я и близко не Иринен, но может и у тебя нервы защемило? Так, у меня мазь есть. Хина-то мне ее готовят по какому-то старинному рецепту Хьюгана больше раны заживляет, но для этого у меня Курама есть, мне больше ее прогревающий эффект нравится. Вот заработаешься, защемит напрочь шею и спину от бумажной работы, так хоть клон мало-мало намажет, да терпимо становится. Потому и оборота я расскажу и покажу фото, только после того, как тебя немного подлечу этой мазью. Ты именно ты задохнулся от возмущения, что тут же отозвалось легким головокружением. Взгляд его впился в перевернутую тыльной стороной фотографию и возвлеченную небольшую баночку. Кошелек забываешь, а мазь с собой носишь. Ну так, Наруто чуть засмущался. Вечерка у меня пожизненный подарочный абонемент, как и во многих других местах, так как я лицо многих рекламных компаний, которыми денег в бюджет канухи приношу поболее, чем все генины вместе взятые. Такие вот теперь пироги, эх в животе у седьмого заурчал так, что Минат услышал. Значит, прибегаешь к столь грязному шантажу. Стараясь не обращать на только что полученную информацию, поинтересовался на Микази. Зато эффективному Тибайоа. С обоими моими детьми работала. Да и тебе особенно некуда деться. В режим отшельника ты войти пока не можешь боли судороги и мешать сосредоточиться. Чакра восстановится нескоро моя тоже, если тебя утешит. Хе, учитывая, что, если верить тебе, мы у самого логова Кацуки, то очень утешило. Огрызнулся четвертый. Надеюсь, ты не светил чайкрой к юбе. Именно это ты и сделал, коротко резюмировал он, глядя на изменившееся лицо Наруто. Молодец, в нашем мире им как раз не хватает в коллекцию лиса. А если они тебя почувствовали и заявятся сюда? Я доеди ты. Не нашел, чем крыть седьмой. Сам ты тоже хорош ломанулся чертик, куда весь больной. Я не был болен, пока не переместил тебя с к юбе почти даме. У меня бы прошел этот приступ, если бы не кончившаяся из-за вас чакра. Как и кончался всегда, Наруто, чтоб тебя, насколько бы все было проще, владеть ты тоже Хирайшином. Так научи. Огрызнулся седьмой. Только вот незадачей мне нельзя светить чакрой лиса, своя и чакра почти на нуле, а для режима отшельника я сейчас на взводе. И вообще нечего нам ссориться и тратить попусту силы и нервы. Чем скорее ты восстановишься для призыва жаб, тем скорее это кончится. Потому не будь упрямой задницей позволь помочь тебе. Ты как с отцом говоришь? Вырвалось у опешившего Мината, прежде чем он осознал, что именно сказал. В ужасе он посмотрел на переварившего услышанное Наруто, того услышанное также застало врасплох. Это судя по дергающимся бровям отметинком полоскам на щеках. Я тебя не пойму, Тибайо, седьмой повернулся к нему, причем в синих глазах его горели алые искры. Сначала ты ведешь себя так, словно мы с Химой для тебя никто, не более, чем пришельца, нарушивший твой мрачный покой, потом недвусмысленно отталкиваешь меня, а сейчас еще чего-то требуешь, а? Из нас двоих только я веду себя, как Хакаги. Ты же, похоже, оказавшись вдали от дома, забываешься, тут четвертый лукавил. На самом деле, заносил обоих, но и оставить данный выпад безответного он не мог. И вообще его крепко так развезло. А если же нет, то мне искренне жаль твою канаху, ведь ее непременно ждет крах с таким-то эмоционально нестабильным лидером. После сказанного внутри похолодело. Это было неправильно, грудь прошила болью, так что навернулись слезы. Мината ожидал всего, от удара чекройкой убида истерики, но не последовало ровным счетом ничего. Только ливонько хлопнула дверь. Ну вот и все. Доигрался, мелькнуло у него в голове. В этом океане собственного бессилия и дурноты. Похоже, единственным в данный момент эмоционально нестабильным Хакаги был как раз таки он. К осознанию этого упорно примешивался тот факт, что вообще-то во всем виновата появление Наруто и его дочери, ставшая катализатором, но это было не совсем правдой. Четвертый и так бы не смог остаться равнодушным, услышав новость о том, что его сын жив и находится в Акацуке. Только вот этот Наруто дал ему надежду, показал, как могло бы быть и да, он чертовски хотел, чтобы тот был его сыном. И это все выводило его из колеи. Снаружи слышался нехороший треск, словно кто-то весьма злой металку ная по деревьям или рубил дрова. Что-то внутри Мината отозвалось с облегчением. Седьмой не ушел, просто отправился выпустить пар на чем-то нейтральном. Однако на Миказе не был бы собой, если бы остался просто лежать и ждать. Кулина косячила справляй. Игнорируя боль и ненавидя свою слабость, он по стеночке двинулся к двери. Еще пара шагов он уцелено в глазах помутнело, и Минат расстелился подкрытого многолетней пылью порога. Очнувшись после четвертой первым делом ощутил тонкий аромат жаримой на огне какой-то птицы. Как туда был Наруто оставалось загадкой, по запаху и до теперь вызывал у него лишь тошноты, а ведь они хотели же просто рамен поесть и вот как вышло. К слову, несмотря на реакцию на аппетитный в принципе запах, он чувствовал себя на удивление сносно. И да, даже после всех своих слов, Минат очнулся не на пороге. Грудь его была укутана каким-то дополнительным одеялом и судя по легкому покалыванию и теплу его все-таки натерли секретной мазью клана Хьюга. Мысли четвертого вяло перетекли к тому, как вытянулось по лицу Хьюши, заявись он сейчас и узнай об этой утечке, но это было глупо очень глупо. Со стороны намекази думать о таком, когда-когда он столь позорно отрубился и в беспамятстве с ним делали не пойми что. И все же следовало отдать Наруто должно, чувствовал себя сейчас Мината значительно лучше. И ему не хотелось двигаться. Совсем. Даже когда слух уловил приближающиеся шаги, а ну съедьки запах отвара. Я знаю, что ты очнулся, Тибаюа. Дыхание изменилось, стало более неровным, его голову осторожно приподняли. Пей давай, а я так и быть расскажу об Аруто. Открывать глаза и видеть перед собой разочарованного Наруто не хотелось. Грудь снова сдавила, и Мината чувствовал, что находится в замкнутом круге, в котором ему было одновременно хорошо и невыносимо находиться. Пора было расставить точки и покончить с этими томлениями, чтобы их, но сил не было. Он лишь молча пригубил от чашки и приготовился ждать рассказа, подтверждения своих выводов или на Миказе не знал чего. В общем-то, батя я стал даже у тирана. Там как-то так получилось, что после войны все спешили жить что ли, ну и это у нас в Канохе случился настоящий бэби-бум. Сначала, конечно, мы с Хинатой первыми отыграли грандиозную свадьбу, где вновь объединились представители разных деревень, и это стало своеобразным толчком для остальных. Вообщем-то, мой друг Чаджи Акимичи со своей будущей супругой там и признакомился к Ахаем, поближе, дайте бы я, она была в охране Райкаги. В общем-то, мне едва исполнилось двадцать, когда оборота появился на свет. По правде, я тогда боялся до чертиков сначала свадьбы, потом беременности хинуты, потом его рождение, но все как-то складывалось. И не так уж плохо. На мой взгляд. Просто я ведь вырос один. И по сути не знал, каково это, когда семья есть каждый день. И надо о них заботиться. Наруто сделал паузу, а Минато чувствовал исходящее от него нет, вряд ли взялся бы охарактеризовать это чувство, но он понимал. И да, взглянуть смерти в глаза было проще, чем сейчас встретиться с осуждением сына, которое он не увидел. У меня тоже никого не было, я даже не знаю толком, кем были мои родители. Слово дались нелегко, но на Миказе заставил себя держать визуальный контакт. И больше всего на свете я хотел, чтобы у моего сына все было иначе. Но мы не боги, плечи опускаются. Я рад, что хоть у внуков все сложилось. Слышал бы тебя сейчас, Баруто, проворчал седьмой, невольно нажмурясь. Вот уж кто однажды заявил, что лучше уж мертвый отец-герой, чем батя, которого видишь только с таблоидов. Не умне тут судить я не был на его месте. Но хоть не было чертовски больно, я рад, что хоть ненадолго пересекся и с тобой и с мамой. Мамой? Едва выдохнул Мината. Кушан и тоже подняли дотенцием? Нет, ты запечатал частичку ей чакры в меня, когда наградил лисом, она мне здорово помогла навалять хвастатому, ну прости-прости, ко. Мама помогла мне образумить тебя, так лучше. Отлегся на своего соседа Наруто. Вот как прошептал четвертый. Она он не договорил. Самая классная, Тибайоа. Подозрительно шмыгнул носом седьмой, старательно отворачиваясь. И очень любила и тебя, и меня, если ты в чем-то сомневаешься. Давыда Вилмината, чувствую, как вновь наполняется кровью сердце. Ну вот, нарочито весело продолжил Наруто. Как бы там Баруто не пыхтел и не злился, что я совершенно не приспособлен к роли главы семейства, так как сам в семье не вырос, но я все же думаю, что был не таким дерьмовым батик Хину, вроде как, дать тебе я. Я старался. Очень. И Хина то меня поддерживала. И Рукасенси с шестым, хоть они и сами полные профаны в этом. Даже Хиашисан и тот старался, но он тоже далеко не батик года, знаешь ли в общем, все было неплохо. А когда родилась Хима, я вообще был счастлив, ведь я переплюнул тебя, старик. Ксо, да я пошутил, но может и неугомонные дети и требовали внимания больше, чем миссия высочайшего уровня, но это естественно. Наверное. Все-таки для родителей воспитания есть самая сложная миссия, за которую тебе еще и хрен, кто заплатит, а вот огребать за последствия неправильного воспитания будешь и ты, и весь миром нет, я не считаю, что был дремным батей. Потому что иначе Бабарут не отреагировал бы так болезненно, но мое мое короче, на то, что я стал почти все время впахивать как Хакаги, а своей семьей обозначил все Канаху. Химатой было только три. Она не успела слишком хорошо запомнить, как могло бы быть. Ей было легче довольствоваться теми крохами от былого внимания и участия наверное. Я думал так, пока не попал сюда из-за нее, хихи, Тибайоа. В общем, если думаешь, что крупно облажался здесь сабито, то ложат все. Ой. Поздно спохватился седьмой. С кем ты сказал? Четвертый резко сел, не обращая внимания на боль или слабость, которые отошли на второй или даже третий план. То есть это был Абита? Абита очиха его голос сел. Нет, я не Кокаши тоже не мог поверить, хмуро покивал Наруто. Но это он притворяет самодара и стоит за всем этим. Но в конечном итоге мы вернули его и до отомриты. О, Тибайо, теперь ты и в педагогическом провале себя винить будешь. Абита тупо повторил Минато, без сил опускаясь на подушки. Это был Абита. Все это время. Он был жив. И кланучиха четвертый замолчал. Эй, ты не Наруто прервал легких хлопок, вспышка и посреди кабинета обнаружилась знакомая троица телохранителей Хакаги, которых тот обучил техники летящего бога грома, с той лишь разницей, что для ее применения требовались усилия всех троих. Но метка на Миказе ведь сработала. И этот специальный отряд явился за ним. Правда, он сейчас был не в силах ими распоряжаться. Привет, ребята, кивнул им седьмой. Вовремя, давайте его к медикам скорее. Мы не сможем перенести двоих, мотнул головой генма. Расстояние, да и моя чакра, перебил его Наруто. Берите скорее четвертого уходите, за мной потом, как сможете, вернетесь, я тут как раз все разведу, дать тебе я. Последнее высказывание вынудило на Миказе выплыть из своих дум обобитой резко сказать, ты не можешь рваться на рожон. А если Акацуки поймают тебя? Да и ты столько должен мне рассказать. Ничего я не должен, Наруто чуть скривился ох, и не любил он приказные ноты у других, видать, или отвык слышать. За меня не бойся, не пропаду, просказать это мы еще посмотрим. Проследи, чтоб с Химой все было хорошо и чтоб Хиашисан не наложил печать на ее Бьякуга. Больше ни о чем не прошу, Тибайо. Хорошо, вынужден мотнул головой Минато. Он вновь принял более вертикальное положение. Я прослежу, и мне нужно оставить на тебе метку, у меня куны твои есть. Фыркнул седьмой, продемонстрировав онный. Сиди уж, побереги чакру, тут на домике тоже метка есть. Тебя могут схватить и увезти далеко. Неожиданно рявкнул четвертый и схитрился таки прилепить метку, правда, после у него потемнело в глазах, но свой долг он считал выполненным. Амак, история одной учихи кланучха. Гордый, воинственный, а когда-то казался непримиримый. Внутри него давно зрел раскол. Давным-давно большая часть клана устала от постоянных сражений и потерь в войнах против Синджу. После именно эти соклановцы предали Мадару и его учения. Они предпочли остаться в Канохе, в которой их положение основателей не просто пошатнулось оно ушло. Было растоптано. В том числе и не смирившимся со второй ролью главы клана. Мадара буквально выжег страхом сердца жителей Канохи. Кланучха боялись, Синджу же боготворили и хотя первый Хакаги прилагал усилия по реабилитации клана основателей, даже богам порой не под силу обелить похеренную репутацию. Им не доверяли. Ждали подвоха. Ведь Мадара когда-то стоял вровень с Хаширомой, как гарант мира. Правда, тянулись всегда больше к первому, потому-то его и избрали Хакаги. Можно долго и упорно обвинять второго, что, очевидно, так и не простил давних кровных врагов, но тот со своей паранойлией навредил скорее своему клану. Синджу прикрывали собой все образующиеся дыры, в результате чего, именно они, а не отвергнутые и сосланные на охрану внутреннего правопорядка Учхо оказались на грани вымирания. При работе в полиции смертность в клаве достигла рекордно низких показателей. Если раньше в 35 ты был долгожителем и очень сильным Шинобе, раз тебя до сих пор не убили Синджу, то сейчас появились первые Сидэ Учхо. Первые соклановцы, что избрали для себя путни не ниндзя, а булочника или аптекаря. Тут же Шаринган стал пробуждаться не у всех. Канули в лёд воспоминания мангеки о Шаринганах, а также о таких техниках, как и знамей и занаги. Наступили сытые и относительно спокойные времена, которые не могли не сказаться на клане. Не в лучшую сторону. Кто-то обрезкой заплыл жирком, кто-то за всю жизнь так и ни разу и не активировал Шаринган. Единственное, что осталось неизменным это уязвлённая гордость. Причём, чем сильнее клан мельчал, тем болезнен и становилась тяга и ностальгия по былому величию. Ушли в мир, но и свидетели того, как Канаха строилась. Хотя порой и находились древние старухи, что заявляли, будто бы в молодости знавали великого Мадару и даже имели от него детей, конечно же, это были пустые слова. Тем старухам в дни жизни Мадары было в лучшем случае по пять-десять лет, а уж кем-кем, а педофилом тот, при всей демонизации его облика не был. Впрочем, и последнее явление постепенно сходило на нет. Не осталось более в живых тех, чьи братья и сестры не доживали до подросткового возраста, пополняя ряды жертв непрекращающейся войны двух кланов. Новые поколения не ведали, что недоверя деревне и натянутые отношения с неочих и небольшая цена за мир, который даже в самом худом виде представлялся все же лучше бесконечных сражений. Последней каплей стало нападение Девятихвостого лиса на Канаху, и как следствие тронувшийся умом четвертой Хакаги. И вновь Тень Мадары легла на весь клан. Это ведь не было секретом имя того, кто мог контролировать Кьюби. А уж словно Микадзе о Шарингоне в прорезях маски многие поверили. В том числе и в самом клане. Поборники за восстановление былого величия предположили, что кто-то, наконец, решил напомнить этой опостылевшей деревни, кто здесь самый сильный Шиноби. Шиноби в маске восхищались втайне, разумеется. И лишь малая часть клана. Остальные понимали, сколь большой бездной они скатывались. Ненависть и недавие порождают еще большее отторжение и мстительность. А уж с горячей кровью учиха обстановка накалялась. Раскол становился все заметнее. И в основном те, кто были за мир Шаринган то не пробуждали. Сплошь торговцы до ремесленники. И некоторые молодые Шиноби. Впрочем, тех, кто был готов на восстание было много меньше, чем в целом недовольных. Многим доставало разума понять, что ни к чему хорошему это не приведет. А вот если устроить четвертому несчастный случай на последнее, к удивлению, прочих оказался не согласен Фугаку, аргументировав это тем, что тогда власть захватит Арачимару, что хуже Желтой Молнии либо же Хиаши Хьюга, что было нежелательнее Змейного Санина. Устранить же верхушку клана Хьюга, Намикадзе и Арачимару одновременно задача не из легких к реализации, которые они так и не успели подойти. А все почему? Старший сын главы клана оказался предателем, поставившим верность деревне выше семьи. Как результат всех активных и реально опасных сторонников движения за восстановление былой славы постигла смерть. Остальные подверглись массовой промывке мозгов. Правда, техника минула, как у Чеху, наложившего ее, так и детей. Именно у подрастающего поколения накопилось слишком много почему. Ситуация в клане была опасной. Помнившие, чем закончилось так и не начавшиеся восстание боялись, позрело недовольство, которое и техникой Шисуи приглушить было непросто. От былой доблести остались лишь осколки. У Чеха были опозорены, и это понимали все. Жажда мести прорывалась в юных сердцах, хоть они не знали толком, что именно послужило причиной вечной грусти и страха их родителей и старших родственников. Однако слишком многие из них потеряли одного из родителей, либо и вовсе остались сиротами. И да, все знали, чьим ставленником другом является их текущий лидер. Альтернативы, впрочем, не было. Саски был никчемин и замаран именем своего старшего брата. Ниукава не вызывал особого сочувствия опекаемым неприкасаемым предателем Шису и мелкий сынишка главы клана. Ибо Фугаку облажался. Не так воспитал старшего. Потом еще и сам проиграл Хакаге в поединке один на один. Эта линия, очевидно, завела их в тупик. Шису, впрочем, тоже был из той же породы. Даром, что ли, кузены Тачи и Саски. После чистки он был самой близкой поставил, что также не добавлял очков главной ветви, от которой осталась одна лишь гнилая поросль. Впрочем, против Саски играл его характер всеми обиженного, вечно недовольного, надутого юноши, что так и не вырос умом. Порывистый, раздираемый внутренними демонами мальчишка вот кем он был. И существовала его полная противоположность руки Учиха. Спокойная и рассудительная, для Учиха она была даже слишком тихой. Впрочем, то была подходящая роль для дочери одной из немногих восставших. Женщины, как ни крути, и в клане Учиха женщины. Будучи обремененным семьей и детьми, особо на штыки лезть не хочется. О том, кто являлся ее отцом, ходили разные слухи. Ребенок у незамужней, но сильной Кунаичи, хоть и был позором, но имел все шансы послужить клану. Незаконное же происхождение бросало тень на женатых мужчин клана. Потому, когда мать руки убили, все, затаив злорадным интересом, наблюдали, кто же возьмет опеку над девочкой. Родных дяди или тети у девочки также не осталось, как и деда с бабушкой, умерших еще раньше. Теоретически же остальной клан был для нее в практически равной степени родства. Следовательно, пожалеть сиротку и не дать пропасть додютцу в местном приюте мог вызваться любой. Однако желающих не нашлось. Мужчины без того осталось немного, а бросать на себя тень вдовы также не желали брать дитя позора, поскольку ему так приходилось нелегко нужно было поднимать своих. Да и хватало и других сирот, без клейма в виде принесшей в подоле матери. В результате руки оказалась под опекой исполняющего обязанности главы клана Шису. У того ведь не было иного выбора. Дети клана очхо которая уже пробудила шарингом. Руки плохо помнила маму, как звучал ее голос, как она улыбалась, и улыбалась ли ли вообще. На единственном сохранившемся фото была изображена миниатюрная женщина с тонкими чертами и миловидной внешностью, которую, впрочем, портила явная ожесточенность и яростный блеск в глазах. Никто так и не смог ответить Руки достоверно, что послужило причиной столь пламенной ненависти Канохи, но Хатэру Учиха была одной из самых ярых сторонниц восстания. И не только на словах. Ведь когда все это началось, та сама выбежала навстречу смерти. И как сообщили позже, сумела убить нескольких Чиунинов и даже одного Анбу. Последовавшая за ней в гуще дочь волновала Хатэру в меньшей степени точнее, не волновала совсем. Потому именно хладнокровно убивающая мать и послужила причиной пробуждения у руки Шарингана в столь малом возрасте. Кажется, она пыталась ее остановить. Но мама лишь посмотрела на нее страшными, налитыми кровью и ненавистью глазами стремят и мая, и грубо отшвернула в сторону. Еще долго руки будет преследовать этот взгляд во снах. Она плохо помнила маму, пела ли та ей колыбельную, обнимала ли хоть иногда, но этот взгляд останется с ней всегда. Потому как в тот момент казалось, что именно свою дочь Хаттеру презирает и ненавидит заодно с конохой, а может и наравне. Ужас, испытан руки и в тот день навсегда отпечатался в ее душе. Она находилась посреди хаса, в котором лилась кровь и блестели обнаженные клинки и красные глаза представителей ее клана. Целью этого сражения был вовсе не захват и плен жажда убийств и крови, вот чем был пропитан воздух в ту ночь. Удушливая волна десятков спалившихся ки прижала руки к стене, где она сидела, обхватив колени и дрожа. Они все и соклановцы, и шиноби в зеленых жилетках, шиноби в звериных масках казались ей чудовищами. И среди них ее мать, выглядевшая безумнее прочих. Растрепанные длинные волосы, налитые злобой глаза, дикий оскал на лице и брызги чужой крови на бледной коже такой ее запомнила руки. Она не видела ее смерти. Появившаяся яркой солнечной вспышкой четвертая хакаги вытащил ее из этого ада. Желтая молния канухи этот ненавидимый ее соклановцами мужчина с покрытыми мелкими чернильными пятнышками руками, пропавшие железом потом, доставил ее до госпиталя, исчезнув так же неожиданно, как и появившись. Если физически руки была невредима, то травма психологическая заставила ее отключиться прямо у стойки регистрации позже, когда она придет в себя, то заметит, как шепчется, но ничего ей не говорят медсестры. Кто-то будет смотреть на руки со страхом, кто-то с отвращением ко всем этим взглядам она начнет привыкать. Но не к одиночеству, что навалилась тяжкой волной и преследовала картинами той ночи. Спустя четыре дня за ней придет Ши-Суи-Сама, который расскажет ей о случившемся, прямо без обиняков, не щадя, о том, какова была ее мать. И что она и другие восставшие едва не разрушили их клан, и что теперь руки должна очень постараться, чтобы восстановить доброе имя и свое и учхо, в целом. Исполняющий главы стал ее опекуном, но жил отдельно. Впрочем, раз в день заглядывая к ней, Ши-Суи-Сама приносил еду, одежду и следил за тем, чтобы Руки посещал занятия в подготовительном классе клан-очихо, где учили читать, писать о примитивном ниндюцу. Больше всего в этой обязательной школе делали упор на историю, где старательно объясняли, почему важно хранять мир. Руки слушала все это, а перед глазами ее пробегали отмытые на улице, где лилась горячая кровь летели головы, руки и ноги зазевавшихся Шиноби. Пожалуй, она запомнила все слишком хорошо, чтобы желать повторения. Позже она узнает от горьких пьяниц, некогда полицайских, что в тот день Ши-Суи-Сама подвергнула воздействию своей особой, промывающей мозги техники всех членов клана, кто пробудил Шарингом кроме нее и Саски, потому что о них узнали слишком поздно от того, что Руки в тот момент была доставлена господином четвертым в больницу. Это объясняло повышенный интерес Ши-Суи к ней. Он предпочел проследить лично за возможно весьма проблемным ребенком, но Руки его удивило. Она не доставляла проблем. Никаких. Совершенно. И скорее умерла, чем попросила бы что-нибудь. Почти полная противоположность Саски, за которым исполняющий обязанности также старался следить. И Ши-Суи решил это использовать. Казалось бы девчонка с сомнительным происхождением, у которой отец мог быть хоть и Нузук и остальными вряд ли, такие кланы Акимичи, Нара, Хьюга и Абурами обладали сильной кровью, хоть кем-то из согрешивших учих или бесклановых. Да хоть сантехником без намека на развитый очаг чакры. И все же Руки смогла бы стать компромиссом для двух разрозненных сторон клана. Для так и не оставивших в сердце пламя восстания она дочь непримиримой Хатэру, для поджавших хвост крайне рассудительная и спокойная девушка. Руки из дитя позора постепенно превращалась в ту, что осторожно начали продвигать в жены Саски, надеясь, что и ее удивительный для их клана характер обуздает его. На воспитанницу Шису обращали внимание. За пробудившей Шаринган практически в возрасте Итачи девочкой следили. Ее прыжки через класс в академии наравне с Хару Синджу и одинаковый возраст становление Чоуниным с действующим номинальным главой Саски все это было отыгранными у сомнительного происхождения очками. Благодаря своей покладистости и нестандартному мышлению в 14 руки Итачи получила звание Джоунина. Пока невыездный Саски Итачи был лишен этого шанса на повышение. Вокруг миниатюрной головки руки сгущались тучи интриг. Одни, видя, как легко та находят общий язык лично видели, как Хакаги расправился с ее матерью. Другие, что ей следует выйти замуж за Саски, родить от него ребенка, а после убить, а тело уничтожить, заявив о том, что тот добился желаемого сбежал из-за посты левшей деревни. После ее становления Джоунином в год находилось хотя бы три мужчины клана очиха, решившие признаться в отцовстве. И если сначала сердце руки замирало, готовое было скромно, но посылать очередного папашу в пешеэротическое научилась. Это было глупо. Признавать того, кто ее бросил, кто обесчестил свою семью и хатеру. В конце концов о своей матери руки предпочла бы и вовсе не знать, так зачем терзать себя, если отец может оказаться еще более отвратительным субъектом. И все же каждый раз что-то внутри обрывалось, и она в надежде вглядывалась в нахально смотрящего на доченьку мужчину. И никогда не видела того, что искала. А именно стыда, ее отец, будь у него хоть капли совести, стыдился бы своего поступка. Порой руки казалось, что все они заблуждаются. С кланом мучиха у нее были стойкие неприятные ассоциации, ей было неуютно проходить по тем улицам, по которым она помнила лилась кровь. С соклановцами ей приходилось быть строй осторожнее, чем со всеми остальными. Порой ей даже казалось, что ее место не здесь. Естественно, руке не нравилась подготавливаемая ей некоторыми роль. Да и Саске ей низ колечки не нравился. Надменный и несчастный одновременно. Всеми презираемый. Опальный принц клана. В отличие от его сокомандника Хару. Вот уж с кем было приятно было не только общаться, но и руке покраснело. Тот с первого взгляда понравился ей, но, разве может Учиха сойти с Синджу? Тяжкий вздох потряс хрупкие плечи. И все же руке была до чертиков рада увидеть его. Целого и невредимого, особенно после того, как Саске его чуть не убил. Настолько рада, что была готова отринуть все привитые кланом приличия прямо в кафе затискать. Недостойна Учихи. Недостойна Джоунина, но она сдержалась. Чему и была рада. Завязался разговор, в начале которого Сакура тактично удалилась, делая притом страшные глаза, мол, не я одна в Учиху влюбилась, страдая тоже, Хару руки вновь бросила в жар. А после она, как дурочка хихикала, охала-охала, выспрашивая Синджу о их с отцом приключениях, по большей части курьезных, где тот огребал за отнюдь неневинные развлечения Джира и Сана. Заказанная еда сиротливо остывала в кафе, и Рукиа, и Хару смущенные в практически одинаковой степени чувствовали, что им необходимо выбраться на воздух, подальше от любопытных глаз и вообще за разговором они не заметили, как подошли к негласным границам квартала Учиха. Руки глупо спалилась, что читала похабные творчества отца Хару, тот начал нести какую-то чушь или не совсем чушь. «Твоя твоя улыбка, Рукиа, она прекрасна, это он смущенно почесал в затылке. Тебе надо чаще улыбаться». «Ой!» Хару замахал руками. «Нет! Нет!» «То есть, я не хотел сказать, что ты Бука, как Саски или что-то вроде «Да чтоб прости!» и неловко улыбнулся. Залившись краской, Учиха только и сумела, что сдавлено кивнуть, а после жуткой неохотой попрощаться с Синджу и двинуться в неприветливый дом. Клан лихорадила. Сначала Саски, потом странная смерть его матери нет, в квартал ноги не шли. Как и взияющий одиночеством опрятный домик. Руки была слишком погружена в себя, пыталась понять сильно ли большой дурой она была при разговоре с Хару. Чтобы заметить, как все это время ее провожала практически неразличимая тень. Шису, а это был он, видел достаточно. Шибко озабоченный кланом и конкретно Саски. Руки не интересовала властью и не так просто было заставить они с Саски были упущенными детьми, рано пробудившими Шаринган, слишком свободными и опасными. Но, если последний сам загнал себя угол, единственным выходом, из которого была тотальная промывка мозгов, то руки и руки могла послужить клану иначе. Если уж избрала такой путь. Брак с Синджу лишал оппозиции и шанса сместить Шису, поставив во главу приобретшую странную популярность девчонку. Правда, для этого тем нужно было доставить Саски и как-то заставить того плодиться, но существовали способы. Особенно в клане мастеров гендюцу. Впрочем, у тех, кто делал ставку на руки изначально не было и шанса, ведь Шису давно знал имя ее отца. Он намеренно позволял клану играться, пусть думают, что могут что-то изменить, если же хоть что-то предпримут, то правду вскружит их головы. Однако ему пока ни к чему было доставать свой козырь. Тем более, что брак с Хару Синджу одновременно и протянул бы тоненькую пальмовую ветвь между настороженной, а сейчас и обозленной деревней и опальным кланом. Надо бы скорее распустить слух, что главный пострадавший от рук Саски спокойно милуется с представительницей клана Чхэшису и страшно ухмыльнулся, удовлетворенно пробормотав, нужно было искать непорочащие способы извлечения информации, чем алкоголер шалившийся язык одной бездомно влюбленной в воздурочки Хакаги сама. Наблюдавшая за ним жаба подавилась комаром. А маг, история одного Синджу Хару было немного времени, покуда его предки устроили очередную драку где-то у него в голове. Хаширма. Шипит второй Хакаги. Табирама. Укоряющий Бумс. Бац. Цац. Тыщ-ты-дыщ. Основателей, похоже, ничуть не волновал тот факт, что они мертвы. И битва выходила нешуточно и определенно, черепная коробка юного Синджу для подобных выкрутасов была не предназначена. Но шум в ушах и боль, мигрирующую по голове, худо-бедно можно игнорировать. Выносящих мозг предков не особо. И пока те заняты друг другом, у Хару было немного времени, чтобы оценить, как сильно переменилась его одноклассница, пока Синджу не было в Канохе. Судьба свела его сразу с двумя представителями клана очха. Сначала с руки, они ведь были одногодками и изначально пошли в один класс академии, где тут же стали соперничать за звание лучшего ученика. Впрочем, так это обозначили учители. По правде сказать, Хару не особо любил соревнования. Тем более он не обладал особым желанием связываться с подающей надеждой Кунаичи. Спасибо маме, Синджу насмотрелся, каким может быть слабый пол. Но его родители слишком приметны, их слава в мире шина бегу делая по сей день. Шансов посрамить Санинафу Хару не было. Кто-то скажет, что ему повезло. И будет прав. Действительно, казалось, сама природа таким образом решила дать вымирающему клану шанс на выживание. Хару не унаследовал ни один из пороков родителей, зато получил от них большой запас малый талант и хороший контроль. Мать обучила его медицинским техникам, поставила удар, что, конечно же, не было в четвертинку так силен, как у нее. В свою очередь отец настакал в тай дюцу, фуин дюцу и перед поступлением в академию позволил подписать контракт с жабами. И пусть первое время Синджу мог призвать лишь головастика. Зато у него уже был призыв. Пока его одноклассники по программе только-только учились накладывать Хингеда создавать иллюзорного клона, Хару был уже далеко впереди их. Классы были неравномерными. Четвертый Хакаги всячески усиливал политику по привлечению детей и горожан в ряду Шиноби. Гражданских в классах было чаще больше половины. Естественно, для них было важно начать с азов. Тем более, что против таких одноклассников Хару никогда ничего не имел. Его подруга Сакура бесклановая. Об отце Синджу до недавних пор думал точно так же. Как и о родними Натанамикадзе неизвестно было ровным счетом ничего. Такие же ниндзя, как Рокли вовсе заслуживали только уважения, а потому упрекнуть четвертого в проводимой политике он не мог. В академии учить начинали с самых основ. Причем не только в области искусства ниндзя, но и истории, математики и правописанию. Последние три предмета новшества от четвертого, уставшего от безграмотных отчетов и тому, что у подчиненных вечно ветер в карманах. Расчет траектории Куная может прийти с опытом, а вот финансовая грамотность есть шишки, которые лучше не набивать. Образование академии давало хорошие. И денег на ее содержание не жалели, потому как ниндзя Канохи были очень нужны и желательно доживающие до ранга Чунина, как минимум. Историю Хару знал едва ли не из первых уст. Слегка поднабравшаяся мать становилась весьма разговорчивой. И ее истории о первом и втором Хакаге были куда занятнее лекции в академии. Отец тоже о многом рассказывал. Ему Исаки для того не нужно было. С детства Хару окружали истории о разных странах, далеких городах и селениях, об удивительных техниках, истории о мире и войне чаще о войне, но у отца даже те, как правило, оканчивались хорошо. Жаль в жизни не все не так с математикой Син-Джу также был на ты. Пришлось. Потому как у его мамы финансы всегда пели романсы. А у отца доход был крайне неравномерным. Вышла книга и издатель заплатил гуляем, нет, значит, срочно просим у Хакаги аванс и отправляемся на миссию. Позже, убедившись, что у сына начисто отсутствуют наклонности транжиры игрока, родители стали с каждой получки пятой часть отдавать ему. Так денюшки целее буду. И не потратится ни на выпивку, ни на девиц, ни на карточные долги. Потому пока его одноклассники бегали в магазин за рисом да урывали на сдачу вкусняшку, Хару тащил из продуктовых полной сумки, тренируя свою выдержку Шиноби. А затем и навыки уклонения, когда оказывалось, что он не так расшифровал с правописанием все было не так радужно, но и это не было большой проблемой. Через полгода Синджу в Академии стало откровенно скучно. Хорошо подготовленные и необделенные способностями клановые, как правило, шагали на класс вперед. Но лишь те, кто не страдал звездной болезнью или ленью. Или и тем, и тем. Да и откровенно говоря на такое пооширение шли не всегда. Ведь в классе всегда должны быть те, и лишь, когда между ними оказывалась практически пропасть, принималось решение о переводе. Клановые одноклассники Хару звезд с неба не хватали. Больше того задирали морду вверх над товарищами да обездельничали. Кому-то же откровенно не доставало чакру или самоконтроля. Потому Синджу особо не напрягался. Вот еще, к чему Морока? У него и так хватало забот в некоторых мелких бытовых вопросах его гениальные родители были полными профанами. Да и с их занятостью это было нормально, что Хару брал часть забыт по дому на себя. По крайней мере, так он думал. И особо напрягаться в академии не собирался. И хотя его обостренное чувство справедливости, которое явно было создано с единственной целью не дать ему прожить слишком спокойную жизнь, требовало, что если Синджу хочет что-то изменить, то ему следует пробиваться в Хакаги, как предки. А для этого, наверное, стоит под напрячься. И все же каждый раз, когда его ставили в пару с руки очхо, как лучших учеников, Хару чувствовал, что внутри что-то немного ломается. Впрочем, так было не у него одного. По-настоящему с руки они никогда не дрались. Оба, зная о силе другого, осторожничали, не открывались и не били в уязвленные точки. Последнее, наверное, все же стоит занести в минусы от воспитания фаната женщин. Как бы хорошо Син-Джу не знал, на что способны кунаичи, заставить себя желать причинить боль руки он не мог. Что сдерживало его соперницу загадка, которая, впрочем, оставалась таковой лишь для самого Хару. И то до поры до времени до недавнего. Руки не просто клановая. Она принадлежала к семейству По крайней мере, так говорила мама, как следует поднабравшись, но ни она, ни отец никогда в открытую не показывали своей ненависти к этому клану. Напротив, после известного события, когда позиции Учиха в деревне пошатнулись, его родители считали, виноваты всегда обе стороны. Что уж говорить, мама и папа в последнее время не жаловали четвертого Хакаги и его обострившуюся паранойю. И Хару не привык судить человека по его клану, хотя определенный резон и был. В каждом великом или не очень семействе существовали свои тараканы, а если точнее, то систему выпривки, воспитания подрастающего поколения. Потому, изучив частное одного, двух представителей, можно было заприметить общие черты с другими. Но это было ошибкой полагаться только на фамильное имя, стоящее за плечом человека. Люди все равно все разные. Даже Хьюга. Вопреки расхожему мнению. Они не роботы из комиксов, из которых вытравили человечность или же ее не было изначально. Это не так. Предыдущие Хакагини шли к своему посту тем путем, что избрал для себя Хару. Нет, долгие наблюдения за окружающими вместо тренировок собственного тела, кто-то счел бы это глупостью. Но Синджу это нравилось. Так, он узнавал не секретные дюцу или грязные тайны, хотя порой подмечал их, но все это позволяло научиться чтению душ. Он видел, как меняется деревня. Как несчастье и безумие, охватившее четвертого, заражает окружающих. Хару видел, как замыкается круг, о котором говорил отец. Порочный круг ненависти. Он существовал и в Канохе. И, пожалуй, клан Учиха был лучшим примером. Деревня боялась и ненавидела их, Учиха же в свою очередь презирали и ненавидели деревню. Итачи Учиха с одной стороны предатель, с другой герой, представлялся тенью тени огня столь мрачной, что кажется грозил побить рекорд четвертого. Нельзя в полной мере рассмотреть тень, а потому этого изгнанного представителя клана Учиха, Хару почти не знал. Руки другое дело. Познакомившись сначала с ней, Синджу искренне недоумевал, как деревня могла ненавидеть ее клан. Ведь одноклассница была спокойна и рассудительна. Без мания величия, но с чувством собственного достоинства. Позже Хару поймет, что так привлекло его в ней. В безумном мире Шина Беруки являлась тихой гаванью, как и он сам. Большинство их одноклассников все еще могло позволить себе быть детьми, а не нет. У Хару были родители великовозрастные болваны, с которыми он порой менялся ролями, у Руки родителей не было. Они оба были слишком самостоятельны, серьезны и ответственны. Хару мечтал стать Хакаги, чтобы обернуть жизнь в деревне к лучшему. И клан Учиха занимал в построении нового мира не последнее место. Он не знал, какие планы были у Руки, но, когда они оба одновременно вступались за одно и то же дело, Хару понимал им по пути. Глупо было делать вероятного союзника своим соперникам. Но не об этом думал Синджу, когда в очередной раз в последний момент отводил ладонь от хрупкого тела, действительно, миниатюрной Учихи. Впрочем, Руки была от природы точно дьявол или четвертая Хакаги без Хирайшина. Застать ее врасплох было непросто. Хару тоже был быстр, неплохие данные да и отец постарался отточить его скорость Синсорики ему тоже перепала от обоих родителей, а фраза «не смотри в глаза Учихи» врезалась ему на подкорку. В Гиндюце его было не так просто поймать и удержать. У медиков контроль над чей крою практически идеальный шанс вырваться максимальные. Пожалуй, истинных способностей друг друга они так и не узнали. Осторожность сверх меры и игра в поддавки, после которой у руки отчего-то краснели щеки была привычным делом. Для них видимо, учителям тоже надоело наблюдать за этим. И их перевели обоих и сразу на два класса вперед, чтобы жизнь патокой не казалась. Первое время они держались друг друга да и после тоже. Новый класс подобрался сильным. Специально или же случайно жены глав клана так синхронно забеременели, но ребята, что были старше их на два года по большей части являлись представителями главных семей известных кланов Канохи. Хваталось здесь и талантливых бесклановых. Это уже было интересно. Здесь Хару познакомился со вторым важным учиха в своей жизни с Саски. Кажется, именно тогда он со всей ясностью осознал, почему нельзя судить общее по частному. Саски демонстративно не замечал руки. Делал вид, что ее только не существует, но и, пожалуй, будь его волей он бы абстрагировался бы от всех остальных. Вечно один и вечно на виду у всех. Это было одиночество в толпе. Пожалуй, один из самых худших и недооцененных видов. Прическа у чихи Саски говорила явно больше, чем его род. Взъерошенный ежик колючий, отращенный в попытках защититься. О нем говорили все. И не только за спиной. Девочки, все, кроме руки, находили в нем что-то, чего Хару объяснить не мог. Они сходили с ума потому, кто открыто перемешивал их с пылью на дороге. И притом не замечали собственных поклонников. Женщины странные существа. Тут его отец прав. Саски у чиху любили и боялись одновременно. Слишком дурной славой был отмечен номинальный глава клана. Отец предатель деревни, брат предатель клана, а кого предаст Саски? Он был талантлив. Рано пробудил Шаринган, был в первых рядах во всем. Ему все давалось с легкостью, за которой лишь двое видели усердные тренировки. Рукиа, что жила недалеко и Хару, что привык замечать то, что другие отрицают. Впрочем, позже они узнают, что их трое. Шикомару Нара. Сын советника и ближайшего помощника Хакаги. Слишком умный, чтобы разминиваться по пустякам. Хару комфортно с ним. Порой он отчаянно хочет перенять эту леность, но не может. Нара повелитель о тени. В прямом переносных смыслах. Он же решил идти другим путем и стать самой яркой тенью огня, а потому не может позволить себе спать на лекциях тогда, когда хочется и не потому что те несут сверхважную информацию, нет. Последнюю несут его одноклассники довольны новым видом сухариков чаджи или руки с подозрительно припухшими глазами либо тренировавшая долопнувших сосудов шаринган, либо плакавшая всю ночь. Саски был талантлив, спору нет. Но восхищаться им мешал не только страх перед наследником великих и ужасных очах. Просто появилась руки. Девчонка с неизвестным в отцах да к тому же младше его. И руки его сделала. С первого спарринга. Просто потому что оказалось быстрее. Об этом шептались долго. Как и о том, почему два представителя одного клана являлись столь разными личностями, рвущими шаблон. Саски позднее брал реван уж, но об этом помнили лишь самые верные его фанатки. Другие же помнили, как после поражения руки освоила технику телесного мерцания и стала еще быстрее. Позже эту технику освоят и Саски. Он побьет безродную девчонку из своего клана. Чрезмерно жестоко, что не прибавит ему любви окружающих. Говорят, будь проще люди к тебе потянутся. У руки это неведомым образом получилось без особых усилий, как и у Хару. Только вот он не был обременен шлейфом недоверия и страха от фамильного имени. Наоборот, его наследственно было более, чем положительно. В то время, как руки просто была лидером, у которого не выпирало из берегов раздувшееся Эго. Отец, слушая его рассказы об Академии, чуть помрачнев, однажды обмолвился, что четвертый когда-то был таким же. За это его и полюбили. Но Минат и на Микадзе был уже не тот, которого помнило старшее поколение. Хар уже знал только одну его версию, а потому судить о сходстве не мог единственное, на что он надеялся, что самого его и руки минует та же участь в превращении в кого-то столь чуждого себя прежнему. Саски думал, что вбил в тот день свою дальнюю родственницу в полигон, однако вместе с тем он проделал то же самое со своей репутацией. Да, мир Шинобе уважает силу, но нечрезмерную жестокость и мстительность, перешагнувшая пределы разумного. Саски тогда остановили. Не сразу, ибо вцепился он в соперницу крепко. Кажется, в тот день Хару по-настоящему испугался. И Рукасин сеорал так, что уши закладывало. Саски ему, к слову, навалял по касательной руке, пошатываясь, встала и сказала, что бой еще не закончен. Тогда Синджу сомнился в ее разумности, но, глядя на перекошенное злобой и болью лицо Саски, вдруг подумал, что если оно так и дальше пойдет, то у Канахи с кланом Учиха подрастет еще одна большая проблема. В тот день он, хоть и больше всего на свете хотел надрать Саски уши, но принял совершенно другое решение, что позже изменит его жизнь. Стать другому Учихе Саски. Просто потому, что кроме него некому. А человек без друзей, без связей и уз, съедаемый собственными демонами, крайне опасен. Руки тогда затаит на него обиду. Все же в любой разумности и покладистости есть пределы. Изъяны. Хар уже выбрал непростый путь. Лежащий через редкостное твердолобие и уверенность в том, что весь мир ему должен, но от чего-то не отдает долги. Саски Учиху нельзя было назвать приятным человеком. Это уж точно. Однако это не значит, что у него не было чувств. Или что он был рожден эгоистичным говнюком с серебряной ложкой в причинном месте. Вовсе нет. Пожалуй, у них с Саски была одна общая черта упрямство. И Хару не оставлял попыток пробиться сквозь ту нелицеприятную стену, которую Саски воздвиг между собой и миром. Синджу делал то, от чего его журила даже обычно смотрящая на многое спустя пальцем мать. Вернее, будет сказать даже не журила, а приходила в ярость. Со всеми вытекающими. Хару в наглую перся в самое сердце клана Учиха и провожал прифигевшего от подобного поворота события Саски. Мать Саски сильная и мудрая женщина, чье сердце было разбито гибелью мужа и предательством старшего сына, вскоре приняла его игру. Последний Синджу спокойно завтракал во второй раз в доме номинального главы клана Учиха, несмотря на то, что сам глава кипел от ярости, но ничего сделать не мог. Это ведь был гус его матери. А мама вопреки всей своей колючести Саски любил. Именно там, в небольшом домике, что пах немного подгоревшей выпечкой, Хару впервые увидел, как трещит по швам та маска, что столь упорно носил Саски. Много позже та слетит окончательно, но Синджу и в страшном сне не мог представить при каких обстоятельствах. Верно, говорят, не делай добра и не получишь зла. Спасибо, Саски, удружил, чертов бока. Теперь из-за тебя, друг мой шаринганистый, у меня в голове дерутся первый и второй Хакаги, отчего-то озабоченный сохранением клана Синджу больше, чем будущим Канохи и мира. А ведь начиналось все неплохо и их с Саски распределили в одну команду. Еще и Сакуручан к ним поставили. Одну из немногих, кто так и не отвернулся от Учихи. Ведь нельзя полноценно работать в атмосфере взаимной ненависти, которой в их команде номер семь не было. Вдвоем они постепенно усмирили своего тяжелого и крутого норовом товарища. Можно было смело сказать, что к ним и даже к Шицуне Синси Саски относился явно лучше, чем к остальной Канохи, которая, впрочем, с самого начала, как и его клан, отвечала ему взаимной ненавистью и презрением. У Хару был план, как разрушить этот порочный круг. Саски Учиха должен был стать героем. Проблема была в том, что именно этим желанием Саски не горел. Стать сильным и расправиться с братом героем Канохи и четвертым Хакаги мотивации, как раз таки противоположная. На мнение же всех остальных Учихи было как-то нач, хотя они его не любили и он тоже ради их одобрения и расшибаться в лепешку не желал. Команда относилась к нему по-человечески, вот он к ним и более-менее прикипел. Но и то он им ничего не должен. После становления они чунинами все разошлись, как в море корабли. Никаких взаимных обид. Верно. Отсложняло дело еще и то, что Саски особо проявить себя и не давали. Даром что ли сегодня Хару узнал, что руки уже Джоунин. А ведь силу таланта у нее ничуть не больше, чем у Саски. Скорее даже меньше. Наверняка, это тоже бесило его. Все равно, Мадара возьми, это был не повод дырявить вернувшегося из дальней миссии друга. Беспокойство за Саски против воли начинало просачиваться в сердце Синджу. Особенно, когда он был рядом с Рукей. Некоторые фамильные черты не утаять, как, впрочем, и Каичи и другие, что также проступали на ее лице. Рукей выросла не столько в длину, сколько сформировалась, как женщина. Пусть ее черты не утратили подростковой угловатости, но процесс перехода явно был на решающих стадиях. И в этом повзрослевшем лице Хару увидел то, чего не замечал, когда видел то регулярно. Темные, немного взъерошенные длинные волосы и кори глаза сбивали с толку. Вытянутые овалы лица и миндалевидные формы глаз могли встретиться у кого угодно. Но не улыбка. Мягкая, лучистая та, что давно покинула лицо и Хакаги, но жила в фото, что всегда занимала особое место в вещах от Сахару. Пожалуй, такой вариант происхождения руки все запутывал бы еще сильнее, но мог подлить масло в огонь обсуждений его предков, чем Синджу и воспользовался, удовлетворенно отмечая, как начинается заново почти погашенное выяснение отношений между первым и вторым. Глава 30. «Имя твое, птица в руке, я дома». Собственный возглас привычно потонул в тишине. Руки знала, что никто не ответит. И все равно продолжала соблюдать этот ритуал. Может от того, что уже свихнулось. Или потому что то был удачный способ выявить поджидающую одинокую кунаичи засаду. И, правда, кто в здравом умении дернется и не выдастся себя, когда объект, чья главная характеристика сирота, вдруг закричит в пустоту, «Я дома». Только тот, у кого железная выдержка. Впрочем, существовала и более прозаичная причина. Кое-кто в доме все же был. Только вот Анигири встречать хозяйку не торопился никогда. Подобранная руке и шесть лет назад нечто с грязной серыми сосульками шерсти сейчас вымахало в здоровенного котяру со скверным характером. Ленька Анигири не знала конца и края, ибо мохнатость у животного могла соперничать с гривой льва. Белые волоски окружали учиху повсюду, спасал только котон, да и тот только как последнее средство. Воняла подпаленная шерсть отвратно, как, впрочем, можно было увлечься и спалить дом. Порой руки недоумевало, за какие такие грехи ей было послано это неистовое существо. Приплюснутые морда, кисточки уши, как у рыси или барса, лохматый хвост и горящие недобрым огнем красные глаза. Это был сущий дьявол. А ведь в найденном промокшем комачке слипшейся шерсти ничего не предвещало бедрючиха просто решила, что неплохо было наконец-то завести хоть кого-то, кто будет ждать ее прихода. Кошки у ее клана всегда были в почете. Так почему нет? Правда, то были целые кланы ниндзя-котов, у которых существовал договор сучха, этот же взялся нересть, откуда даром речи не обладал либо не считал ее достойной этой чести. Руке не удивилась бы. Животина ей попалась слишком умная и свободолюбивая. Гуляла, где и когда хотела, возвращалась же только, когда проголодалась. У котяры была лишь одна слабость. Он до безумия любил нигири с рыбкой. Отсюда имя. Порой у чихи казалось, что большая часть довольствия уходит на нигири, который лопал так, что казалось вот-вот лопнет. Притом этого не происходило, и шерстистое чудовище даже полным назвать было нельзя. Котяра гонял ворон, что расплодилось в конохе подозрительно много, запросто вступал в ожесточенные схватки с другими котами клана, что ненавидели альбиноса плебея, порой давал маху и дразнил Нинкина в хатаке или инозуко. У нигири абсолютно отсутствовал инстинкт самосохранения. Слабоумие и отвага вот девиз этого блохастого придурка. Руки уже и не бралась считать, сколько раз она сама зашивала из терзанного придурка, на котором все заживало, как на собаке. Пару раз все было так плохо, что она в слезах притащила животину в госпиталь и уговорила стажеров попрактиковаться все интереснее, чем возиться с полудохлой рыбешкой. С Нигирей было не скучно. И не так одиноко. Да и порой именно его выкрутасы охраняли руки от разного дерьма. Правда, это она осознавала много позже, когда успела уже спустить на задержавшего ее полудурка всех собак. Каким-то неведомым образом котяра словно предчувствовал грозящие ей неприятности и, возможно, переживал об источнике своего пропитания. В Кунохе ведь как часто бывало срочный сбор для находящихся в деревне Шиноберанга выше Чунина, а уж кто первый пришел, того и тапки. Тапки частенько оказывались белыми. Заявившаяся Жек Хакаги после неравной борьбы с набросившимся на нее Нигери вся исцарапанная и слегка пожеванная рука, как правило, отправлялась назад зализывать раны. В чести кота подобный концерт не по заявкам он устраивал редко, но метко. У Чихи же потом волосы дыбом приподнимались, когда до нее доходили сообщения о сгинувших товарищах, что оказались расторопнее. Потому ворчать она ворчала, но проблемного питомца пинком под зад прогонять не спешила. Сейчас же она явственно слышала тяжелую поступь кота демона позади себя. Это у других нормальных представителей семейства кошачьих лап и мягкие и шаги их почти не слышны. Но не этот. На сей раз Нигери заявился к ней аккурат после рыбалки. Воду этот тронутый котяра не боялся от слова совсем. Весь мокрый он гордо шел, оставляя на пылу за собой небольшие лужицы. К ногам замершей руки была брошена наполовину обглоданная рыба. Видимо, Нигери решил, что девчонка слишком худая. Попытки подкормить были частыми. Просыпаясь, Учиха находила возле лица из-за давленных ворон и змеек. Рыба же тут можно сказать высший признак расположения. Руки вздохнула. Прибраться она всегда успеет. Пока же следовало, как следует обдумать на сотый раз ее разговор с Хароей. Шипения о Нигери обычным не было. Ее котяра издавал такие звуки только, когда намеревался вцепиться кому-то в глотку. Из кухни послышался шум борьбы. Надо же все-таки засада. Активируя Шаринган, руки в два шага оказались на кухне. Там уже все было кончено. А Нигери шерстистым ковриком лежал у порога и надсадно дышал. У окна же сдавлено шипел, корчись от боли сам змейный сыненор очимару с разукрашенным когтями личиком. О последнем руке было известно лишь понаслышке. Это дурной. Поговаривали, что не только Шаринган и всех восставших в ту ночь соклановцев и ее матери в том числе осели в его проспиртованных банках, но и некоторые неблагонадежные члены клана, что таинственным образом пропадали. Как сейчас Саске. Неужели она стала неугодна Шису и Сану и Хакаге? Вы что творите? Не сводя с сынина разгневанного взгляда активированного дадюцу, прокричала руки. Судя по издаваемым звукам, Анигири задыхался, говорили, у Арчимару всегда найдется змейка в рукаве. Ядовитое, разумеется. Твое чудище, дорогуша, первым на меня набросилось. Санин сдвинул брови, хоть это и доставляло ему видимый дискомфорт. Руки со злорадством отметила, что раны, нанесенные Анигири, глубокие. Потому что вас сюда не звали, ледяным тоном парировала она. Да, это не лучший тон для разговора с тем, кто гораздо сильнее ее. Но оставаться спокойной, когда этот змейный урод только что, походя, прикончил едва ли не единственное близкое ей существо руки и чувствовало, как закипает внутри кровь, что оказалось совершенно новым для нее ощущением. Пугающим она бы сказала. Аля-ля, а манерам тебя, очевидно, не научили. Какого пущения для некогда гордого клоночха? Арчимару издевался, кривляясь точно шут предварядаемя, каковым уж точно не являлся. Хотя, дорогая, ты ведь сиротка, как я мог забыть? Санин притворно всплеснул руками. Дайте противоядие, потом поговорим, руки призвала на помощь все свое самообладание. Чтобы Арчимару не было от нее нужно, он бы вряд ли стал столь долго рассусоливать, если это лишь ее тело. Но, чтобы вас всех, как же тяжело убедить в этом ту новую, незнакомую часть себя, что требовало вспороть змей-глотку. А вот уже другой разговор, кончик чрезмерно длинного языка Санина демонстративно слезал выступившую из ранной лица кровь. Выглядело отвратительно. Звучало тоже. Только вот незадача, Рукичан, условия здесь диктуя. Потому, если не хочешь, чтобы твой питомец сдох, не советую меня перебивать. Глаза Арчимару полыхнули нехорошим огнем. Как скажете, процедила Учхо, беспомощно заглядываясь на почти замолчавшего кота. Я бы предпочел, как скажете, Арчимару сама, ну да ладно, милостиво махнул рукой Санин. Нам ведь не нужны лишние формальности, дорогуша, я ведь рассчитываю на наше сотрудничество, хехс. Что вам конкретно нужно? Не хуже змея шипела Рукиа, теряя терпение. Ой да, сущая безделица, дорогуша отмахнулся Арчимару, в один момент оказываясь рядом с ней, так что его дыхание заставило шевелиться волосы на ее макушке настолько он был ее выше. Ты всего лишь должна умереть. Руки ожидала всего, от неприличных предложений до предательства клана и деревни, но это как-то слишком просто, без обиняков заметила она. Для этого и говорить много не нужно. Вы уже несколько раз могли убить меня, но так и не сделали этого. Ух, верно мыслишь, Руки Чан. Смышленая девочка, вся в отца ах да, ты ведь ничего ничегошеньки не знаешь. Ай-ай, нехорошо, но боюсь, начни я эту древнюю историю и твоя животинка точно подохнет, а смеху Арчимару безумный под стать атмосфере. Вечерело, кухни, мужчина с очень бледным лицом и очень длинной шею, перемазан в крови, а на щеках оставлены глубокие борозды глухо хрипящей и все еще мокрый обессилевший огромный кот, чьи лапы также перемазаны кровью девчонка-подросток, что едва достает мужчине до плеча с налитыми кровью красными глазами. Где-то недалеко квакает жаба, хотя болота поблизости нет. Только воронья, расплодившегося в канухе не хватает тучка уже ничего не понимает. Пару минут до этого у нее была жизнь. Был чертов Харусин Джу улыбчивый парень, который давно ей нравился и который наконец заметил в ней женщину. У нее был дом, куда верный питомец приволок к добыче кусок пожеванной форели. Она не была так уж одинока и несчастна, как не притворяйся. Сейчас все это кончено. Словно кто-то наверху решил, что такие как она, бедовые кунаичи, счастья недостойны. Арачимару выполз, словно черт из коробочки. И в один миг разрушил все. Смерть ее руки не боится. Гораздо больше ее страшит то, как играючи заставляет ее сердце заходиться в бешенном ритме этот ублюдок. Она верит. Пусть тот и безумен, но все знают, что ничего не скроется от этой самой мрачной тени Хакаги. Арачимару знает, кто ее отец. И прекрасно понимает, что ей не все равно, как бы она не хорохорилась. Задумалась? Хочешь узнать правду? Только кивни, Руки-чан, и я с удовольствием поведаю тебе эту историю. Нет? Притворно изумился Арачимару. Ну ладно, потому, дорогуша, просто примета. Ты должна умереть. Для всех для клана, что планирует с твоей помощью свергнуть Шису, для Шису, что намерен этого не допустить использовать тебя иначе, для деревни, что желает тебе героически умереть за нее, для отца, которому ты один беджу и дару не сдалась, и для влюбленного в тебя Синджу тоже, просто потому, что ваши кланы не созданы друг для друга, и я бы лично поглядел, что за локальный абзац случится в итоге, но Синджу взял драматическую паузу, испытывающую поблескиваю ночью своими нечеловеческими глазами, руки ижи молчала. Не знала, что ей сказать. Только вот с губ у нее сочились мелкие капельки крови. Желание взять Арчимару за грудки и стрясти правду жгло ее изнутри. А Нигири больше уже не хрипел, но она уже думает забыла о нем. Все заслонила какая-то муть, сквозь которую просачивалась наглая полузмена и морда, на которой медленно заживали рассечения. Я многое знаю, Рукичан, но еще больше открытий мне предстоит совершить, продолжился Нин, почти дружелюбно качая головой. А для этого я предпочитаю видеть свое уютное гнездышко целым и невредимым, а главных героев любимого сериала живыми. Один факт твоего рождения принес одному взорвавшемуся мальчишке слишком жирный козырь. Я намерен спутать карты Шисуэ. Он лишится не только своего громотвода, ему также не удастся снизить градус в отношениях деревни и кланы за счет твоего начинающегося романа с Синджу. Тот нарыв, что зреет сейчас Рачимару почти с сожалением. У меня другая ставка, а потому ты должна умереть. А уж как именно выбор за тобой, Рукьячан, я могу убить тебя прямо сейчас, и клянусь никто не найдет твою хорошенькое тельце была девочкой и вот ее уже не стало. Змейный Синин вновь кровожадно улыбнулся, проходясь вдоль кухонки. Никто не сможет ни доказать, ни опровергнуть твое родство или он остановился, вперив в нее свои жуткие вертикальные зрачки. Есть еще вариант. Он куда более замороченный, но мы ведь не ищем легких путей, верно? Драма, искра, безумие. О, это будет великолепно. Рачимару трясло от предвкушения, так он был возбужден. Да скажи ты уже, наконец, что нужно делать? Проревела Учха, жалея, что за все время он так и не посмотрел ей прямо в глаза. На нее да в глаза нет. Как бы как бы поймать ублюдка в гендюцу. О, всего-то социальное самоубийство. Слышала об Акацуке, милая. Это такая запрещенная в Канухе и ряды других скрытых деревень организаций, где собрались самые отбитые миром обиженные нукинины. Там сейчас беда с кадрами. Совсем никому злодейничать. Саски кун как раз должен был сама, наверное, знаешь. Но ведь святое место пустое не бывает. Вербовщик все еще ждет мои змейки проверяли. Придешь к нему вместо Саски куна. Учиха на учиху справедливо. Зачем вам это? Руки опустились. Существо перед ней и человеком то назвать язык не поворачивался. Он не прокалывался. Очевидно, он знал о ее дадьются все. Взять же скорость, когда его змеи на готове самоубийство. Впрочем, то, что предлагал Арчимару тоже. Не поверишь, Руки Чан, прошелестел Санин. Но мне в самом деле не хочется, чтобы подтвердилось то, что раскопал мой шпион в Акацуке. Мой агент всем хорош, да селенками не вышел, чтобы его приняли в более тесный круг. А вот ты сможешь в придолженном упорстве пробиться. Мне нужна информация, зачем на самом деле Акацуки собирают биджу. Хотят ли они просто править миром или же не оставить от него камень на камне? Ты ведь не хочешь допустить такое, дорогуша? Зная, что можешь помочь. С чего вы взяли, что они купятся на это? Про снукинины, значит, идиоты, так что ли? Руки кипело. Она не понимала, отчего Арчимару так играть с ней это глупо и бессмысленно. Ладно, Саске о его желании отомстить, разве что глухо и не слышал. Но я-то при чем? Какой из меня то шпион? Я ведь не замарана ни в чем. Куку, милая, умеешь же рассмешить. Я бы поспорил, касаемо идиотов, но думаешь, у одного Саске куна семейная драма? А что, если некий доброжелатель поведает тебе правду, от которой у тебя снесет крышу и ты воспылаешь нет, ни как Гайлили, ни к ночи эти двое будут помянуты. И да, Руки Чан, все нужные придешь в Акацуки за тем же, зачем и Саске. Твоя цель стать сильнее, чтобы отомстить кое-кому столь могущественному, что оставаться в Канахе все равно, что биться о стекло. Догадываешься о ком речь? Ну же, дорогуша, не разочаровывай меня. Арчимару прицокнул языком. Руки все так же стояло, не двигаясь, чувствуя, как катится градом холодный пот по спине. Собственное тело активно противостояло против столь бездарного расходования чакры, как глупая игра в гляделке с активированным шарингоном чувствуя, что сдает, Учиха прекратила технику. О чем вообще треплится этот ублюдок? Почему-то именно в его адрес обычная несквернословившая девушка припоминала именно это слово. То самое, что гнусно било ей в спину почти все детство. Это ведь она рожденная вне брака от неизвестного отца судя по реакции Арчимару, человек, породивший ее не только здравствовал поныне, но и был где-то у руля. Но это ведь не мог быть советник Нара. Тогда нет, в самом деле, лучше бы это был именно отец Шакамару, с тем хоть поговорить нормально можно было. Вы мой отец. Испуганно пискнула Учиха, чувствуя, как что-то обрывается внутри. А ведь это многое объясняло бы. Змей не был обременен морально и с легкостью бы бросил ее на произвол судьбы. Более того, он бы не погнушался заявиться сейчас к ней с этими требованиями. Да чтоб вас если приглядеться, если у них похожа форма лица. Носа и черт немного разрез глаз. А то, что этот урод такой бледный так мало ли какие индивидуальные мутации организма или совсем света белого не видят в своем подземелье, гад ползучий. Кажется, руки забыла, как дышать да да черт. Ее взгляд снова зацепился за Нигири. Тот не дышал. Вновь активировав Шаринган, она попыталась увидеть хоть что-то, но тщетно. Ее питомец был мертв. Из-за чокнутого ублюдка. Ты мне за это ответишь? Чакра осталась немного, но отчаянный бросок хватило. Куной был далеко, потому полоснула Рачимару по горлу она чистучей крови ветра, тот успел подменить себя на змею, но на шее у него остался длинный след. В чем дефис в чем, а в скорости он ей проигрывал скорость. Да именно. Если вдуматься хорошенько, то от своего неизвестного отца она и должна была ее наследовать, а это существенно сужает круг подозреваемых до Хакаги. Сама внезапно цепенев, проговорила она. Мой отец четвертый Хакаги. Руки подняла лицо Насанина. Долго же доходила дурочка, хмыкнула Рачимару. Он самый, но не вздумай обольщаться. Минато Кун знает о тебе. Всегда знал не мог не знать. Иначе, каким Хакаги он после того был? Просто ни ты, ни твоя мать ему и даром не сдались. О, этот взгляд. А как ты хотела, милочка. Четвертый всегда любил только одну женщину. Свою жену. Но та мертва, вот незадача и виновен в этом твой клан. Отчасти. В поисках виновных мы все, бывало, перебарщиваем иногда не без последствий. Не забывай, что это мой старый друг супер извращенец был учителем Минато Куна. Сначала он выжал всю информацию до которой сумел дотянуться из твоей мамочки, а затем мужик хотел мужик взял. Тем более, что Хатэру всегда было в него влюблено. После скандал, истерика, слезы, что так не к лицу горда учихи Минато Кун уже был таков. Удобная штука Хирайшин. А вы там свечку держали? Руки все же отмерла. Настолько, что в голосе проклюнулась дерзость. Да. Вот она защитная реакция. Может, да, а может и нет, Санин склонил голову на бок, лукаво ухмыльнувшись. Вышло жутко. Но правда в том, что четвертый Хакаги не святой. Возможно, ты и не одна такая, хотя позже он взял свой блуд под контроль, убедившись, что тот никак не помогает в его горе, скорее, наоборот, заставляет чувствовать вину и портит репутацию благопристойного вдовца, активно посыпающего голову пеплом. А последним, к слову, не спорю, что есть, то есть но. Одно другому не мешало. Пока не заявилась Хатэру и потребовала у него узаконивания отношений. Это пошло бы на пользу клану Учхо. Хакаги не думаю. В любом случае, итог тебе известен. Минато Кун не захотел жениться на другой. Тем более из клана Учхо. Не признал тебя. Избавился от Хатэру и сбросил тебя на Шисуэ. Хотя и примелькалась ты ему в последнее времени на шутку. Но вряд ли бы это что-то изменило, Руки-Чан. Счастливого конца бы не случилось. Он бы не бросился тебе в ноги, повинившись, а ты бы не простила. Потому твоя легенда для Кацуки ничуть не хуже Саски Куна, а доказательство всегда с тобой. Если вербовщик тот, на кого я думаю, то он признает в тебе дочь Четвертого. Почему почему вы думаете, что можете решать за других? Что-то хрустнуло. Кажется, Учиха слишком сильно стеснула собственные плечи. Вот только она не чувствовала ничего. Совсем. Кроме дикой неправильности происходящего. Всю сознательную жизнь она восхищалась Четвертым. С тех самых пор, как тот вытащил ее из зада бойни Учих. Что бы о нем ни говорили, Руки и не верила. Оправдывала даже тогда, когда не следовала. Потому что верила. Слепая как котенок. Хакаги их защитит. Ведь вытащила же ее, мелкую, но Учиху, тогда оттуда. Те же соклонцовцы, что погибли в ту ночь, невинны не были. Кланов много. Учиха лишь один из зад деревни больше. И забот у Хакаги хватает, помимо ублажения отдельных с мелкими чернильными пятнышками на руках. Не идеальный, как и все. И все же он отчего-то врезался в сознание руки. Сильный, уверенный, твердый, как скала, на которой высечено его лицо. И камень осыпается. Поймет она позже. Хакаги мог вытащить ее и других случайно оказавшихся в пекле детей, но сам он навсегда останется там. Мертв внутри, он все еще усилием воли держал трескавшийся фасад. У руки есть вырезка. Бережно хранимая. Там четвертый улыбается задорно и легко. Это фото старое, но оно нравится учихе. Почему-то при взгляде на него ей всегда становилось теплее. Словно это он не неведомому фотографу улыбался, а лично ей. Бред ведь и правда? Не бред. Каждый раз, находясь в его кабинете, руки вытягиваются по струночке и ловят каждую эмоцию четвертого. Порой не зря. Наблюдательность дала ей четкое знание еще в генинстве. Он ее выделяет. Значит, запомнил, вопреки всему. Хотя сколько таких спасенных детей у него было? И учиха, выходя с заданием, широко улыбалась. С каждым новым успешно сданным отчетом Хакаги, отчего-то мрачнеет все сильнее. Сначала руки испишут это на иные заботы, но послезакономерность станет слишком очевидна. Это из-за нее. Почему так и что с этим делать? Сколько бы ни ломало над этой загадкой голову учиха, ответа не было. Четвертый то излучил ауру легкой неловкости, то беззастенчиво разглядывал ее. И руки не могла предсказать, в какую сторону двинут на сей раз эти весы. Единственный раз она добилась Хакаги одобрительного кивка искреннего поздравления с выполненным заданием. Ради этого стоило выжить. И остаться должной шина самку никак не выговорить какого жука. Все-таки команда у них подобралась зверинец тут еще. А уж как цапались анискибой на почве кошачьей собачьей ненависти спрочем ужились ведь. И Акамару, и Анигири, и черт, ее кот по телу пробежала Хакаги оказался тем еще козлом, а сама она на поводке у Арачимару. Впрочем, с любого поводка рано или поздно можно сорваться. Вопрос только, а не в бездну ли? Имя твою птице в руке не удержать, не раздавив. А упустишь уже не поймаешь. Имя пожалуй, это то немногое, что у руки еще осталось. Не фамилия. Та, что она носит за пятна надо нее. Даже отец предпочел остаться чистеньким и не давать ей своего. Откажись она сейчас Арачимару и ее убьет. Без промедления и лишних сантиментов. После разберет на запчасти в своей лаборатории. И никто не узнает. И даже, если узнают, что сделает Хакаги. Руки фыркнула наивно полагать, что ему есть до нее дело. Имя твою льдинка на языке растает и не останется и следа, словно ее и не было осталось решиться. Хочет ли руки упорхнуть точно птица из родного гнезда, опозорить свое имя и вбить очередной гвоздь в гроб клану Ачхо, или же исчезнуть вовсе, раствориться, умерив от руки Арачимару? В первом случае она заставит разочароваться в себе Шису, который всегда думал, как бы ее пристроить половче, Хакаги, что оставил ее расти сиротой при живом отце, сокомандников, что ни в чем не виноваты, соклановцев, что прочее ее видное будущее и восстановление величия клана одноклассников, с которыми она поддерживала ровные отношения еще с десяток таких же знакомых незнакомцев, и наконец Хару Синджу, прости меня, шепчет она, наконец решаясь. Значит, моя задача выяснить, что на самом деле задумали Акацуки. Именно, Руки Чан, довольно кивнул Арачимару. И позволь, я пущу к тебе еще одного гостя. Ему явно не терпится в раскрытое окно влетела небольшая жаба, из которой тут же вылетел слегка помятый Джирайя. Ты чего, гад, удумал? Бам, и уютный домик Руки трещит по швам, потому что в нем сцепились два санина. Непривычно тонкий мявк приводит ее в чувство. Учхо смотрит и не может поверить своими глазам. Ани Гири. И пусть вокруг рушатся стены, она готова затискать своего котяру до полусмерти. Продолжение следует.